Колыма. Путь больше, чем в тысячу километров по самой опасной трассе мира, где каждая ошибка может стоить жизни. Непредсказуемые погодные условия, переправы через опасные участки замерзших рек с тонким льдом, в любой момент готового провалиться под тяжестью грузовика. Дикий холод до минус 70 градусов и отсутствие людей на сотни миль делают работу дальнобойщика в этих краях одной из самых опасных профессий. Именно в такое путешествие я отправился с моим напарником Максимом на нашей малышке Скане. Тип прицепа «Тент» на борту 20 тонн строительных материалов, температура за бортом минус 52 градуса. Месяц январь. Маршрут Якутия-Магадан. Протяженность пути 1542 километра. В дороге мы уже 48 часов. Половина пути пройдена. Я неспешно кручу баранку. Кстати, забыл представиться. Сан Саныч. 43 года. Простой трудяга, женат, два спиногрыза. Ну, вроде познакомились. В кабине тепло. Рулю в теплых шерстяных носках, связанных моей любимой Светкой. За окном полный штиля. Небольшой снег. Идем плавно по плану. В пути, чтобы не было скучно, мы слушаем разную мистику. Особенно полюбился канал Люцифера. Да, название так себе, но истории что надо. Недавно Макс оформил подписку на Бусти. Теперь слушаем без рекламы. Макс в это время что-то записывал. Так сосредоточенно, вдумчиво, серьезно корчил из себя писателя и путешественника. Макс, ты что там пишешь? Да так, Саныч, дневник веду о наших, так сказать, приключениях. Ха-ха-ха. Да разве это приключения, сынок? Вот была у меня одна история еще по молодости. Любовь. Хм. Татьяна. Как сейчас помню, красивая пипец, блондинка, большие губы, сиськи. Ты понимаешь, Максим? Конечно, понимаю. Так вот, пришел как-то я к ней домой, начали заниматься этим самым. Но было одно но. У Таньки-то муж был, пьяница редкостная, но все-таки муж. Она старше меня была лет на десять. Но любовь та еще, сука, сынок. В общем, не вовремя. Он с работы вернулся в тот день. И все, что мне в голову, бля, пришло, прыгнуть с окна. Только не подумал я, что квартира была на третьем этаже. А ночь. Ничего не видно. Вроде же знал, что на третьем этаже. Наверное, я просто не успел подумать. Вот и сиганул прямо в клумбу. Пришлось в больничке полежать. Там-то я Светочку и встретил. Так вот бывает в жизни. Правда, с того момента на левую ногу хромаю. Да, интересная жизнь у вас, Сан Саныч. Не то, что я с Армейки сразу на фуру. Ни детей, ни семьи через месяц двадцать восемь лет стукнет. Ты это... Макс, не спеши. Все будет. Не переживай. Саныч похлопал парня по плечу. Успокаивал его. Макс улыбнулся, как бы скрывая что-то. Девушка все-таки у него была. И уже давно. Постоянно ждала его с рейсов. О ней он никому не рассказывал. Наверное, слишком сильно любил. А как известно, счастье любит тишину. Двое мужчин. Северная светлая ночь. Одинокая фура. Два светящихся глаза. В бескрайней белой мгле. Макс, помнишь же, говорил, будет опасно. Вот это место. Перевал. Перед водилами встала непростая задача. Надо было подняться на сотню метров по скользкой горе с крутым поворотом налево. Дорога была узкая, наклонена вправо к обрыву. Некий серпантин. Слушай, сынок. Внимательно слушай. Отстегни ремень и одень куртку. Вдруг прыгать придется. Прыгать? Парень удивился. Испугался, побледнел, нервничал. Ведь это его первый рейс по Колымской трассе. Если нажму газ, дороги назад не будет. Останавливаться тоже нельзя, иначе потом не тронемся. Ну что, готов? Готов. Он надел куртку, положил в карман документы, выхватился за ручку двери, вжался в кресло, устремил взор на переднее правое колесо. Фура тронулась. Медленно в натяжку спешить нельзя. Снега много. Не видно отчетливо край дороги. Немножко влево, Саныч. Вот так, молодец. Да, теперь вправо, отлично. Еще место есть. Подъем почти закончился. В глазах парня появилась радость, облегчение. Уже скоро можно будет выдохнуть. Макс, мать твою, руль не слушается. Вправо, Саныч. Вправо, оттяни. Да не тянется, твою ж мать. Фура ехала прямо. Уже даже не ехала. Саныч дал по тормозам, но сорокатонную махину останавливать не так-то просто. Тем более, что они полностью поднялись, и никакие силы гравитации не мешали фуре двигать прямо по курсу. Макс, прыгаем. К обрыву, который представлял собой пологую трехметровую скалу, накрытую снегом, оставалось каких-то полметра. Благо, они успели спрыгнуть и плюхнуться рожами в холодный снег. Сразу же тело парня неприятно сжало. Холодом, страхом и непониманием всей серьезности ситуации. Они подскочили в ту же секунду и взглядом провожали огромную махину, которая помчалась прямо в тайгу. Слава богу, фура остановилась в метре от деревьев, и кабина осталась целой. Хоть и нехило окопалась в рыхлом снегу, но это было поправимо. Бля... Вот дела. Хорошо, что шапки одели. Да, Максюта? Все, как мамка говорила, бля, в детстве. Как-то еще мудряешь шутить, произнес Сан Саныч, извергая изо рта, вместе со словами теплой пары. Нет, скорее, иней. Температура все-таки минус 55. Вокруг было жутко. Темно. Очень холодно и как-то не по себе. Всего в метре самые дикие места в мире. Тайга. Сан Саныч бывалый дальнобойщик и сразу скомандовал. Давай, сынок, копай. Надо снять верхний слой снега. У меня цепочка есть там. Будем помаленьку выезжать. Максим обернулся, осмотрелся и понял, что работы предстоит немало. Придется неслабо помахать лопатой. Саныч начал осмотр грузовика, дабы выяснить причину поломки. А Макс принялся копать. Сынок, плохо слышно. Что ты сказал? На улице усилилась метель. Температура начала падать. Ветер заглушал любые звуки. Макс, тебе надо водочки немного выпить. Так сказать, обмануть матушку природу. Если сильно будешь потеть, заболеть можешь. Макс залез в кабину, достал бутылку самогонки и залпом выпил несколько глотков. Тепло сразу же потекло по венам, а может это просто была иллюзия. Пять часов спустя. Парень уже вырыл траншею со свой рост, и вдруг под лопатой появились какие-то ветки. Саныч, получилось, иди сюда, посмотри. Мужчина прошел по траншее метров десять от грузовика, посмотрел на ветки, вытер лоб грязный от мазута рукой. Сынок, у меня для тебя плохая новость. Саныч ненадолго замолчал, будто специально накнетая. Ужас. Это не ветки у земли, а верхушки деревьев. Но не все так плохо. Есть и хорошая новость. Я выяснил причину поломки. Оказывается, рулевая рейка сломалась. А я бля говорил механику, что руль немного ведет. Вот она, русская халатность. Ладно, придется покопаться немного. Но мы справимся. Обязательно справимся, сынок. Ты не переживай. Максим все это время молчал. Несмотря на совсем еще и юный возраст, огня в его глазах не наблюдалось. Тем временем температура продолжала падать, а метель все усиливалась. Парень уже сильно устал. Выдохся, на его руках были огромные волдыри от лопаты, и он решил погреться в кабине. Сняв куртку, растерев руки, он принялся что-то записывать в дневнике. Сначала на углу страницы он написал адрес проживания Анюты, той самой девушке, о которой он никому не рассказывал. Затем написал письмо, поставил точку и тихо произнес. Если выберусь, просто выкину эту страницу. Он поцеловал блокнот и ласково положил его на торпеду. Вдруг в машину завалился Саныч, как одна большая снежка, его борода была белой, лицо синеватым от холода, а глаза радостные. В общем, Максюта, починил я нашу кроху. Тебе еще там долго копать? Думаю, понадобится еще как минимум день. Ладно, деваться некуда. Слушай, ты вот там, сзади себя видишь ручку? Поверни. Пусть печка на солярке работает, а я попробую с кем-нибудь связаться по рации. Парень выполнил указания, скрутился в клубок на сиденье и стал думать про свои дела. Лица на нем совсем не было. Хотя Саныч соблюдал полное спокойствие. Бывал и дядька. Прием! Все, кто есть на Колымской трассе, нужна помощь. Мы застряли на шестисотом километре возле перевала. Прием! Прием! Прием, да, слышу. Это Люба, диспетчер. Люба, та еще баба была. Все дальнобойщики ее знали. Она была, так сказать, человеком, отвечающим за все передвижение по Колыме. Если кто в беду попал или еще что-то, именно она вызывала помощь. Телефонов тогда еще не было. А если бы и были, то связь там точно не найти. Слушай, Саша, вы последние шли. Ребята уже все на базе. Сейчас пришло сообщение из метеостанции. Буря сильная поднялась. Такую уже лет 30 не видели. Я сообщу спасателям, но они вряд ли смогут начать работу, пока буря не стихнет. Поняла, Любочка? Все, что было в наших силах, мы сделали. Завтра попытаемся самостоятельно выбраться. Не унываем, держимся. В общем, все нормально. Слушай, Любочка, если что-то случится, Саша, давай вот только без этого я тебя прошу. Ну, все-таки, Люба, послушай, ты, Свете, передай, пожалуйста, что я ее люблю очень. Пожалуйста. Поняла тебя, Саша? Удачи вам. После того, как связь прервалась, глаза Саныча стремительно погасли. Он уже не был таким оптимистом, его улыбка куда-то улетучилась. В голове проносились мысли о семье, улыбки детей и жены. Вспомнил, как мало уделял им внимания, как незначительно участвовал в воспитании. Этому, конечно, можно найти оправдание, деньги надо было зарабатывать и все такое. Но в кабине в этот момент повисла какая-то странная пауза. Тишина в перемешку со страхом. Кабина немного нагрелась, Макс покусывал пальцы, а Саныч смотрел на слегка отмороженные непослушные руки и о чем-то думал. Ну ладно, слушай, Макс, я не знаю, что будет дальше, но умирать голодным точно не хочется. Это уж точно, ответил парень. С тумбочки мужчина достал несколько куриных котлет, хлеб, банку тушенки, булки с маками, сгущенку на десерт, а также большой термос с чаем. И ребята начали все это уплетать. Калорий было потрачено немало, а еще и холод. Саныч, вы прожили уже больше меня и наверняка лучше понимаете в этих делах. Парню было неловко об этом спрашивать. Знаю, я вам не говорил, у меня эта девушка в общем есть. Очень ее люблю, но боюсь какую-то ошибку совершить. Можете мне буквально несколько советов дать, пожалуйста? Максим, у нас в семье, так сказать, все на жене держится. Я сам-то дома редко бываю. Постоянно приходится на хлеб с маслом зарабатывать, да еще и в таких условиях. Скажу только, что любить ее должен ты искренне и не бояться этого показывать никогда. Говори об этом. И, конечно же, совершай поступки, которые делают ваш брак прочнее. Будь для нее настоящей опорой, и она отплатит тебя уютом в доме и любовью. Саныч говорил эти слова, раздавал советы, но сам прекрасно понимал, что не выполняет своих же обещаний. Он вспоминал, как мало говорил своей жене «Я люблю тебя». Как мало. Он не мог сейчас об этом думать. Веки были слишком тяжелыми. Макс, Эд, нам поспать бы пару часов. «Полностью согласен», ответил парень. Метель за окном даже не собиралась прекращаться. Кажется, она стала еще сильнее, и все, что их отделяло от смерти, несколько миллиметров стали, небольшая грелка и надежда на лучшее. Прошло несколько часов после того, как ребята легли спать. В кабине стояла полная тишина, за исключением разве что храпа. Как вдруг фуру что-то с невероятной нелюдской силой ударило. Затем второй удар. Мужики вообще не поняли, что случилось. Может, они проваливаются под снег или еще что-то. Затем дверь что-то начала вырывать. Металл лопался. Сильное рычание. Что-то еще, пока неизвестное, тянуло за ручку двери, пытаясь ее оторвать. То, что чувствовали эти мужики в огромной машине, одинокие, испуганные, замерзшие. Их сердца практически вырывались наружу. Мозг пульсировал, руки потели. Стало невероятно жарко. Они вжались в левый дальний угол кабины, как только могли. Не дыша, наблюдали. А что им еще оставалось сделать? Тишина. Нет, полная тишина. Даже метели не слышно. Печки, дыхание. Только шаги. Громкие прямо в голове. Затем огромная тень, что перекрывала свет луны, подошла к кабине и силой вырвала дверь. В кабину залезла огромная мохнатая голова. Глаза, похожие на человеческие, но с красными безжизненными зрачками. Существо не издавало звука, только дыхание и клубни пара изо рта. Оно приблизилось вплотную, при этом держа руки на дверной раме. Казалось, рост этого чудовища был около четырехметровый, вес по тону. Молчание продолжалось несколько секунд, а затем тварь быстрым броском морды ухватила Максима за ногу и поволокла из машины. Держи меня! Не отпускай, держи! Пожалуйста, мама! Я не хочу умирать! Парень был зверя свободной ногой, как только мог. Изо всех сил хватался за ручки сидений, но они оставались у него в руках. Саныч держал парня за плечи, но существо было настолько сильное, что, казалось, не помогло бы даже дерево. Вдруг, когда пальцы Максима уже соскальзывали с края правого сидения, а ноги были уже на улице, существо остановилось. Максим посмотрел прямо в глаза напарнику и сказал лишь одно слово. Дневник. Его глаза закрылись. Он понял. Это конец. Он даже в последнюю секунду думал о баничке. Затем существо настолько быстро рвануло в лес, что кусты и деревья расходились перед ним. Максиму при этом ветки отрывали части плоти. Повсюду было кровь. Шокированный мужчина бежал по следу существа метров сто, проваливаясь в снег, но слышал лишь очень быстро отдалявшиеся крики плач парня. Когда мужчина выдохся и остановился по пояс в снегу, он снял шапку, поднял голову вверх и кричал. Как и никогда в своей жизни. Описать эти страдания просто невозможно. Всего несколько минут назад они были просто дальнобоями, везущие груз, а теперь от его напарника остались лишь куски плоти и одежды, висящие на ветках. Он кричал, как ненормальный, один на сотни километров вокруг. За что мне это? Боже! Мужские слезы стекали по его щеками, капали на куртку. Полностью не понимая, что это было и что делать дальше, он вернулся в машину, положил голову на руль и плакал, как девчонка. Нет, он совсем не боялся страха, не было. Но была озлобленность на весь мир, что плохого сделал этот паренек. Почему зверь не забрал его, почему? Саныч резко выхватил с бардачка почти полную бутылку сорокоградусной водки и выпил до дна. В следующий момент он выскочил с грузовика в одной только водолазке. Хватил лопату и начал копать. Да с такой силой, что ему позавидовал бы любой спортсмен. Он копал, копал, десять часов без остановки, копал и думал, думал обо всем на свете. Невероятно злой, лопата за лопатой. На улице уже было около двух часов дня. В какой-то момент Саныч осознал, что видит землю. Он весь мокрый кинул лопату, завел с третьего раза грузовик, вытащил из-под сидения мешок мелкой крошки угля, подсыпал под колеса и сделал две длинных полоски в десять метров по ширине шины грузовика. Залез за руль, дрожащей рукой снял с ручника и дал заднюю. Гребанная жизнь! Газ в пол! Грузовик тронулся, но он как будто не касался земли. Фура ехала скорее на злости Саныча, чем на соляре. Теперь злость и была мотором. С легкостью он преодолел подъем и выехал на трассу. Сан Саныч ехал в полном шоке. Он был подавленным и даже не представлял, что скажет Анечке. Крохосканья неслась по заснеженной трассе и даже не думала останавливаться. Перед водила появилась последняя преграда на пути – замерзшая река. Слой снега в полметра сильно усложнял передвижение по реке. Саныч чувствовал себя воином, ведущим войну со стихией, с собой, да и со всем миром. Он тихо шептал – бой последний, бой тяжелый, бой последний, бой тяжелый, но победный. Грузовик с легкостью проходил огромные сугробы, оставленные сильным бураном, но в какой-то момент Сан Саныч услышал странный, а скорее пугающий звук потрескивания льда. Ну, конечно же. Снег же некому чистить, а он нагревает лед. Останавливаться было нельзя, иначе сорокатонная махина уйдет под лед. Опытный водил Саныч применил все свои навыки, но вдруг фуру начинает нести, разворачивая на сто восемьдесят градусов. Лед еще больше трещит, и, наконец-то, грузовик полностью останавливается. Тишина дикая, буря стихла, теплое солнышко, все замерло вокруг. Лишь мотор на низких оборотах обрывал полный вакуум магаданской глуши. Медленно, не по-настоящему, даже как-то фура начала погружение под лед. Горизонт перед глазами Саныча все больше поднимался, он не стал покидать машину, он выдохся. Сил больше не было. Не только сейчас, в принципе, больше жить не хотелось. Грузовик полностью погружается в воду, в атерлинии уже прямо перед глазами. Пути назад нет. В кабину сочится мелкой струйкой невероятно холодная вода. Сан Саныч сидел за рулем и наблюдал ранее невиданную красоту. Тысячи лучиков солнца пробивались сквозь лед и разбивали тьму подводного царства. Здесь было так тихо, так спокойно. Это конец. Он думал опять о семье, о жизни. Как он ее прожил? Сколько моментов упустило? Все время сидел за баранкой, не видел, как взрослеют дети, как идут в первый класс. Сан Саныч даже не знал своих детей. Нет, он жил с ними, но совершенно не интересовался, чем они занимаются, что им нравится. А жена, она слышала лишь обещания всю жизнь. Обещания построить дом, обещания сходить в ресторан, обещания пойти в кино всей семьей, обещания сделать счастливой женщиной. Боже, если ты меня слышишь, дай мне последний шанс. Я знаю, это невозможно. Ведь я тону в этой чертовой огромной фуре в реке. Но если ты всемогущий, всевидящий, дай мне последний шанс все изменить. Не успел Сан Саныч договорить последнее слово, как вода осветилась невероятно ярким светом. Словно божие сияние и сразу тьма. В лицо что-то плюхнуло, холодное, мерзкое. Светка вылила стакан воды на голову мужчине. Где я узнаю эту комнату? Яркое солнце из окна. Свет забивал глаза. Это же моя комната. Твою мать, как так получилось? Сан Саныч огляделся. С соседней комнаты доносился детский смех. Ну что, Саша, ты опять вчера напился. Разве так можно? Ты хочешь опять проспать рейс? Кричала разозлившаяся жена. Какой нахрен рейс? Как какой, Саша? Ты сегодня должен ехать с новым напарником в Магадан. Вдруг на кухне зазвонил телефон. Александр подошел и взял трубку. Алло. Голос Александра был волнительным. В трубке откликнулся милый женский голос. Алло, это Александр? Да. Слушайте, мой парень, Максим, не выходит на связь уже несколько дней. Я очень волнуюсь. Звонила в транспортную компанию. Там сказали, что он уехал в рейс. Четыре дня назад. Сан Саныч не знал, что сказать. Он буквально проглатывал слова. Слушайте, Аня, ведь вас так зовут. Я пока что не знаю всей ситуации. Могу ли я вам позвонить позже? Хорошо, Александр. Сообщите, как что-то узнаете. Мужчина стоял в замешательстве. Он не мог понять, что случилось с ним и Максимом. Положив телефон, он подошел к своей кровати и увидел сбоку на тумбочке дневник. Его посетили смешанные чувства ужаса и непонимания. Как он здесь оказался? Открыв дневник, Сан Саныч увидел небольшой текст, который заканчивается сердечком. Дорогая Аня, несмотря на всю эту глупую ситуацию, я очень спокоен. Хотя мои мысли немного спутаны и не хочется вот так умирать. Анечка, когда я впервые увидел тебя, я даже и не думал, что такая красивая девушка с карими глазами, идеальной фигурой и безгранично большим сердцем может быть с таким, как я, обычным балбесом. Меня, конечно, Сан Саныч успокаивает, мол, все будет хорошо. Но я-то вижу реальное положение вещей. В общем, если ты когда-нибудь увидишь эти строки, хочу, чтобы ты знала. Я очень тебя люблю и готов продать душу дьяволу за каждую минуту, проведенную с тобой. Но ты постарайся, долго не переживай. Ты у меня очень красивая. Будь счастлива. Сан Саныч закрыл дневник, он не мог сдерживать слезы. Его жена в это время что-то готовила на кухне. Он подошел к ней за спины, поцеловал в шею и сказал. Дорогая, рейс отменяется. Собирайся, пойдем в кино с детьми. И, кстати, прости меня за все. Я люблю тебя и всегда любил. Неделя спустя. Экстренные новости. На этой неделе метеостанции Сибири зафиксировали самую сильную бурю за 100 лет. Сообщения погибших нет. Известно только о двух пропавших без вести дальнобойщиков. Если у вас есть хоть какая-либо информация о месте нахождения пропавших, сообщите по номеру, который вы видите на экране. Последний дальнобойщик Макар открыл глаза от удара. Но сам лбом он чувствовал что-то шершавое и неровное. Глаза на таком расстоянии не видели, он чуть отвел голову назад. Кора дерева. Он уткнулся лицом в высоченную сосну. Голова закружилась. Он схватился за ствол, чтобы устоять на ногах. Вокруг был бесконечный лес. Только сосны, голые и толстые, как заводские трубы, тянущиеся прямо в космос. Под ногами батутом пружинила влажная старая хвоя. Ее было так много, что ни одна травинка не осилила путь от почвы к небу. Солнце каким-то хитрым способом обошло густые сосновые кроны и светило ярко и радостно сбоку, направляя свои лучи параллельно земле, отчего казалось, что это свет мощных фар. Макар ухнул. Фары. Он же был на дороге, там случилось что-то страшное. Он попытался поймать скользкий змеиный хвост воспоминания, но безуспешно. Ошелело закрутившись на месте, Макар чуть не упал и снова ухватился за дерево. Не двигаясь, только поводя глазами, он еще раз осмотрелся. Потом перенюхался. Запахов не было. И звуком никаких, кроме его дыхания и шума в ушах. «Что за...» Начало было он и осекся, не узнав собственного голоса. За спиной раздался негромкий щелчок, и Макар задержал выдох. «Макар Петрович!» Голос был мужской, сдержанно приветливый. Медленно, не отрывая ладони от ствола сосны, Макар обернулся. Перед ним стоял полицейский. Молодой, высокий, одет с иголочки, лицом былинный богатырь с аккуратной современной бородкой. В руках блокнот и авторучка, которую он щелкнул. Макар только успел подумать, что никогда раньше не был так рад видеть сотрудника ДПС. Шагнул по хвойному батуту и тут же вздрогнул всем телом. Он вспомнил. «Командир, где она?» «Здравствуйте, Макар Петрович, вы о ком?» «Как о ком?» «О дуре этой беременной!» Полицейский раскрыл блокнот, взял ручку на изготовку и выжидающе наклонил голову. «Пожалуйста, подробней». «Какие подробности? Ты с луны свалился, командир?» «Баба беременна, я ее из машины вытащил. Что с ней?» Полицейский поднял на Макара спокойно и неправдоподобно синие глаза. «Пожалуйста, без эмоций. Расскажите все, что помните, это важно». Макар подозрительно прищурился внимательно. До каждой пуговицы и складки рассмотрел форму полицейского. «Ты какой-то не такой, командир. И что это за место?» «Я точно помню, все было не здесь». Полицейский терпеливо повторил. «Вот и скажите, что помните». «Все это гребаные леса. Ну и эта дура тоже хороша. Топила из-за поворота. Куда летела-то в тумане? Рожать, что ли?» «Вообще-то да, рожать». Полицейский сделал пометку в блокноте. «Да хоть бы и рожать. На дороге думать надо и по сторонам смотреть. Видимость хреновая. Лиса это из кустов. Ну и давила бы. Чего под фуру лезть?» «А что сделали вы?» «Как что?» «Попытался уйти от столкновения. Завалился нахер в кювет. А на фура-то не два метра. Вот и въехала она под меня». «А потом?» Полицейский быстро записывал, пока Макар, не моргая, смотрел куда-то сквозь сосны, освещенные с одного бока. «Головой крепко ошибанулся, хорошо? Не отключился. Вылез, побежал к ней. Очканул, если честно. Вдруг она уже того. Неживая. Стонет, кровища. А из-под капота дым. Ну, думаю, сука, ща триндец нам придет. Стал аккуратно вытаскивать ее. А она давай орать. Что-то сломала, наверное. Тяжелая такая, неудобная с этим животом. Я ей без всяких нежностей кричу, мол, «Помогай, дура, ползи!» А она? А она орет, мол, «Не шевелите меня, какой нахер не шевелите!» Дыма все больше. Перестал я с ней говорить. Просто тянул и все. Сто раз в кино видел. Не представлял, что это так страшно в жизни. Вытащил. А за ней прямо след кровавый. Тяну дальше. А сам на машину смотрю и слышу. Сейчас вот жахнет. Метр, наверное, еще протащил, а потом как прищемила. Ирку свою вспомнила. Только успел эту дурочку прикрыть с собой и... Все. Макар наконец моргнул и выдохнул. Больше не помню. Точно не помните. «Командир, ты определенно какой-то странный. Я ПДД не нарушал, посыльную помощь пострадавшему оказал. Что еще?» «А почему вы оказались именно в том месте, именно в то время?» «Ты о чем, командир? Как это тебя вообще касается?» «Просто отвечайте на вопрос, Макар Петрович. Разве вы не должны были в это время только выезжать с плода базы номер 18?» «Хм... Откуда тебе это известно? Это мои личные дела!» Макар, выпучив глаза, смотрел то на блокнот, то на ручку, то на борду полицейского. А тот, пролистав блокнот, удовлетворенно кивнул и зачитал. «Дело в том, что, Макар Петрович, вместо вас в этом ДТП должен был оказаться Амираев Тимур Тимурович. 20 лет, холост, привлекался автомобиль БМВ Х6. В лобовом столкновении быстро и почти безболезненно погибли бы все, включая неродившегося ребенка». «Что ты несешь, командир? Ты кто?» Игнорируя слова Макара, полицейский продолжил. «Благодаря этому печальному событию гражданин Амираев не возглавил бы в следующем году преступную группировку, жертвами которой станут со временем более 300 человек». «Хорошо, а бабу с ребенком за что?» «Гражданка Тузова Марина Денисовна, 33 года, трижды разведенно привлекалась в махинации с лекарственными средствами, повлекшие за собой смерть и увечья. Рождение ребенка собирались использовать в корыстных целях». «Продать, что ли?» «Нет». «Как орудие для шантажа Гринько Валерия Валерьевича, 53, женат не привлекался. Высокий пост, офшорные счета дали неразборчиво». «Ребенок тоже заранее виноват, выходит». «Сын граждан Гринько и Тузовой с большой вероятностью родился бы с психическими отклонениями в сторону садизма, чему способствует характер его матери». Макар устал, а сполз спиной по дереву. Сел на корточки и обхватил голову руками. «Командир, голова кругом. Поясни для ушибленных, что происходит. Только коротко, двумя словами». Полицейский убрал блокнот и с сочувствием посмотрел на Макара. «Ах, вы умерли вместо этих троих». Макар медленно огляделся, будто только что увидел, куда попало. «Странно, командир. Запаха без звуков нет. Где птицы, мухи? Где ветер какой-нибудь в верхушках? Это все не настоящее?» «Это не совсем лес». «А вы?» «Не совсем полицейский». Макар стукнулся затылком о ствол и протяжно на выдохе сказал. «Твою ж мать!» «Это правда?» Полицейский молча кивнуло. Макар прошептал, глядя на него снизу вверх. «А как же, Ирка моя, дети, что мне теперь делать?» «Сожалею, уже ничего не надо делать. Просто ответьте еще на пару вопросов, и мы простимся». «Не, погоди, командир, или как к тебе, вам обращаться?» «Без разницы, пусть останется командиром». «Простимся-то как? Я отсюда в ад направлюсь, или как там у вас принято?» «Я не уполномочен вести разъяснительную работу. Это другая инстанция. Просто вопрос и ответ. Понятно?» Макару показалось, что голос полицейского стал нечеловечески жестким. И он поспешно согласился. «Понятно, понятно. Вот и хорошо. Скажите, Макар Петрович, если бы вы знали, что женщина в машине мошенница, вы бы вытащили ее?» «А ты предлагаешь мне тупо смотреть, как беременная баба умирает на моих глазах?» Вы не ответили. «Слушай, ты, Архангел Гаврила, посмотри в свою книжечку. Там же все написано. Ни один нормальный мужик бы не стал ровно сидеть на заднице, когда такое происходит». Тут Макар понял, что орет в голос. Я опасливо замолчал. «Большое спасибо. Это очень важное заявление». Полицейский убрал блокнот и ручку. «Командир, что с моими-то будет?» «Все будет хорошо. В даве выплатят большую компенсацию, ведь вы застрахованы. Дети ваши будут гордиться. На вашем примере они вырастут уважаемыми людьми». «А со мной-то что?» Полицейский впервые улыбнулся. Он указал на просвет между соснами, где воздух переливался, как северное сияние. «Вам туда». «Вот просто так идти и все?» «Да, всего доброго». Полицейский отдал честь и держал руку у козырька, пока Макар опасливо озираясь не шагнул в свет. Убедившись, что остался один, полицейский сел в своих идеальных брюках прямо на сухую хвою и достал телефон. Некоторое время он не решался набрать номер, почесывая бороду. Потом выдохнул и приложил трубку к уху. Ждал долго, напряженно переводя глаза с одной сосны на другую и вздрогнул, когда ему ответили. Прокашлялся и сообщил трубке. «Это 803, к вам направлена душа». «803, а два ждут троих через 29,5 минут». «Да, да, но тут произошла накладка. Дальнобойщик раньше времени въехал и принял за них герой». «Опять дальнобойщик? Вы что, издеваетесь?» «Никак нет. У нас руки связаны. Вы ведь запрещаете вмешиваться в людской выбор». «Не надо вмешиваться, но курировать вы обязаны. Что мне с этим теперь делать, еще и с чистой душой? Куда я его размещу? Были заготовлены другие хранилища». «Погодите ругаться. У меня есть идея. Ребенок, тот, который не должен был родиться, чем не хранилище? Заодно и окружающих своих подправит». «Давайте, а?» Полицейский замер, как школьник, не до конца уверенный в правильном ответе у доски. «Хорошо». Смягчилась трубка. «Вы находчивы, 803-й». Полицейский радостно сжал свободную руку в кулак и широко улыбнулся трубке. «Спасибо. Он и правда достойный». «Но если вам дорог ваш пост, это должен быть последний водитель грузовика. На...» В трубке зашелестели страницами. «На ближайший месяц. Ясно?» «Так точно». Полицейский убрал телефон, поднялся, отряхнул сухие сосновые иглы с брюк и достал планшет, где беспорядочно и суетливо корели метки на карте его участка. Он вгляделся в экраны, и вдруг его довольное лицо перекосилось. «Ох нет, только не грузовик». Он быстро сверил время на планшете и наручных часах, коротко и облегченно выдохнул, оттолкнулся носками новеньких ботинок от хвойного настила и исчез в кронах сосен. Звон колоколов. Алексей Петрович сидел за барным столиком и пропустив стаканчик для разрядки после дальней дороги, глядел на окружавших его, таких же, как он, дальнобойщиков, и ожидавших очередной рассказ того, что с ним произошло в пути. Хотя не такой уж он рассказчик, но его слушали уважительно и с большим интересом, зная, что если он и рассказывает что-то, то не приукрашивает, как другие дальнобойщики, а говорит то, что с ним на самом деле произошло. А он, пропустив стаканчик его любимого пунша, расположился поудобней и начал говорить. Давно это было и кажется уже неправдоподобным тот рассказ, который рассказал мне один из попутчиков. И мне самому во все это до сих пор верится с трудом. А кому я рассказываю, тем более. Сами знаете, у нас дальнобойщиков всегда дорога дальняя, и чтобы в дороге не уснуть, пассажиров берем с уговором, чтобы байки рассказывал, пока едем. Не все, правда, соглашаются, но бывает и попадается такой, что всю дорогу от него глаз не сомкнешь и дрем куда-то улетучивается. Вот однажды мне такой и попался, сказал Алексей Петрович, сидя за столом небольшой забегаловки, куда обычно заезжает по пути перекусить каждый дальнобойщик. И, посмотрев на таких же, как он, работяг, достал из пачки папироску и стал вертеть ее в руках, как бы вспоминая то, о чем он хотел поведать, и начал свой рассказ. Я, пацаны, себя даже верующим не считал никогда, да и сейчас не считаю. Но после того рассказа и того, что со мной произошло, в церковь сходил. Настолько я напуган был. Так вот, напросился, значит, мужик ко мне в попутчике и давай байки травить. Мы так с ним километров двести проехали и ни в одном глазу, чтобы мне спать захотелось. А он как будто в азарду вошел. Язык, что рыба без костей все говорит и говорит, не умолкая. Один анекдот за другим травит. Живот мой от смеха уже не выдерживал такой напористости и чувствую я, что еще немного и в кусты побегу или лопну от смеха. А попутчик и не думал останавливаться, а все говорил и говорил. Один анекдот за другим с каким-то уже, как показалось мне, остырьвинением, как будто хотел, чтобы я замертво свалился от смеха. Вот тут-то, ребята, я внутренне струхнул. И смеясь диким смехом, стал молитву отче наш выкрикивать. Откуда я ее мог запомнить, саму манеприложу, вот только, когда я ее прокричал, звон колоколов услышал. И попутчик мой как-то сразу сник и в обморок упал. Испугался и не знаю, что мне делать. Один среди лесополосы и не души вокруг. Остановил я машину и стал попутчика водой обливать. Он и пришел в себя, смотрит на меня непонимающими вытаричными глазами и не поймет, как он у меня в машине оказался. А сам весь дрожит, как лист осиновый. Я ему гречительного плеснул в рот, и когда он успокоился и пришел в себя, то и рассказал, что с ним год назад случилось. Такое я услышал, братцы, что рассказывая вам, до сих пор ужас внутренний меня пронизывает. Не верил я во всякие небелицы, мало ли чего привидеться к какому-то пьянице, а кому после наркоты. Я всегда думал, что рассказывают, чтобы к себе внимание привлечь. Но этот случай не вписывался ни в какие перечисленные мной варианты, поэтому я и поверил мужику. Да и не было у меня основания не поверить, когда сам все на себе испытал и увидел. А рассказывал мне он вот что. Год назад он в акции участвовал против застройки церкви, где у них парк был. А вокруг парка дома стояли жилые. Все бы ничего. Вот только не просто там строится должна какая церквушка. А со звонницей что конечно напрягало жильцов, потому что знали, что звонить будут и по выходным, когда служба идет. И таким образом оповещается народ о начале службы. Конечно сказать, что народ против церкви был не скажешь. Вот только от звона в выходной день просыпаться в самую раннюю никому не хочется. Тут уж кому Божья благодать, а кому покоя хочется. Но этот мужик со священниками схлестнулся. Матерным словом его сгоряча обложил да так сильно, что и плюнул в сторону места закладки церкви. А священник посмотрел на него и говорит, что с сатаной тебе ходить, пока не придешь церковь и не покаешься от чистого сердца, тогда и прощен будешь. Запомни, только звон колоколов тебя и спасет, когда объясноваться будешь и то, если кто при этом в молитве отче наш обратится. Говорил мужик и плакал, как нашкодивший ребенок и смотрит на меня, как будто я перед ним в роли священника стою. На колени упал и умоляюще просил в церковь его ближайшую отвезти. Вижу я, что раскаивается мужик действительно и слезы бегут ручьем. По карте я увидел ближайший населенный пункт и свернул к нему, а там как раз на окраине церквушка со звоницей стояла. Мы к священнику так и так, мол, батюшка выручай душу грешную, иначе погубится окончательно. А попутчик мой на пол упал головой к распятию Христа Спасителя и ревет на взрыв на всю церковь. Прощения просит. Священник на его голову покрывало положил со словами молитвы и стал кадилом возле него ходить и молитву выкрикивать. А мужик уже и выть начал, весь передергиваться под покрывалом. Так с полчаса продолжалось, и все это время меня такая отрып пыль и взяла. И такого страха я натерпелся, что до самой смерти не забуду никогда. А затем вот чудо, колокола зазвенели, и малые, и большие сами зазвенели. И такой звон по церкви пошел, как будто горн архангела раздался громогласно, и вдруг после звона этого наступила тишина. А из этой тишины слова откуда-то сверху прозвучали. Прощено. Я, братцы, не жив, не мертв от такого заявления. Сам на колени упал и в сторону Иисуса Христа распятого поклонился. Реву, белуга, и прощения прошу, что неверующим было, слезы льются по щекам, омывая меня своей благодатью. Священник меня тоже очистил и причастил вместе с моим попутчиком. Вот так-то и бывает, что кому не расскажу, не верят. И я их понимаю. Скажи мне, не поверил бы, пока сам не увидел. Прощальное письмо. Иван проснулся вечером, когда эффекта от обезболивающих препаратов начал сходить на нет. Холодный свет больничной палаты подчеркивал бледность его кожи, а больничная пижама вся пропиталась потом. Борода, за которую он с любовью ухаживал несколько лет, частично обгорела. Многочисленные шрамы от недавно зашитых ран сильно соднили. Шприц капельницы, торчащий из его локтевого сгиба, сковывал движения, поэтому Иван ограничился лишь поворотом головы, и его верхнюю половину тела, будто пронзили несколько раскаленных игол, но боль ушла почти сразу. Его сосед по палате, сморщенный старик лет 75, крепко спал, больше в палате никого не было. Свободной правой рукой мужчина дотянулся до кнопки вызова медсестры. Проведя пальцем по шершавому пластику, он секунду колебался, но все же вдавил кнопку в стену. Симпатичная молодая медсестра появилась в палате меньше чем за 30 секунд. Обезболивающее перестало действовать? Спросила она по ушепотам, чтобы не разбудить спящего пациента. Нет, то есть вроде бы да, но не в этом дело. Перенимая шепчущую манеру разговора ответил Иван. Я вас слушаю, напряглась девушка. Иван слегка привстал на локтях, чтобы разглядеть бейджик медицинской сестры. Каждое движение давалось с трудом, но мужчина старался не обращать внимания на боль. Татьяна, мне бы очень хотелось получить чистый лист бумаги и ручку, если можно. Если вам надо что-то записать, я сама могу под вашу диктовку. Нет, это сугубо личное. Хочу оставить послание своим близким. Татьяна заглянула в изрубцованное обгорелое лицо мужчины и едва заметно вздохнула. Обычно ей не нравилось выполнять прихоти пациентов, не связанных с их выздоровлением или самочувствием, но она также принимала во внимание то, что через несколько часов мужчине предстоит сложная операция с минимальными шансами на успех. Выдавив из себя скромную улыбку, она предположила. Вам, наверное, понадобится что-то подложить, чтобы было удобнее писать книгу или планшетку. Если найдется книга под размером 4, буду вам очень благодарен. Медсестра коротко кивнула и поспешила удалиться. Иван подумал, что этой девушке очень идет улыбка. Еще бы не помешало ей развязать пучок каштановых волос на затылке. Иван раскрыл глаза и попытался отогнать мысли о злополучной аварии, но они возвращались снова и снова, и игнорировать их становилось с каждым разом все сложнее. Разум подернулся дымкой, переросшей в густой белый туман. Он снова сидел за рулем фуры, неумолимо прорезающей пространство внутри необятной родины. Иван помнил, что должно было произойти и на крутом повороте, повинуясь инстинкту, сбавил скорость до безопасных 20 км в час. Белый Мерседес выскочил из тумана и проплыл в нескольких сантиметрах от забрызганного грязью бампера фуры. Иван облегченно вздохнул, ему удалось предотвратить трагедию, которая мгновенно бы убила водительницу иномарки и обрекла дальнобойщика на немедленную неминуемую смерть. Но Иван не успел насладиться победой. Следом за Мерседесом из тумана на скорости не ниже 80 выскочила другая фура. Иван не успел испугаться, но испытал неподдельное удивление. Из тумана на него вылетела его собственная машина, с ним же за рулем. От столкновения мужчину подкинуло в воздух, он ожидал удара головой о потолок, но его не последовало. Водителя протаранившего его выбросило через лобовое стекло, и он неспешно, словно в замедленной съемке, протянул руку Ивану. Пациент дернулся во сне и открыл глаза. Медсестра, которая хотела оставить принадлежность для письма на кроватной тумбе, заметила пробуждение мужчины и протянула ему все необходимое. «Как вы себя чувствуете?» «Сносно. Спасибо, что принесли все это». Иван повертел «Спасибо вам большое». «Не за что. Если еще что-нибудь понадобится, зовите». Мужчина кивнул, и Татьяна поспешила вернуться на пост. Положив чистый лист на книгу, Иван начал обдумывать свои последние слова, которые его близкие прочтут уже после его смерти. Поразмыслив с минуту, мужчина начал свое письмо вверху страницы. «Если вы читаете это письмо, вероятно, моя последняя операция не принесла результатов. Я был готов к этому. На что рассчитывать с вероятностью успеха в 7,3%. Тем не менее, я попытался ради тех, кто ждет меня дома. Но уж как вышло. Ниже я хочу адресно обратиться к некоторым людям. Дорогие мама и папа, я никогда не был образцовым сыном и многое делал вам наперекор, как будто бы специально. Как вы понимаете, это было не со зла. Я просто жил свою жизнь, так как хотелось прожить ее мне. Хотя ваше мнение я всегда ценил и уважал. Понимаю, что выражал свою любовь к вам куда меньше, чем вы того заслуживаете. Поэтому пишу сейчас искренне и от всего сердца. Я люблю вас, мои дорогие родители. Скоро я уйду. Постарайтесь сильно не грустить, ведь смерть не сделает мне больно и не заставит меня страдать. Мне кажется, если принять во внимание то, что ушедшему человеку ни горячо, ни холодно, переносить утрату станет намного легче. Заботьтесь друг о друге, это главное. Оксаночка, любовь всей моей жизни, я буду предан тебе до самой смерти и буду думать о тебе перед тем, как меня в последний раз накачают наркозом. Я горд сказать, что никогда не предавал нашей любви, и ты всегда была на первом месте для меня. Но ты еще очень молодая. Прошу тебя, не убивай остаток жизни на скорбь. Найди себе молодого человека, с которым тебе будет тепло и комфортно. Обо мне вспоминай, как о чем-то хорошем, как о самом ярком дне рождения из детства или отличной недели в летнем лагере. Люблю тебя. Миша, ты неоднократно помогал мне встать на ноги даже чаще, чем я того заслуживал. Когда я умудрялся по глупости или лени профукать все, ты был той самой необходимой мне пощечей. Знаю, что в том числе благодаря тебе и твоей бескорыстной помощи я прощаюсь с миром счастливым человеком. Спасибо, дружище. Сергей Павлович, мой замечательный начальник, сердечно благодарю вас за каждую неоплаченную переработку, за каждый неотгульный выходной и каждый раз, когда вы забывали возместить мне траты на дозаправку, я все понимаю. У компании сейчас трудные времена, поэтому ограничусь коротким «Пошел ты, козел!» У меня есть последняя просьба на своих похоронах. Я не хочу никаких религиозных ритуалов. Те, кто считает необходимым помолиться для своего душевного успокоения, не делайте, пожалуйста, это публичной акцией. К сожалению, листа А4 и отведенного мне времени уж точно не хватит на то, чтобы... Иван задумался, как лучше закончить письмо. Сам того не замечая, он начал механически крутить ручку между пальцами. И когда нужная мысль наконец пришла, ручка вдруг выскользнула у него из пальцев и упала на пол. Черт! Воскликнул мужчина, не скрывая досада. Старик на соседней кровати заворочился. Стоит ли звать медсестру ради такого пустяка? Но проблема в том, что для него закончить письмо было не пустяком. Немного поразмыслив, Иван решил не беспокоить девушку, он отложил письмо с книгой на тумбу между кроватями и попробовал самостоятельно нагнуться. Первое движение пожалел. Боль вновь пронзила всю верхнюю половину тела, ему пришлось несколько минут провести в скрюченном состоянии, ожидая, пока она уйдет. Через некоторое время он смог аккуратно наклониться вниз на 5 сантиметров и сделал передышку. Следующий подход подарил ему еще столько же. Когда Иван ухватил ручку двумя пальцем, он с облегчением подумал, что ни один его шов не разошелся. Процесс разгибания занял в два раза больше времени и был принят организмом куда тяжелее. Наконец Иван смог вернуться в исходное положение с ручкой в руках. Немного передохнув он потянулся к листку и с удивлением обнаружил, что на поверхности книги пусто, холодный пот побежал по его спине. Повернув голову вправо, мужчина заметил, что старик больше не спит. Он сидел, приподнявшись на локтях и облокотившись спиной на подушку, читал «Делайте», хрипло спросил Ивана. «С вашего позволения решил развлечь себя чтением», бодро ответил старик. «Нет, я не позволяю», отчеканил мужчина с акцентом на слове «нет». «Сочувствую вашей ситуации, оптимизма вам не занимать, а вот художественного стиля решительно не достает». «Верните мне мое письмо, не вынуждайте звать медсестру». «Хорошо, хорошо», примирительно поднял руки пациент и протянул Ивану его письмо. «Черт, вы чернила смазали пальцем, теперь все заново писать». «Сожили о своем промахе». Иван вызвал медсестру, на это драссана появилась в палате спустя почти целую минуту. «Я прошу прощения, Татьяна, не могли бы вы принести еще лист бумаги, к сожалению, это письмо пришло в негодность». «Без проблем», сухо ответила девушка и удалилась. «Еще через пару минут мужчина уже держал в руках тонкую стопку бумаги, готовый начать переписывать письмо, но едва ручка коснулась бумаги, вновь прозвучал скрипучий голос старика. «Простите, а вы случайно не сатанист? Как такая чушь вообще пришла вам в голову? За время моего бодрствования вы уже дважды помянули черта прислушника сатаны, а еще в своем письме вы отказываетесь от нормальных человеческих похорон. Вот я и подумал. Вы меня извините, но мне надо сосредоточиться, поэтому пожалуйста не отвлекайте меня. Почему вы так решительно прерываете душеспасительный разговор? Оставить это послание для меня чрезвычайно важно, а вы лезете со своей ерундой? «Ну знаете, это совсем не ерунда», возмутился старик. Вот вы какой веры придерживаетесь. Я придерживаюсь веры в то, что каждый имеет право на личное пространство. Так вы дадите мне его или нет? Конечно, не буду вас донимать своей мудростью, но у меня будет важная просьба. Это какая? Когда вы перепишете свое письмо, то дадите мне его прочитать. Один раз вы уже взяли его прочитать. В итоге у меня чернильное пятно на том месте, где был ваш большой палец. Справедливо, но можете вы обещать, что хотя бы прочтете мне его вслух. Это письмо не предназначено для вас. Впрочем, если вы обещаете, что позволите мне поработать в тишине, так и быть, я прочту его вам. Старик удовлетворенно кивнул, а мужчина вернулся к работе. Десять минут он строчил в тишине, как только Иван с довольным выражением лица убрал ручку от бумажного листа, старик вновь подал голос. Теперь вы сдержите свое обещание, куда деваться, вы же не дадите покоя, недовольно проговорил Иван. Иван читал вновь составленное письмо, а старик слушал внимательно, не перебивая. И к сожалению, одного листа, отведенного мне времени, уж точно не хватит, чтобы обратиться ко всем, кто для меня что-то значит в этой никого не обидел зазря и вернул каждому любви не меньше, чем он того заслуживал. Ммм, хорошее завершение. Да, я старался. А вам не кажется, что часть с оскорблением вашего начальства неуместна? Отнюдь, это мое послание людям, которых я знаю, и я не собираюсь ничего менять. И все же, на том свете вам это аукнется. Безобидно нет никакого того света. Стало быть, вы все-таки сатанист. Это еще почему? Отвергая учения Господа, вы поощряете проделки сатаны. Ммм, а вы простите, какого вероисповедания? Я христианин, в моем роду были и православные, и католики, но то, что объединяет наш древний род, это безусловная любовь к Богу. С гордостью сказал старик. Получается из нас двоих сатанистам являетесь именно вы. Это почему еще? Насмешливо спросил пациент. Ну, посудите сами. Из нас двоих именно вы поклоняете существу, которое обрекает на вечные муки большую часть населения планеты, по иногда самым абсурдным причинам, хотя современная наука это отрицает. Старика это колкое высказывание казалось вообще не за дело. Он сухмылкой ответил «Вы можете добровольно запереться в комнате без окон и убедить себя в том, что весь мир пребывает во тьме, но вы не можете убедить в этом людей за пределами комнаты. Вот в чем все дело. Могу сказать вам ровно то же самое. Я настоятельно прошу еще раз переписать ваше письмо и исключить из него вашего начальника или помянуть его только добрым словом. Простите, но такого удовольствия я вам доставить не могу. Тогда вы просто не оставляете мне выбора». Грустно сказал сосед по палате. С этими словами он неспешно встал и размял поясницу. «Что это вы делаете?» Недоверчиво покосился на него Иван. «Позже вы поймете, что это ради вашего же блага», назидательно сказал старик, медленно приближаясь к Ивану. Мужчина был не в силах даже повернуться на бок, а потому лишь крепче вцепился в рукопись и попытался отогнать навязчивого старика словами. «Подумайте дважды, прежде чем делать то, что бы вы там не собирались сделать». «Я уже давно обо всем подумал». Старик наклонился к Ивану и так же крепко вцепился в верхнюю часть листа. «Что ты творишь, мужик?» закричал Иван. «Спасаю твою душу!» нетерпеливо ответил он, пытаясь вырвать лист. На крик в палату несколько секунд она оценивала ситуацию, а старик, воспользовавшись заминкой, резко дернул лист бумаги и оторвал от него клок. «Татьяна!» возмущенно воскликнул Иван. «Отселите от меня этого безумного, он не дает мне написать письмо». «Георгий Львович, если вы еще раз приблизитесь к пациенту в тяжелом состоянии, мне придется перевести вас в одиночную палату и больше никаких послаблений режима», грозно констатировала медсестра. «Хмм, принято, но я сегодня сделал доброе дело, он это поймет». «Вы невыносимо», тихо сказал Иван. Георгий Львович оставил эту реплику без ответа. «Надеюсь, я все-таки успею написать свое письмо». Рука уже заболела. Татьяна убедилась, что пациент вернулся к себе в кровать, лег на бок и с головой накрылся одеялом и покинула палату, оставив дверь приоткрытой на случай нового инцидента. Иван прикрыл глаза и подумал о плачевности своего положения. Один в незнакомом городе при смерти, а все его близки на другом конце страны. Телефон при аварии разбился, ему разрешили лишь короткий телефонный звонок через местный стационарный аппарат. И что значительно усугубляет ситуацию, он даже не может написать прощальное письмо. Он попытался выдавить скупую мужскую слезу, чтобы подчеркнуть трагичность ситуации, но не смог. Собравшись с силами, он вновь взяв чистый лист А4, снова принялся записывать свои мысли, пытаясь вложить в текст все оставшиеся эмоции. Через 15 минут его рука устала опустилась на кровать. Получилось даже лучше, чем в первый раз, подумал он, особенно начать с поддевкой начальника. Иван злорадно посмотрел на старика, но тот лежал к Ивану спиной, к тому же полностью скрылся под одеялом. Тогда Иван решил перечитать свои творения и вдруг снова чертыхнулся. Не убывай остаток жизни, резанул его взгляд. Видимо, мысли о глухом старике отвлекли его, и он допустил такой грамматический промах. Дочитав письмо внимательно, пациент также обнаружил две лишних запятых. Нет, письмо с кучей помарок оставлять нельзя, нужно переписать все начисто, откинув все эмоции, только скопировать текст, соблюдая грамматику и пунктуацию. Но откинуть эмоции не получилось. Иван писал и думал о том, каким содержательным, емким, но все же душевным окажется его послание. Как Оксана будет хоронить дождливыми вечерами, это будет его маленький шедевр. Иван добрался уже примерно до середины, как вдруг в палату вошел врач, а с ним двое санитаров с пустым инвалидным креслом. Глухов, позвал доктор, собирайтесь. Что? Нет, операция должна быть позже, я еще не успел закончить письмо. Через пару дней закончите, санитары помогут вам переместиться. Если что-то пойдет не так, мне нужно оставить послание, вы сами говорили, что шанс на успех мизерный и я могу скончаться. Не сегодня, Глухов, терпеливо проговорил доктор с эмазкой безразличия на лице. Ваш директор, Кривов Сергей Павлович, оплатил срочный перелет в Германию, операция в Берлине сегодня ночью. В секунду Иван осмысливал информацию, после чего коротко, но смачно выругался, скомкал свое письмо и бросил на пол. Когда санитары вывозили пациента в коридор, ему послышался добродушный смех, доносящийся из-под одеяла у него за спиной. Рассказ дальнобойщика Нет, мужики, что не говори, а рассказчик из меня прямо скажем не очень-то. Таланту нет. Только именно по этой причине и враль из меня такой же. Придумывать я не мастак. Но то, что сам видел, рассказать более-менее связано могу. Тем более, что все, что я рассказать собираюсь, случилось не с каким-то моим знакомым, а именно со мной лично в заглавной роли. И было это довольно давно. В веке прошлом и государстве таком же прошлом, как и век в небытие ушедший. Я тогда считал себя уже матерым дальнобойщиком, аж десяток рейсов за хребтом имел. И гордился этим невероятно. Но вот такое заблуждение начинающих водил. Новенькие права голову кружат и газ в пол давить заставляют. Пока дорога не обтешит, да по морде не надает как следует. Так вот, загрузили меня в тот раз на заводе железом каким-то, то ли станки это были, то ли аппаратура какая, не помню точно. Да и не важно это сейчас, как и тогда важно не было. Важно было то, что груз на борту и документы в кармане впереди дорога длиною чуть ли не в пол страны. А начальство зловредное позади. И влиять оно на судьбу мою ближайший месяц с гаком никак уже не может. Свобода короче. Стандартный график, выдававшийся в те времена на рейс, выглядел как 11 на пол 100. То есть пыхтишь 11 часиков потихоньку со средней скоростью, выходило 550 на сутки. Километраж делился на эти 550 и вычислялось время на весь рейс, которое вписывалось в командировку. Правда водилы плевать на этот график хотели. В рейсе ведь как? Ты себе и царь, и бог. А еще черт механик и целые своросли сарей с подъемно-гайковерточным оборудованием. Это примерно как на подводной лодке под белым панцирем северного ледовитого. Связь с базой вроде бы не теряешь, но на помощь тебе по техническим причинам никто не придет, а в остальном волен. И поступай со своей волей, как знаешь, контролировать тебя некому. Ну и спасать, коль машина развалится тоже. Хочешь, не хочешь, а научишься быть чем-то вроде старика Хаттабыча и с бородой и на все руки. Вот водилы сами и решали, какого графика придерживаться и как силы в рейсе распределять. Как правило, почти все шпарили со свежака, сколько дорога и машина позволяли. Нормальное дело в первые дни командировки запас времени нагонять. Так, на всякий пожарный. Не случится он и это неплохо. Можно себе позволить отпустить денек-другой, на карабинчик отстегнуть или просто поваляться вслазь на берегу тихой речушки, если нет возможности машину по возвращению у дома родного до поры до времени припрятать. А коль возможность есть, так это просто высший кайф накрутить деньков несколько и сидеть дома, пока срок командировки не кончится. В общем, такая вот технология. У меня возможности пузо греть не было. Дворик маленький, а в Москве небольшими не бывают. И тягуна длинномерного туда не очень-то впихнешь. Да и прятать его там несколько дней. Эх, разбирайся потом с продавцом полосатых палок. Время на дворе стояло позднее, социалистическое. Дорогой и горячо любимый еще на страну из-под лохматых бровей шамкая губами посматривал. О частных грузовиках тогда слыхом никто и не слыхал. Что такое тягуна? Да в общем-то обыкновенный грузовик только длинный и на борт принявший столько, что ехать не хочется. Вот и тянется он по трассе не спеша и всем остальным тянуться за ним тошно. А обогнать никак. Дорога не позволяет. Это сейчас по широким трассам иностранки всякие вроде Скани да Дафов не глядя на груз ходят так, что у автолюбителей иногда глаза квадратными делаются. А как им не делаться, когда мимо твоей легковушки это двадцатиметровое чудо со свистом проносится и в точку уходит. Тогда мазы были и они так шутить не могли тянули себе лямку по узким разбитым дорогам. Тягуны одним словом. Так вот я разумеется как и все мои товарищи график на первых парах подбил хорошо и запасец сделал солидный. Честно сказать нужды в том большой не было но и торчать на стоянках по тридцать часов к ряду нужды было еще меньше. Это потом когда большая часть дороги за плечами остается и полоса уходящая в бесконечность надоедать потихоньку начинает хочется притормозить основательно и пупок на солнышке погреть подольше. У меня этот момент наступил когда я из европейской части союза выкатился и в Зауральскую Азию тянулся как водится к вечерку поближе добрался до большой такой стоянки дальнобойной пристроился куча тягунов мазов вроде моего и занялся готовкой жратвы пока совсем не стемнело тогда на стоянках было негласное правило жратва своя выпивка своя треп общий каждый другим не мешая кашеварит в меру возможностей и способностей а после те кто не планирует с утреца пораньше дальше гнать к общему костерку собираются и вот уже ночь полночь хохот стоит такой что грыжу получить проблем никаких чудесами и придурками земля наша всегда была богата а уж пересмешники мы известны тут попробуй кто поспорь одно слово страна скомарохов рассказчиков много а слушатель благодарнее не сыщешь большинство ведь неделями сиденья в кабине поодиночке продавливает только на стоянке потрепаться и удается в общем вернулся в машину поздно разделся залез на спальник одеялком укутался и сном младенца жизнью довольно уснул утром толпа разъехалась я последнего глазом прищуренным с просонья проводил и завалился дальше сны приятные досматривать пока меня не разбудил противный такой скрижущий звук сначала я даже не понял что это а когда все-таки очухался почувствовал что закипает во мне злоба дикая замешанная на бешенстве совсем не миролюбивом нет вы спросите у любого водила как он относится к людям беспардонно со скребающим краску с двери его кабины я уже понял что какой-то идиот скребет эту дверь совершенно не представляя на какую именно неприятность так страстно и азартно напрашивается и даже монтажку припасенную как раз для таких вот настырных брать от греха подальше не стало просто высунулся из-за навески спальник отделяющий и набрал воздуха в грудь побольше чтобы рыком звериным идиота на место поставить вот все что было дальше я помню уже смутно потому что в полуоткрытое боковое окно на меня внимательно смотрела нормальная такая медвежья рожа как мне показалось размеров ну просто необъятных и сволочь эта ломилась в мою дверь и от моих тощих костей сволочь эту отделяла всего лишь тонкая жесть кабины до кусок хрупкого стекла как я вылетел со спальника чуть не потеряв трусы в полете но при этом не зацепив ничего торчащего и висящего только богу ведомо во всяком случае мне это неведомо по сей день я даже не помню как боссами ногами педалями работал потом ради интереса попробовал еще раз жуткая вам скажу штука ощущение возникает такое словно они каменные и ноги отбивают начисто но это я потом выяснил а когда мой масс принял старт как конь норовистый чуть ли не на дыбы встал и со стоянки его снесло так будто он не железом гружен а пухом да пером весь утыкан вдоль и поперек для скорости он видимо тоже в шоке был от того что и главное как я в полу бессознательном состоянии сообщал миру медведю и мазушке родному ох не зря говорят что в критической ситуации мат русский двигатель не хуже пресловутой нынешней рекламы короче пер я километров тридцать трясясь и причитая словно медведь тот за мной по дороге скачет да лапой по заднему борту скребет зараза движок значит гудит себя ровно машина километры глотает а сам я в кабине как стриптизер в одних трусах долгу своему верных сижу и ступня педали рубчатые отбиваю начисто и вот я в себя потихоньку начинаю приходить и соображать наконец-то что все уже позади никто за мной не гонится и можно полной грудью вздохнуть до жизни вновь обретенной радоваться нет ну останавливаться вот так сразу я все-таки не стал только когда увидел стоянку подходящую а на ней хлебовозку задранным капотом подкатил вплотную к мужику чумазому воду в радиатор доливающему и лишь тогда позволил движку умолкнуть штаны натянул руки с трудом в рукава измятой рубахи заправил и на землю спрыгнул с мужичком радостью о спасении чудесно поделиться это наверное не один я после таких встрясок словоохотным делаюсь представляешь говорю небрежно этому чумазику какое приключение у меня только что было я говорю только что буквально из пасти зверя жуткого и дикого вырвался он наверное людоед а я от него удрать умудрился во говорю как в жизни это бывает мужичок чумазый ведерочка свое на крыло поставил дослушал меня внимательно а потом спрашивает в смысле того что это мол не на той ли я стоянке что в километрах тридцати отсюда медведи этого страшного повстречал там говорю именно на той и он спрашивает мужичок нахально к дверь в тебе царапался да говорю именно так смотрит на меня мужичок улыбается а я всем своим нутром подвох чую не верит он мне и думает что я его разыгрываю слушай говорю я тебе правду рассказываю и медведь мне не приснился он на самом деле ко мне в кабину лез а этот чумазый изверх глядя на меня с ехидной улыбкой совершенно невозмутимо спрашивает что какого мол хрена я драпал с такой скоростью от мишки безобидного не понял говорю я это как так какого хрена мне что шашлык не жареный из себя изображать надо было ты бы сочувственно объясняет мне этот тип дал ему буханку хлеба или сахарку пачечку он и ушел бы в лес спокойно и скакать по кабине трусы теряя не понадобилось бы я сначала не понял о чем это он а когда наконец до меня дошел весь анекдотизм приключившейся истории я уже не знал смеяться мне над собственной глупостью или плакать уже над ней оказалось мишка этот тунеядец здешний ему лень по тайге жратву в поте лица добывать так он приспособился заделавшись здешней достопримечательностью вкусненькое на стоянке попрошайничать местные водители эту его дурацкую привычку хорошо знали и на всякий случай в кабине подкормку держали а не местные вроде меня публику вздешнюю развлекали никак не меньше чем тот лохматый паразит про них потом такие анекдоты по всей округе ходили не один я похоже радостью воскрешения к жизни с кем не попадя к удовольствию знатоков делился и главное что обидно в этой ситуации никаких же вариантов выигрышных нет все проигрышные разве что плакат на стоянке поставить чтобы все пришедшие заранее знали чем эту сволочь лохматую кормить дабы нагишом со страху по кабине не скакать но после этого случая вроде бы как и местный записался и плакат ситуацию разъясняющей мне был уже без надобности я и так знал что почем кстати все ближайшие стоянки из тех пор тоже знал хорошо особенно те из них которые подальше от достопримечательности находились на них просыпаться как-то спокойней было а то ведь знание знанием а неизвестно как в следующий раз на непроснувшиеся мозги рожа медвежья подействует такая вот история мужики огромная фура бело-голубой расцветки медленно въехала на территорию автобазы и остановилась водитель статный светловолосый мужчина в синем комбинезоне и клечистой рубашке не спеша открыл дверцу и грузно спрыгнул на горячий асфальт перекинул на плечо рюкзак он еще раз пересмотрел бумаги вложенные прозрачные файл и направился к зданию автобазы юрка ты ли это веселый голос который внезапно раздался за его спиной заставил юрия вздрогнуть от неожиданности обернувшись он увидел своего приятеля и бывшего напарника кирилла привет кирюх юрий пожал руку приятелю и они пошли дальше уже вместе как видишь я удивлен я конечно иногда скучаю в рейсе о своей жене но ты переплюнул все рекорды скорости в голосе кирилла послышалось уважение так торопился домой что приехал на три дня раньше молоток уважаю будет свет и сюрприз при упоминании имени любимой жены у юрия защемило в груди но это была сладкая боль он и в самом деле безумно скучал по ней и не мог дождаться когда он попадет домой обнимет ее ощутит запах нежных духов с ароматом океанского бриза а потом будет за обе щеки уминать ее восхитительные пирожки с клюквой которые умела печь только она так казалось Юрию а может только казалось сейчас он об этом уже не думал сейчас все мысли были заняты другим сдать документы отчитаться за командировкой рвануть домой он приготовил для света сюрприз в барсетке были спрятаны две заветные путевки в Египет куда она давно хотела поехать Юрий купил горящий тур по дороге домой он уже заранее предскушал как будет движать от радости его светочка и как вместе они будут собирать в дорогу смешную золотовую сумку с мордой Микки Мауса формальности со своими бумагами Юрий уладил быстро диспетчер тетя Надя как его ласково называли между собой водители не стала долго его мариновать в офисе уже через полчаса Юрий на крыльях летел к себе домой Кирилл остался в офисе но обещал вечером заехать серая неприметная пятиэтажка в спальном районе города встретила Юрия никогда не умолкающим шумом детской площадки он вылез из такси сунул водителю по рукопюр бросив ему привычную фразу сдачи не надо и с наслаждением потянулся подняв вверх руки наверное сейчас он выглядел глуповато подумал Юрий про себя в те минуты когда на него накатывали волны счастья он улыбался наивно детской улыбкой всегда возле своего подъезда Юрий заметил белоснежную иномарку Лексус сверкая на солнце хромированными деталями автомобиль привлек к себе не только его внимание возле машины крутились двое ребятишек их бабушка Клавдия Захаровна маленькая сморщенная как печеная яблочко пожилая женщина стояла рядом под мышкой она держала своего старенького ленивого мопса Буська Клавдия Захаровна доброе утро поздоровался Юрий поправив на плечи рюкзак и указал на детишек выбрали бы себе другое место для прогулок а то царапнут машину нечаянно потом год без пенсии сидеть будете здравствуй Юрочка женщина широко улыбнулась да вот не идут окаянные я уж и так и так а они ни в какую машина им понравилась видите ли вот и смотрю обо глаза это ж кто себе купил такую Юрий кинул на машину Борька что ли как кто брови Клавдии Захаровны полезли вверх это же Шурина твоего машина не узнал что ли не понял какого еще Шурина Клавдия Захаровна а вы не перепутали ничего Юрочка как тут перепутаешь Светка с ним приехала часа два назад я с Буськом гуляла ой а ты не знал я еще удивилась молодой такой парень красивый вежливый Света сказала что это брат Юра пока соседка говорила в душе Юрия медленно поднималась волна цунами но он старался не подавать вида только пальцы нервно мяли барсетку на поясе в которой хрустили путевки и билеты на самолет а ведь через три дня они со Светкой уже должны были нежиться под пальмами в отеле пять звезд в Хурганде Юрий тряхнул головой и улыбнулся соседке забыл совсем что Серега должен был приехать сказал он с давленным голосом ладно пойду я до свидания Юрочка соседка улыбнулась и Юрий быстрым шагом прошел мимо Клавдия Захаровна печально посмотрела ему вслед и пожала плечами Серега так Светка его вроде Романом называла пробормотала она и тут же переключила внимание на своих внуков так дети быстро на площадку хватит возле машины тереться пока Юрий бегом поднимался на четвертый этаж его сердце как ни странно стало биться ровнее на ходу он вытащил из кармана ключи остановившись перед дверью квартиры Юрий вставил ключ в замок и начал отпирать дверь нарочно громко пряцая им еще за дверью он услышал звуки музыки которые стали громче едва он вошел в квартиру бросив рюкзак на банкетку Юрий дрожащей рукой повесил ключ на гвоздик из спальни он услышал стон который тут же смолк а потом скрипнул матрас музыка тоже резко притихла любимая я дома Юрий сжал кулаки и медленным шагом направился в спальню еще бы год назад ему сказали что он попадет в такую ситуацию и он бы врезал этому умнику в челюсть его светочка нежная хрупкая как цветочек с которой он сдувал пылинки в его глазах была непогрешима но реальность увы была печальней когда Юрий пинком открыл дверь в спальню перед его затуманенным взором предстала страшная картина светочка с растрепанными волосами и размазанной по лицу косметикой судорожно пыталась засунуть руки в рукава шелкового халатика а рядом с кроватью прыгал на одной ноге парень ее ровесник он пытался натянуть брюки когда Юрий остановился в дверях парень хлюкнулся на кровать глаза светки приняли испуганное и затравленное выражение Юра выдавила она из себя а ты что должен был сегодня приехать нет любимая не сегодня Юрий зловещий улыбнулся мускулы его напряглись как у тигра перед прыжком класс прямо анекдот возвращаются мыши с командировки ну привет Шурин а ваша мама знает что ее детишки промышляют инцестом мужик ты не кипятись парень встал светка тоже вскочила и обняла его обхватив сзади руками это не то что ты подумал да ладно а ну-ка удиви меня Юрий шагнул вперед сжав кулаки и светка пискнула как мышь попавшая в капкан Юра ради бога бога какого бога любимая Юрий уже едва держал себя в руках ты ведь в курсе я атеист и ни в каких богов не верю Юра прошу не трогай его захныкала светка не отпуская своего любовника давай поговорим как цивилизованные люди давай вот сейчас я цивилизованно сломаю твоему ебарю челюсть и поговорим если он сможет иди сюда герой или так и будешь за бабу прятаться пошли поговорим как мужики никуда он не пойдет светка выскочила вперед раскинув стороны руки я люблю романа и уже давно а ты два дня дома месяц в отъезде а мне мужчина нужен понимаешь не могу я как монашка одна быть подруги все надо мной смеются давно я же я же для нас старался голос Юрия задрожал я дом нам купить хотел сутками баранку крутил чтобы ты ни в чем не нуждалась а она в мужчине не нуждалась подал голос романа или ты этого не видел хочешь поговорить пошли черт с тобой но я все равно нет рома нет светка сорвалась на крик и бросилась к Юрию не смей я убей и меня вместе с ним если тебе полегчает ну же давай да пошли вы оба Юрий сплюнул а потом вытащил из барсетки две путевки и бросил в лицо светки на подавись сбылась мечта идиотки под пальму с любимым и чтоб вас там акулы сожрали шатаясь как пьяный Юрий вышел из квартиры и побежал вниз по лестнице позади себя он услышал шлепанье босых ног его схватили за руку светка милая нежная и любимая светка Юр подожди послушай я свет уйди от реха процедил сквозь зубы Юрий а то честно не посмотрю что баба наваляю обоим иди продолжай а то я вас в самый пикантный момент прервал оттолкнув жену Юрий быстрым шагом вышел во двор возле машины уже никого не было цунами в душе поднималось все выше Юрий наклонился поднял камень и запустил им в лобовое стекло машины оно не разбилось но треснуло и по нему во все стороны разбежались паутинки истошно взрывала сигнализация но Юрий почти ничего не слышал и не видел он быстрым шагом пошел прочь не обращая внимания на крики подбежавших к машине людей за своей спиной ну дела Кирилл опрокинул очередную порцию коньяка и бросил в рот дольку лимона ты мне как рассказал я до сих пор в себя прийти не могу вот тебе и Светочка стерва а зря ты Юрик не навешал этому уроду уж я бы ему Кирилл треснул по столу кулаком Юрий сидевший напротив покачал головой толку разлюбит она его что ли наоборот жалеть будет за дерьмо в тюрягу укатают а у меня мать больная и это совсем ни к чему оба друга замолчали они уже два часа сидели в этом баре провонявшим сигаретами и запахом дешевого кофе публика тут собиралась разномастная в основном студенты из ближайшей общаги сначала друзья окопались в доме Кирилла пока с работы не пришла его жена Влада не очень любила посиделки но когда муж рассказал ей случившимся проникла сочувствием и разрешила друзьям залить кори даже дала бутылку хорошего коньяка какой бес потянул за язык Кирилла который после третьей рюмки и свою жену заподозрил в измене было неизвестно но Владка у которой был разряд по май-тай на раз-два вышвырнула обоих друзей из дома и послала им вслед коньяк поэтому сейчас они оба сидели в баре Кирилл узнал что домой он теперь попадет только когда Влада успокоится успокаивалась она не скоро перед столом материализировалась улыбчивая официантка ловко смахнула со стола скомканной салфетки убрала тарелочку из-под орешков и посмотрела на Кирилла что-то еще закажете? повтори Юрий указал на бутылку а лучше знаешь что вдвойне Кирилл неодобрительно покачал головой немноговато тебе? спросил он но Юрий покачал головой маловато не парься я не за рулем смешно звучит правда ты вышел домой Владка ведь прибет зря ты на нее налетел сам не знаю что на меня нашло Кирилл невесело усмехнулся теперь на неделю на сухпоек перейду ладно давай звони если что когда Кирилл ушел Юрий еще минут десять посидел за столиком потом встал и поплелся к выходу громкая музыка уже невыносимо давила на нервы от выпитого спиртного кружилась голова свежий воздух немного освежил Юрия он тяжело привалился к стене здания покрытой шершавой штукатуркой и вытер лицо обеими ладонями надо было решать что делать дальше ехать к матери в деревню но это далеко автобус только утром остаться в баре это за ночь можно уложить печень на лопатки без права восстановления Юрий не был запойным алкашом но сейчас не был уверен в том что не ударится во все тяжкие подумав Юрий решил немного погулять а потом попроситься на ночь Кирилл если же друг откажет есть еще родная автобаза правда идти далековато но Юрий никуда не спешил от грустных мыслей отвлекли веселые голоса к бару подошли несколько девушек одна из них сразу бросилась в глаза высокая очень смуглая с большими черными глазами и длинными тоже черными волосами одета она была в легкий трикотажный топик на бретельках и белые брючки чуть ниже колена Юрий приметил на ее плечо татуировку изображавшую собачью голову с длинной мордой и заостренными ушами повернутую в профиль две другие девушки обе блондинки в коротких платьицах и босоножках на каблуке не представляли из себя ничего особенного брюнетка сразу обратила внимание на Юрия и подошла к нему «Мужчина, вам плохо?» голос незнакомки проник в душу мягкий успокаивающий словно бархатный Юрий склотнул липкую слюну и покачал головой «Все в порядке» выдавил он из себя «Идите вас ждут» «Амира!» позвала одна из девушек «Давай скорей идите я догоню» ответила девушка ее подружки пожав плечами и упрохнули в дверь бара «Амира, красивое имя» Юрий улыбнулся «Вы не русская?» «Мама русская а отец из Египта» ответила девушка «Вы уверены, что помощь не нужна?» «Справлюсь» «Хотя знаете знаешь можно на «ты»?» «Спасибо» «Пожалуй от прогулки не откажусь» «Кстати я Юрий» «Хорошо провожу вас немного» Амира кивнула и протянула руку согнув ее в локте «Только до автобуса хорошо, вам ехать далеко может нужно такси тоже можно на «ты»» Юрий осторожно взял девушку под руку «Такси не нужно я немного пройдусь потом другу позвоню» Они медленно пошли вперед вероятно девушка не была сильно расположена к общению она молчала время от времени поглядывая на своего спутника а что касается Юрия он как раз хотел поговорить только вот творилось с ним что-то непонятное виной всему был выпитый алкоголь плюс в душе снова поднималась волна цинами когда он вспоминал о своей жене Юрий был убежденным атеистом он не верил ни в Бога ни в дьявола и придерживался убеждения что верит только в то что видит конечно он исправно посещал с матерью церковь на небольшие праздники но кроме смертной скуки ничего там не испытывал но сейчас его охватывало непонятное ощущение он словно слышал в своей голове какой-то шепот ему становилось страшно может он сходит с ума слава слава эта фраза билась в его мозгу стучала по вискам подобно молоту и Юрий понял невидимый собеседник прав все женщины зло это было правда теперь он точно знал ему причинили боль неспроста он так доверял жене она буквально вонзила в спину нож и эта девчонка которая сейчас шла рядом что она хочет от него он ее не звал сама прицепилась история о клофелинщицах Юрий слышал предостаточно но он больше не позволит никому себя унизить от этой мысли ему внезапно стало еще хуже молот в голове стукнул так что Юрий едва не лишился чувств зловещий шепот от которого по телу бегали мурашки стих в голове осталась звенящая пустота и волнами накатывала ярость такое Юрий испытывал впервые в жизни Юрий голос Амины и тряска за плечо немного привели Юрия в чувство и он посмотрел на свою спутницу дыхание стало тяжелым что с тобой тебе плохо? Амира опять потрясла его и начала растягивать сумочку погоди у меня вода есть не надо Юрий резко вырвал свою руку глаза его все сильнее наливались кровью а злость едва сдерживалась остатками благоразумия зачем ты пошла со мной? денег надо заработать бабам нужны только деньги на бери Юрий вытащил из кошелька несколько купюр и швырнул на землю Амира отступила от него на несколько шагов подняла руку и схватилась ею за плечо от другой руки на котором была татуировка губы ее задрожали ты ты с ума сошел? тихо спросила она я всего лишь хотела помочь пару дней назад мы с подругой избавь меня от своих историй Юрий сжал голову она внезапно заболела и боль была нестерпимой словно мозг пронзили иглой сегодня я вернулся из командировки а моя жена в постели с другим заявила что ей нужен мужик который будет качественно и регулярно ее трахать а не тот который работал и жил ради нее и поверь я знаю это нужно всем бабам ты ошибаешься амира покачала головой я вижу тебе сейчас плохо но слушать то что ты говоришь прости это глупости но я не могу тебе сейчас это доказывать если помощь не нужна я пойду я не уверен в том что ошибаюсь мужчина схватил девушку за руку и дернул к себе если ты такая добрая и щедрая тогда пошли со мной мне нужно сегодня успокоиться заодно и докажешь что не все бабы стервы я не обязан тебе ничего доказывать голос амиры задрожал я вижу что тебе нужно прийти в себя мне жаль что с тобой такое случилось правда амира вырвала свою руку круто развернулась и пошла в обратную сторону у юрия в мозгу словно сорвало тормоз мало того что жена посмеялась над ним так еще эта соплячка посмела читать им антации юрий сжал кулаки в висках бешено стучала кровь а глаза застилал туман он в несколько прыжков догнал амиру и замахнулся кулаком она успела обернуться и отскочила в сторону кулак юрия просвистел над ее головой ты с ума сошел помогите завизжала девушка и бросилась на утек но неудачно отступилась и упала с бордюра голова ее силой стукнулась об асфальт и юрий отчетливо услышал хруст этот звук и вид распросертого на тротуаре тела разом привел его в чувство юрий словно отрезвел хмель улетучился из его головы он шагнул вперед руки предательски тряслись амира не двигалась глаза ее были закрыты а голова неестественно повернулась волосы медленно пропитывались растекающейся над головой девушки багрова алой кровью амира ты чего сейчас я посмотрю он приподнял девушку за плечи голова ее откинулась назад юрий не был медиком но сразу подумал что у девушки сломана шея нет что я натворил юрий опустил девушку на землю и провел обеими руками по волосам твоюж за что мне все это рукой которая ходила ходуном юрий вытащил телефон и уже хотел набрать номер скорой как вдруг амира открыла глаза юрий наклонился к ней амира потерпи я сейчас скорую вызову я не хотел правда не хотел вместо ответа амира кашлянула по уголку рта стекла струйка крови она начала что-то бормотать на незнакомом юрию языке а потом снова посмотрела на него ты ты не знаешь что не надо разговаривать лежи спокойно юрий осторожно убрал волосы девушки с лица я сейчас с кем ты связался тело амиры начало мелко дрожать ты ты пойдешь с ним с кем пойду что ты говоришь юрий прошибла потом он придет за тобой амина опять закашляла он услышит мой зов амира замолчала голова ее медленно склонилась к плечу юрий приложил пальцы к ее шее и нащупал пульс его снова обдало холодом дыхание сбилось нет нет забормотал он едва не заорал от ужаса когда телефон в его руке зазвонил это был кирилл алло голос юрия дрожал как его руки кирилл юрка ты еще в баре голос друга был грустным я иду назад владка позвонила и велела сегодня домой не приходить кирилл кирилл юрий оглянулся по сторонам но темная улица была пустынной я не в баре я не знаю что мне делать сбиваясь на каждом слове юрий поведал другу о том что произошло несколько минут потребовалось кириллу чтобы понять рассказ юрка слушай меня голос кирилла тоже срывался от волнения никуда не звони а то потом вычислят номер хлопот не оберешься дуй оттуда да побыстрее я к тебе навстречу пойду вы где шли? мимо сквера кирилл но ведь она слушай что тебе говорят ряфнул кирилл давай скорее уходи оттуда потом решим что делать солнечные лучи рубко пробились сквозь занавеску и упали на лицо спавшего юрия тот зашевелился открыл глаза со стоном присел тяжело свесил голову на грудь голова нестерпимо болела вдобавок ко всему накатил приступ тошноты юрий поднял голову вверх и шумно вздохнул вчерашний вечер он теперь точно не забудет подумал про себя юрий по свету друга сбежал с места происшествия кирилл встретив его как и обещал друзья рискнули вернуться к месту трагедии по параллельной улице и издалека они видели как подъехала скорая помощь на тротуаре к этому времени собрались люди наверное скорую вызвал кто-то из зевак что делали врачи и как носилки ставили в машину юрий не видел толпа закрывала обзор юрия удивило то как быстро собрались люди к его ужасу сразу вслед за скорой подъехала и полицейская машина но друзья не стали ждать что будет дальше кирилл увел юрия за собой ночевать обоим пришлось у сестры кирилла она работала медсестрой в городской больнице и была на дежурстве юрий про себя решил утром попытаться узнать у нее новости про девушку если ее увезла скорая значит она должна быть именно в этой больнице сон облегчения не принес мало того что юрию снились кошмары будто он идет по длинному коридору кромешно темноте и слышит вокруг себя зловещий шепот множество голосов было уже за полночь когда его разбудил собачий вой юрий несколько раз вставал и смотрел в окно но собак нигде не увидел хотя вой был совсем рядом юрий бестолково ворочался накрывал голову подушкой но война прекращалась и подушка не спасала заснул юрий примерно через час к этому времени его мозг уже лопался по швам от боли утро было серым и безрадостным подняв себя с постели юрий прошлепал в кухню где увидел Кирилла тот сидел за столом и цедил кофе доброе утро кивнул он Юрию садись чайник вскипел сейчас я тебе кофе сделаю ты как лучше чай юрий сел на стул а я хреново не спал почти всю ночь муть всякая снилась слушай а чья это псина голосила под окном соседей что ли какая псина Кирилл размешал растворимый кофе и поставил чашку перед Юрием я не слышал ничего ха ну ты спишь присвистнул Юрий она так выла я думал пол города разбудит большая псина в нашем подъезде есть несколько но вряд ли их на ночь выпускают я не видел Юрий намазал булк маслом только вой слышал но мне этого достаточно было как над покойником разрывались прямо мурашки пробивали это нервы глубокомысленно заметил Кирилл ты со Светкой что решил домой поедешь поеду если она еще к маме не умотала или к своему ромочке помогу вещи собрать друзья замолчали на несколько минут Юрий задумчиво жевал бутерброд и пил кофе внезапно за окном снова послышался душераздирающий вой Юрий едва не поперхнулся булкой и посмотрел на невозмутимого друга Кирилл спокойно продолжал пить кофе и скучно зевал господи Юрий отставил чашку и подошел к окну но снова он никого не увидел только дворник подметал тропинку да куда-то поспешно прошла по тротуару женщина с коляской вдалеке по дороге проезжали машины и торопились по делам многочисленные прохожие собака забыла снова и Юрий вздрогнул ну вот опять пробормотал он и внезапно ощутил какой-то дикий животный ужас что опять не понял Кирилл опять эта собака воет ты что не слышишь да какая собака Кирилл тоже подошел нет тут никого Юрка а ты часом не того чего со мной все нормально Юрий отошел от окна показалось наверное друзья сели за стол Юрию пришлось сжать в кулак остатки нервов и ничем не выдать своего страха потому что он снова услышал вой домой Юрий вернулся ближе к полудню за утро он успел съездить на автобазу взять документы на следующую командировку через три дня мысли его то и дело возвращались к жене если бы не коварство светки через три дня они могли бы уже улететь в фурганду под пальмы Юрий успел утром осторожно поговорить с сестрой Кирилла Миленой она вернулась с ночной смены и друзья как можно непринужденней расспросили ее кого привозили ночью в больницу Милена к ужасу Юрию рассказала что ночью по скорой привезли девушку с черепно-мозговой травмой которая умерла на операционном столе в больницу уже приходил следователь по словам Милены полиция расценила происшествие как несчастный случай медсестра слышала разговор полицейских следователь говорил что прокурор не будет возбуждать дело никаких травм на теле не было видимо девушка просто неудачно упала как сказала Милена умерла несчастная ровно в полночь Кирилл проводил друга до автобусной остановки Юрий был подавлен поэтому Кирилл как мог утешал его Пойми ты не виноват ты ее не бил не толкал сам же говорил она упала все так но ведь я орал на нее понимаешь ну ты что в тюрягу захотел за неумышленные тоже срок могут дать она ведь живая была когда скорая приехала она мне еще что-то говорила Юрий потер лицо руками Кирилл а если бы я сразу скорую вызвал если бы до кабы до во рту росли грибы передразнил Кирилл и хлопнул Юрия по плечу все давай тебе еще на базу успеть надо Светка к удивлению Юрия еще была дома к маме Ли Роману она и не собиралась когда Юрий вернулся она мыла в раковине тарелки на плите в кастрюльке что-то кипело вкусно пахло бульоном явился Света бросила губку в раковину и повернулась к Юрию который замер в дверях даже не буду спрашивать где ты ночевал и тебе здрасте Юрий ответил Светке издевательский поклон простите барин а загулять мы изволили прости господи прощения просим что мало денег не хватило извольте добавить клоун Светка скривила пухлые губы а потом ты чему-то удивляешься я сегодня уезжаю к Роману если насчет путевки ты не шутил то спасибо деньги верну половину засунь их к своему Роману сама знаешь куда я надеюсь вы залезете в какую-нибудь пирамиду и вас там черти сожрут ну или еще кто мифологии я не силен короче дорогая я сейчас пойду прогуляюсь даю два часа то бы к этому времени и дух и дух твой выветрился из моей квартиры а впрочем никуда я не пойду помогу вещи собрать с этими словами Юрий направился в спальню открыл балконную дверь потом подошел к шкафу сгрев вместе с вешалками Светкины платья вышел на балкон и бросил их вниз Светка которая вбежала в комнату вслед за ним стошно вопила ты что творишь стой идиот шубу отдай и шубу туда же Юрий оттолкнул Свету на кровати снова вышел на балкон с охапкой вешалок Надеюсь шуба умеет летать Очередная стопка платьев и норковое пальто плавно приземлились на раскиданные по тротуару вещи Юрий увидел что возле них вытаращив глаза уже стоит Клавдия Захаровна с бусиком под мышкой Старушка которая почти жила летом на улице из-за духоты в квартире первая увидела что происходит и прибежала под балкон соседа В квартире хлопнула входная дверь Светка матерясь похлеще любого боцмана кинулась спасать свое добро Клавдия Захаровна добрый день Юрий помахал ошалевшей соседке Берите что-нибудь бузкина под силку а то Светлана уже вниз побежала Крикнул он и вернулся к шкафу С каким-то садистским наслаждением Юрий вытащил с полки шкафа стопку Светкиных футболок и снова вышел на балкон Он размахнулся в очередной раз чтобы швырнуть футболки вниз но руки его замерли а сердце камнем ухнуло в пятки под балконом по тротуару суетливо бегала Светка собирая в охапку свои тряпки соседка держала шубу которую Светка ей всучила подбежали с детской площадки еще несколько женщин бусик прыгал рядом и лаял но Юрия испугала не это возле женщин на тротуаре стояла собака огромный черный доборман пинчер с подпалинами рыжего цвета на лапах с обрезанными ушами которые напоминали два кинжала ни ошейника ни намордника на нем не было странно было что на него никто и женщин не обращал внимания даже Клавдия Захаровна которая панически боялась больших собак все были заняты Светкиными шмотками когда Юрий вышел на балкон доборман поднял голову и посмотрел на него Юрий уронил футболки на пол его сковало ледяным холодом а в нос ударил неприятный запах тлена и земли или всего разом Юрий отступил назад земля под ногами закружилась и он лишился чувств как и когда он пришел в себя Юрий не помнил впрочем он вообще ничего не помнил даже то как вернулся в спальню и лег на кровать в голове все еще стоял звон как будто она была пустая как шаманский бубен Юрий приоткрыл глаза и ощутил на лбу холод подняв руку он ощупал лоб и ощутил под пальцами мокрую ткань Юрий присел на кровать и тут ясно ощутил на себе чей-то взгляд мужчина пернул голову и заорал от ужаса волосы на голове поднялись дыбом в кресле у стены сидела Амира на ней было надето шифоновое белое платье с тонкими бретельками и струящейся длинной юбкой плечи прикрывал широкий палантин сливочно-бежевого оттенка черные волосы распущенные по плечам венчал тонкий обруч украшенный двумя цветками лилии рядом с Амирой сидела собака тот самый черный доберман пальцы Амира легонько почисывали его голову между ушами но собака не реагировала на ласку она не спускала глаз Юрия когда тот открыл глаза злобно зарычала Амира? Юрий перевел дух но продолжал вжиматься в спинку кровати как ты здесь оказалась ты же привет Амира лучезарно улыбнулась не ждала меня верно? нет то есть да то есть я не знаю Юрий медленно сполз с кровати господи Амира я так рад что с тобой все хорошо наверное Милена рассказала про другую девушку но как ты меня нашла это он тебя нашел Амира указала на собаку которая сейчас ловила каждое движение Юрия Юрий никогда не боялся собак но сейчас он и об этом забыл эта собака нагоняла на него настоящую панику ее взгляде не было ничего собачьего Юрий готов был поклясться что на него смотрит человек и взгляд этот был таким злобным что в жилах по-настоящему стыла кровь мужчина интуитивно ощупал опасность поэтому словно влип в пол и боялся шевельнуться а тем более подойти к Амире все его чувства вопили о том что это будет худшее из идей он нашел Юрий глупо хихикнул прикольно то есть совсем не прикольно можно спросить как он это сделал я попросила помнишь еще вчера когда я упала я позвала его и он откликнулся потому что я служу ему прости что ты делаешь служишь собаке очень смешно правда Амира то что произошло теперь ты пойдешь с ним продолжила Амира и Юрий запнулся в каком смысле пойду с ним погулять что ли Амира я схожу если надо только надень на него ошейник или намордник штраф платить неохота а завод его то как это кобель впрочем какая разница Амира медленно встала подошла к Юрию и взяла его за руку тот едва не отдернул руку пальцы Амиры были ледяными он пришел по моему зову и теперь он не уйдет один поэтому ты пойдешь с ним хочешь ты того или нет но ты не был виноват в том что произошло значит у тебя будет небольшая поблажка у тебя есть три дня больше оставаться на земле ему нельзя через три дня он вернется с этими словами Амира коснулась рукой лба Юрия не успев спросить что означают ее слова Юрий лишился чувств дебил придурок мама ну где ты там истерический виск снова вернул Юрия к жизни мужчина не сразу понял что случилось и сколько времени он был без сознания он с трудом разлепил налитые свинцом веки и увидел над собой Светку та размахнулась и залепила ему пощечину мозг в голове взорвался на миллиарды искр он наконец сообразил что опять лежит в кровати в своей спальне а по комнате мечется его теща собирая в сумке Светкины вещи когда она успела приехать сама Светка стояла над ним в руке у нее был кувшин Юрий понял что его обливают водой майка и волосы были мокрыми очнулся голубчик теща бросила в сумку несколько платьев которое держало в руках это же надо додуматься вещи в окна бросать купил ты их что ли да Юрий встал именно я их и купил потому что ваша дочь мама со дня свадьбы не работала ни одного дня как же вы меня задолбали а ну пошли вон обе тоже мне группа поддержки а вы в курсе что ваша дочь меня изменяла да с таким мужем не захочешь побежишь налево теща уперлась в бока руками говорила я Свете не надо было за тебя выходить Светка давай уже одевайся а то сначала мама забери а потом уйти никак не можешь в течении нескольких минут Юрий безучастно наблюдал как Светка с мамашей трамбуют в сумку вещи все происходящее казалось ему нелепым фарсом ему сейчас вообще было все равно что происходит в квартире больше всего на свете он мечтал остаться один думал он о Памире как то плохо верилось что она несколько минут назад приходила в его квартиру иначе Светка в тандеме с мамой в клочья разорвали бы и саму Амиру и ее Добермана и еще неизвестно кому из них прилетело бы больше видимо визита Миры с собакой был не более чем сон но какой же этот сон был реальным на развод подам сама Светка захлопнула последнюю сумку пошли мама дверь захлопнули так что на голову Юрию посыпалась штукатурка он еще минуту стоял молча потом подошел к бару и вытащил бутылку виски дурдом прошептал он и плеснул в бокал янтарную жидкость виски обожгло глотку Юрий поморщился и приснул еще порцию невольно он посмотрел на кресло в котором якобы сидела Амира три дня эта фраза сама возникала в мыслях он не уйдет один через три дня он придет за тобой весь остаток дня Юрий провел дома вечером позвонил Кирилл он сообщил другу что Светка нагрянула с плачем Ярославной к его жене они тоже общались между собой как и их мужья женщины посидели за столом Светка в самых мрачных тонах описала свою несчастную жизнь злобного мужа который не простил мелкий грешок жены они обнялись поплакали и выставили из дома Кирилла который оказался третьим лишним к тому же его признали злобной особью мужского пола которые сейчас раздражали Светку Юрий обрадовался другу быть одному в квартире ему стало тяжело вроде ничего не изменилось но обстановка буквально давила на нервы к тому же Юрий чувствовал себя неважно после ухода Светки сердце щемило и не отпускало как он не старался исправить положение правильным дыханием Кирюх но ты не кисни теперь уже сам Юрий утешил друга с которым он сидел на кухне за рюмкой чая плюнь ты на этих баб я за пару дней убедился в том что кто-то создал их для наказания мужчинам а знаешь давай помоги мне собрать тарелки заберемся в комнату футбол лучше посмотрим Юрик а с тобой все хорошо спросил Кирилл плохо выглядишь ничего не случилось да бред какой-то привиделся будто вчерашняя девочка Амира ко мне пришла да нет одна с собакой честно я собак люблю но там было нечто черный страшный так смотрел что я чуть в штаны не наложил Амира сказала что он за мной через три дня вернется и мне надо пойти с ним куда в живодерню или в собачий приют Кирилл захихикал Юрик а ты виски пил до или после встречи с Амирой мне не смешно ладно не скалься бери рюмки и пошли спустя пару минут друзья удобно расположились на мягком диване на маленький столик Юрий воздрузил бутылку с остатками виски тарелку с лимоном и фисташками порывшись под диванной подушкой он нашел пульт и щелкнул кнопкой футбол начинался через 10 минут сейчас крутили новости Юрий и Кирилл полвуха послушали про наводнение рождения тигрят в зоопарке потом показали очередную домохозяйку которая с упоением терла пол волшебной чудо-тряпкой последними рассказали новости о криминальных происшествиях симпатичная диктор с крупным голосом поведала о пожаре в деревне о спасении застрявшей головы между прутьями забора бабки чего она туда полезла потом пригласила желающих поработать волонтерами в поисковом отряде я бы пошел Юрий указал на экран только лимона хорошее дело людям помогать ну так иди вон телефон внизу пишут подбодрил Кирилл меня будешь искать когда я от Влада сбегу я на тебя жучок поставлю Юрий бросил в рот лимон и чуть не подавился увидев очередную новость и фото на экране на котором была Эмира унесла жизнь молодой девушки внучки всемирно известного египтолога и ученого Саида Ансари монотонно говорила диктор 20-летняя Амира Ансари была вчера дай пульт Юрий выхватил пульт из-под Кирилла который на него уселся и нажал кнопку увеличения громкости в результате нелепого несчастного случая случайное падение на улице привело к жуткой трагедии профессор Ансари уже прилетел из Каира Амира была его второй внучкой профессор известен в мире науки своими исследованиями культур древних богов кроме того он занимался активным изучением пирамид в Центральной Америке и Египте Амира всегда была его помощницей и поддержкой мы глубоко соболезнуем этому замечательному человеку и скорбим вместе с ним похороны пройдут в Каире куда через три дня доставят самолетом тело Амира а пока профессор находится в нашем городе ведь это она с давленным голосом спросил Кирилл и Юрий кивнул значит сегодня ему все привиделось решил Юрий если Амира умерла она никак не могла прийти к нему но ведь он видел и страшную собаку Юрий помотал головой ему стало дурно и он отставил рюмку чертовщина парбар мотал он а ну-ка Юрий выключил телевизор тяжело встал взял с другого стола ноутбуки и вернулся на диван открыв крышку он включил браузер и набрал в поисковике египтолог Саид Ансари шустрый гугл тут же выложил информацию Юрий открыл сайт и начал читать статьи там было написано много интересного но Юрий разбирался в пирамидах и древних богах как свинья в апельсинах он пролистывал страницу за страницей выхватывая из фото и текстов знакомые слова и картинки среди статей ему попались и те в которых писали про Амиру и ее исследование что-то о древних культах жрецах богов и других малопонятных Юрию вещах чем больше он читал тем страшнее ему становилось неужели в наше время люди еще интересуются чем-то подобным волосы на голове Юрия начали вставать дыбом когда он увидел знакомую картинку изображение в профиль собачьей головы чем-то схожей на морду собаки которую он увидел точно такая же татуировка была на плеча Амира это она Юлия отшвырнул ноутбук его прошибло потом кто не понял Кирилл и тоже посмотрел на экран собака это она с Амирой была и татуировка такая же была у Миры на плече Амира еще сказала что служит этой собаке и поэтому она пришла на ее зов ничего не понимаешь что ты плетешь кто кому служит перепил ты что ли Кирилл потряс друга за плечо но тот дернул рукой когда Амира упала и я пытался поднять ее она что-то говорила но я не понял потому что она говорила не по-русски забормотал Юрий а потом она добавила ты не знаешь с кем связался Кирилл несколько долгих секунд смотрел на друга а потом осторожно подвинул к себе ноутбук ну и кто же это спросил он тут подпись под картинкой Анубис что-то знакомое Кирилл наморщил лоб в кино что ли слышал сейчас узнаем кто это такой Юрка успокойся на тебе лица нет и на тебя бы не было если б тебе угрожали этим адским кобелем Юрий вытер лоб и отодвинул рюмку к Диму давно расхотелось да и хмель выдула из головы одним махом а ведь ты почти прав заметил Кирилл который щелкал клавишами ноутбука знаешь кто такой Анубис не знаю и знать не хочу это оказывается египетский бог подземного мира он наполовину собака наполовину человек и Кирилл запнулся и Юрий посмотрел на него что он проводник отводит души в подземное царство куда Юрий опять задрожал то есть мне дали отстрочку на три дня а потом потом я умру Юра ты сейчас хочешь сказать что древнеегипетский бог притащился из подземного царства за твоей персоной Кирилл покрутил виска пальцем прикалываешься не пей больше мой тебе совет мне нужно найти профессора Юрий вскочил на ноги и начал быстро ходить из угла в угол кусая палец бредятина я же не верил во всю эту муть я ни в чем не виноват она сама упала понимаешь сама мать твою я не хочу умирать Юра угомонись Кирилл безуспешно пытался образумить друга тебе что-то приснилось только и всего это нервы ага а вой который я слышал это нервы я видел эту собаку на улице когда Светкины вещи с балкона бросал это тоже нервы нет я должен найти этого профессора пока он тут он должен знать как мне помочь господи я сам не верю в то что говорю хорошо давай допустим дикую мысль что это правда Кирилл глубоко вздохнул и хлопнул ладонями по коленям значит за тобой явился древний бог Анубис чтобы забрать с собой на тот свет по просьбе какой-то девчонки думаю такое можно повидать только в нашей психушке там тебе точно помогут причем сразу но рассказывать такое профессору я бы не рискнул если только он не светило мировой психиатрии не хочешь не верь лучше подумай как найти этого профессора что ж тут думать в морге сидеть он вряд ли будет а если прилетел из Каира то живет в гостинице причем класса суперлюкс из гостиниц пять звезд у нас только две империал и рояль отель Кирилл ты гений Юрий схватил телефон но Кирилл забрал его у Юрия и положил на стол иди спать жестко сказал он завтра ты обо всем забудешь и не опозоришься на весь город но Юра ночь уже Кирилл повесил голос проспись проспись тебе это просто необходимо такси свернуло на парковку и мягко притормозило расплатившись с водителем Юрий и Кирилл выбрались из машины и остановились затрав в головы чтобы рассмотреть высотное здание с огромными каменными колоннами ко входу вела гранитная лестница и оба друга подошли к первой ступеньке но снова остановились обоих охватила непонятная робость и звездочный отель империал был один из самых больших в городе именно здесь и остановился профессор Ансари это выяснил еще утром Кирилл который представился девушке с рецепшн журналистом который пишет репортаж о профессоре Кирилл очень надеялся что вся блажь выйдет утром из головы его друга вместе с похмельем но не тут то было всю ночь Юрий ворочался на кровати не в силах заснуть ему снилось Амира она ничего не делала просто стояла перед ними улыбалась позади нее в темноте светились два прищуренных зеленых глаза на фоне огромного черного силуэта на три головы высшая Амира Юрий слышал приглушенное рычание и даже во сне очень хотел в туалет не надо было долго гадать кто это дьявольская парочка выждала отпущенное ими время чтобы забрать его с собой сон этот еще больше укрепил Юрия в мысли что надо действовать причем быстро поэтому его друг и начал звонить в гостинице в поисках профессора пока Юрий молился про себя чтобы у профессора не было в городе друзей у которых он мог остановиться в роял отеле в роял отеле такого гостя не было а вот в империале ответили утвердительно даже не позавтракав Юрий вызвал такси вместе с Кириллом поехал туда Юра ты не передумал Кирилл толкнул друга локтем все еще хочешь поведать профессору свой бред не боишься сегодня отправиться в психиатрический санаторий у тебя рейс скоро у меня рейс будет если я буду покорно сидеть и ждать огрызнулся Юрий причем без командировочных и в один конец Кирилл поверь мне дурно от того что я сейчас говорю но это правда но далеко идти не пришлось друзья одолели половину лестницы когда из отеля через револьверную дверь вышел высокий статный мужчина в очках с седыми волосами и аккуратной бородой он был одет в великантые брюки серую рубашку и черный платок на шее завязанный в красивый бант в руке он нес дипломат с крокодилей кожи быстрая походка выдавала эмоционального человека Юрий сразу узнал его ведь он увидел его фото толкнул Кирилла Юрий бросился на перерез мужчине который уже спускался по лестнице отчаянно коверкой английские слова пролепетал Юрий мужчина остановился приподнял очки и посмотрел на Юрия брови его сошлись на переносицу вполне ответил он на чистом русском языке и Юрий вздохнул с облегчением ведь это была едва ли не единственная фраза которую он выучил в школе какое счастье что я вас нашел профессор мне нужно поговорить только прошу не сдавайте меня в дурдом я нормальный простите а мы знакомы дело в том что я очень тороплюсь у меня важная встреча если вам очень срочно нужно решить какое то дело можете приехать позже скажем завтра боюсь что нет уж простите за наглость меня зовут Юрий это Кирилл дело не терпит отлагательств потому что речь идет о жизни и смерти о моей смерти меня преследует Юрий повернулся к Кириллу и пощелкал пальцами анубис подсказал друг да он Юрий кивнул и мне нужна ваша помощь вы в своем уме профессор нахмурился и хотел обойти друзей и Юрий преградил ему дорогу простите еще раз но вы не уйдете пока мы не поговорим можете звонить в полицию голос Юрия дрожал по понятным причинам мне терять уже нечего профессор анкари покусывая нижнюю губу остановился тонкие его пальцы беспокойно теребили ручку дипломата Юрий не мог понять о чем сейчас думает профессор наверное решает про себя в какой стадии воспаления мозга находится собеседник хорошо выдавил он наконец тут недалеко есть кафе у меня там встреча с одним человеком пока он не придет так и быть поговорю с вами до кафе мужчины пошли пешком Кирилл решил пойти с ними ведь ему стала жутко интересна эта история он понимал что в такое поверить не каждый человек но похоже профессор ансари был одним из них когда официантка принесла кофе профессор отпил из своей чашки и сцепил на столе пальцы его пронзительные темные глаза казалось просканировали Юрия как рентген итак я вас внимательно слушаю говорите вас преследует Анубис вы меня простите но вы не похожи на человека который хотя бы знает о ком идет речь верно я простой дальнобойщик но я не идиот я не это имел ввиду продолжайте я вас внимательно слушаю я я знал вашу внучку Амиру Юрий вздохнул и его собеседник заметно напрягся короче дело было так рассказ Юрия не занял много времени профессор слушал его не перебивая когда Юрий закончил профессор еще пару минут молчал а потом шумно выдохнул вот значит как прошептал он и откинулся на стуле вы мне верите я не виноват смерти Амира это была дикая нелепая случайность в этом я не сомневаюсь если бы вы намеренно причинили зло Амире мы бы с вами сейчас не разговаривали раз уж ждали вам три дня значит вы виноваты в ее гибели только косвенно но боюсь молодой человек на этом хорошие новости закончились теперь новость плохая я не смогу вам ничем помочь как не сможете Юрий захлопал глазами вы хотите сказать я завтра умру погодите но если вы знакомы с этим вашим Анубисом ну поговорите с ним объясните как было дело я ведь Юрию пришлось замолчать потому что его собеседник подавился от смеха вытащив из кармашка пиджака платок профессор аккуратно прижал его куколку глаз молодой человек вы вообще как себе представляете то что сейчас сказали спросил он я по вашему могу повелевать древним божеством боюсь вас огорчить но если я заявлю ему такие претензии то составлю вам компанию завтра одно радует вдвоем будет веселее вы шутите однюдь я вам объясню кое-что Анубис бог подземного мира он приходит за душами умерших чтобы привести их через девять врат своего царства в вашем случае пришел он не сам его позвала Амира она умеет это делать как она это делает вас не касается и коль уж он пришел за обещанной душой то без нее уже не уйдет если бы вы намеренно причинили боль Амире он забрал бы вас сразу а так вам отпущено три дня больше этого срока Анубис на земле быть не может сначала вы слышали его голос потом видели его оплощение в виде черного пса а потом он придет за вами в своем настоящем облике то есть я правильно понял если я спрячусь что он меня не найдет ему придется уйти ни с чем нет вы поняли неправильно вы можете прятаться куда хотите хоть на луну это все бесполезно Анубис везде найдет обещанную ему душу но как он узнал что ему нужен именно Юрий вмешался в разговор Кирилл он же его не видел видел его отражение осталось в глазах Амиры а теперь прошу меня извинить но сейчас придет ритуальный агент мне надо обсудить много неприятных вещей касаемо моей внучки я вам очень соболезную правда но помочь вам никому не под силу извините профессор встал и направился к другому столику Кирилл хотел окликнуть его но Юрий остановил друга не надо глухо сказал он я я поеду домой ты просто сдаешься вот так без боя Кирилл задохнулся от возмущения хочешь чтобы тебя увели как овечку на веревочке а ты предлагаешь с ним подраться Юрий невесело усмехнулся друг ничего не выйдет у нас немного разные весовые категории иди домой а то твоя жена тебя точно пришибет друзья вышли из кафе и Кирилл поднял руку проезжавшему мимо такси машина свернула к тротуару оба друга сели в нее и такси отъехало Кирилл и Юрий даже не заметили что из кафе выбежал профессор Ансари он посмотрел вслед а потом остановил другое такси парень давай вон за той машиной указал он рукой одновременно пристегивая ремень водитель молодой кавказец успехнулся извините дорогой услуга давай за той машиной оплачивается по двойному тарифу да хоть по тройному поехали скорее остаток дня прошел тяжело Юрий вернулся домой заварил себе кофе и лег на диван укрывшись пледом странно он чувствовал себя сейчас еще пару дней назад все было хорошо и он даже не подозревал что вместо отдыха с любимой женой он будет лежать и ждать смерти сейчас у него не было ни жены ни перспектив на будущее и его медленно покидала воля к жизни его охватила полная апатия ко всему происходящему несколько раз звонил телефон но Юрий сбрасывал все звонки свет в квартире он не включал сейчас за окно утемнело но он как будто не видел этого веки медленно тяжелели и постепенно мужчина погрузился в сон то ли во сне то ли наяву Юрий услышал скрип двери легкие шаги и царапания когтей по дощечкам ламината обернуться ему было лень но он медленно приоткрыл глаза когда к его щеке прикоснулась ледяные пальцы просыпайся Юрий приподнялся оперевшись спиной на подушку и увидел Амиру она опустилась на краешек кровати и грустно смотрела на него а возле дивана сидел черный доброман Амира Юрий грустно улыбнулся мне уже пора пока еще рано ты грустный извини нет повода для радости мне же скоро умирать боже как это тупо звучит Амира зачем ты так со мной поступила я же я же не желал тебе зла желал а не только мне Амира улыбнулась ее пальцы продолжали гладить Юрия по щеке ты еще этого не осознавал но в ту ночь ты мог стать настоящим убийцей и насильником и жертв было бы больше моя жена да когда за тебя решает алкоголь это опасно ты вовремя остановился Амира я уже давно все осознал спасибо за урок убийцей я не стал но почему я теперь умру это несправедливо ты не могла позвать себе на помощь кого-нибудь другого пускай бы бравые ребята набили мне морду я бы стерпел но зачем так прости другим бравым ребятам я не служу я позвала того кого могла мой род происходит из глубины веков все в роду моего отца служат древним богам их культ до сих пор есть в Египте но мы не афишируем свои знания и умения просто тебе не повезло а я вообще стал очень невезучим Юрий усмехнулся и по его щеке сбежала слезинка я даже деда твоего разыскал и он сказал что этот Юрий указал на добермана тот привстал и зарычал оскалив длинные клыки да не злись ты уже я и так боюсь тебя а нам еще с тобой идти куда-то придется надеюсь не слопаешь меня по дороге не слопает успокоила Амира но он будет решать в ад или в рай отправится твоя душа по-моему он уже это решил ты не договорил что тебе сказал мой дед он сказал что если Анубусу пообещали душу и он притащился за ней черт знает куда наверное его царство это не близкий свет то один он не уйдет и отказался помочь все верно знаешь я ведь пришла не просто так Анубис привел меня назад лишь потому что я его слуга хотя мне эти путешествия тяжело даются я хотела сказать что тоже многое осознала сейчас возможно ты праве я немного погорячилась мне должно стать легче спасибо на добром слове Юрий мой дед был зол на тебя но он человек отходчивый и справедливый я пришла сказать именно это ты скоро убедишься в этом Амира замолчала потому что ее прервал резкий звук какой-то громкий звон она встала и бросила к доберману который уже вскочил Амира обняла его за шею и их силуэты стали исчезать в синеватой дымке которая возникла из ниоткуда Юрий тоже встал звук не прекращался и когда Амира и собака полностью исчезли и пропал туман Юрий понял что он уже не спит а звук был всего лишь звонком в дверь путаясь в ногах Юрий поплелся к двери и открыл ее каково же было удивление когда он увидел перед собой профессора Ансари можно войти да конечно профессор но как вы нашли меня у вас добрые соседи а прежде чем прийти к вам я с ними поговорил клянусь если бы они о вас говорили плохо я бы к вам не зашел но как вы узнали адрес ехал за вами из кафе вы не заметили Юрий у меня мало времени у вас еще меньше понимаю сейчас я нарушу правила чужой игры очень надеюсь что меня за это слегка обронят я сказал утром что помочь вам невозможно но это не совсем так что не перебивайте смысл происходящего с вами в том что Аннубис пришел за душой один он назад точно не уйдет улавливаете суть пока нет он увидел ваше отражение поэтому пасет сейчас именно вас но если погодите я начинаю его понимать но если он увидит другое отражение он заберет его а не меня бинго вы молодец профессор протянул Юрию завернутый в холщовую ткань круглый предмет довольно увесистый это старинное зеркало и тот кто в него посмотрит переключит Аннубиса на себя он увидит это отражение и заберет другую душу вместо вас теперь вам решать кто в него посмотрит простите мне пора профессор Юрий прижал зеркало к себе как мне благодарить вас почему вы решили меня спасти вы неплохой человек надо дать вам шанс это все что я могу сказать прощайте и вам лучше поспешить дверь хлопнула Юрий несколько минут стоял молча прижав к себе сверток с зерклом а потом внезапно ощутил как в теле развивается легкость и приятная истома как если бы погрузиться в горячую воду после тяжелой работы светлое зеркальце скажи чье отражение ты желаешь увидеть вот завтра и увидишь прошептал он и его губы и скривила улыбка на пей мать светланы поставила перед ней чашку кофе и сопли хватит лить я сто раз говорила все мужики одинаковые мама ты сама была замужем столько что пришлось менять паспорт штампы уже некуда ставить зато по любви сизвила женщина делать ты теперь что будешь господи кто бы знал что роман твой таким уродом окажется да и ты не лучше взять на себя кредит а деньги проходимцу отдать я не знаю что делать светка вытерла слезы хочу вернуться к мужу как думаешь простит твой тюфяк о не знаю женщина поправила волосы светки попробуй ты ничего не теряешь он наверное за три дня уже успокоился звонок звонок в дверь застал обеих женщину расплох мать светланы пошла открывать дверь а светка осталась сидеть на стуле она выглядела ужасно проплакав всю ночь ее любовь роман которому она ушла от мужа уговорил ее взять кредит чтобы у них было больше денег для предстоящей поездки по подаренным путевкам вечером светка принесла деньги и роман исчез с ними и с путевками светка в панике и соплях вернулась к маме на ловца и зверь бежит прошептала мать светки вернувшись в кухню светочка юрий пришел громче добавила она и света поперхнулась в кухню вошел юрий в руки он держал пластиковый пакет мать светки замялась в дверях а потом криво улыбнулась светочка я пойду за искующим тоном проговорила она вы поговорите юрий проводил глазами тещу и сел напротив жены он сразу заметил что она осунулась и побледнела что-то ты плохо выглядишь для человека который сегодня летит под пальмы сказал он а где же фантастический блеск в глазах что случилось юра я хотела к тебе поехать но боялся светка опустила голову роман вчера бросил меня забрал деньги путевки какая я дура юра юрий потер подбородок пальцы его мяли пакет в котором лежало зеркало он смотрел на свою жену но уже не питал тех чувств которые он испытывал когда застал его с другим светка сидела перед ним как побитая шавка юрий опустил руку в пакет и нащупал зеркало он осторожно развернул пальцами ткани сжал зеркало пальцами руки его затряслись свет простить я тебя не могу тихо сказал он я не в силах знаешь то что ты ушла это хорошо давай останемся друзьями у меня есть для тебя подарок смотри погоди светка схватила его за руку которую он еще не успел вытащить сначала я юра у меня тоже есть подарок для тебя я беременна это твой ребенок если не веришь я согласна на тест ДНК что как беременна юрий вытащил глаза и опустил руку назад в пакет вот черт ты не рад я пойму если ты не захочешь меня видеть а что ты хотел мне дать да уже ничего юрий встал руки его затрясли сильнее прости я пойду я все еще тебя люблю когда юрий вышел на улицу начался дождь он стоял на тротуаре подставив лицо каплями смеялся смеялся как безумный он не знал какой в него вселился без но чувствовал себя сейчас еще лучше голос который прошептал ему прозвучал как дуновение ветерка виск тормозов Юрий уже не слышал как и не видел несущуюся машину у нее видимо отказали тормоза и она на полном ходу влетела на тротуар под вопли прохожих люди успели разбежаться в стороны все кроме смеющегося мужика с пакетом в руке таинственный попутчик случилось все в 1999 году тогда я возил строительную технику по маршруту Киров Сыктывкар сам я начинал свою так скажем карьеру в Магадане и за 10 лет работы там я был практически уверен что ничего хуже крайнего севера не бывает ужасные дороги ни одной живой души в округе не дай бог сломается машина и тогда молись Господу Богу и Дьяволу чтобы у тебя получилось ее починить помню приходилось прогревать топливные баки разжигая кострище настолько было холодно переехав в Центральную Россию я продолжил работать и там устроился в компанию по грузоперевозкам и наслаждался жизнью температура воздуха приятная курорт можно сказать дороги неплохие в общем не жизнь а сказка жил я так и бед не знал но однажды произошло то о чем я и хочу вам рассказать заранее предупреждаю что мистика я никогда не увлекался потусторонние силы не верил на битву экстрасенсов плевался а слушая мистические истории своих коллег крутил пальцем у виска от усталости чудится дуракам да и только дело было зимой 1999 года ночью на радио играл круг на улице было холодно на душе тепло я вспоминал свою жену Тамару как она там не спит ли с кем-нибудь другим на мгновение заревновав и разозлившись я вспомнил то как она выглядит красивые загадочные голубые глаза белая нежная кожа стройное тело безграничная душа аж сердечко быстрее застучало поскорее бы к ней в грезах любимой женщине незаметно пролетело два часа и вдалеке я увидел фигуру человека что он тут делает в три часа ночи подъехав поближе я увидел человека с вытянутой рукой ловит попутку подумал я и решил остановиться на обочине стоял лысый мужчина лет так тридцати нервно докуривал сигарету от запаха сигареты меня затошнило прима подумал я куда едешь крикнул я пытаясь перекричать древ мотора и шипение тормозной системы всыв ты в кар крикнул в ответ попутчик и мне туда же залезай подвезу сказал я и улыбнулся незнакомцу спасибо кратко ответил незнакомец он залез в кабину откашлялся выбросил сигарету я тронулся минут 30 мы ехали в тишине по радио играл мумитроль говорить мне было неохота ночному путешественнику тоже но тишина с человеком в кабине начинала напрягать я решил начать разговор как тебя зовут Андрей Андрюха значит а меня Серега будем знакомы что же тебя угораздило в столь позднюю ночь поехать в Сыктывкар да еще и на попутке сон загадочно сказал Андрей и какой это еще сон вещи прошептал Андрей на мгновение мне стало жутко мы проезжали село Куратова на улице пошел снег и мы вновь ехали в тишине я задумался не шизофреник Андрей вряд ли он стал бы шутить но ехать в такую даль изо сна я все думал спросить у него что это за вещий сон но останавливал себя не слушать же мне бредятину всякую посреди ночи и так в голове бардак прошел еще час тишины меня начало клонить в сон и я все-таки решился спросить так а что это за вещие сны Андрюха ты уверен что хочешь это услышать это может испортить тебе настроение слегка угрожающее спросил он после минутного раздумия я решил согласиться и он поведал мне свой сон во сне ко мне явилась женщина с голубыми глазами и белой кожей она была красива но в ее лице я не видел ни одной эмоции кроме страха пустые глаза были наполнены болью и сожалением ее брови тряслись казалось что случилось что-то ужасное и отвратительное то что изменило ее жизнь навсегда я долго смотрел ей в глаза пытаясь прочитать в них произошедшее ибо на мои слова она не отзывалась затем я опустил глаза ниже она была в белой ночнушке ее руки были измазаны в крови и еще в чем-то вдруг она начала говорить если это можно было называть человеческим языком больше это было похоже на скрежет саббуфера мой мозг затряс изнутри я закрыл глаза и переместился в пространстве я оказался в квартире с ободранными обоями вокруг все было измазано рвотой еще какими-то выделениями в квартире стоял жуткий отвратительный запах я почувствовал рвотный позыв и побежал в ванную благо я сразу понял где она и зайдя туда я ошалел в ванной в кипящей воде младенец полуразложившийся смердящий окруженный мухами я закричал и мой крик отдался эхом я четко услышал адрес сыктывкар улица папанина дом номер 6 Андрей намеревался продолжить но я шалев дал по тормозам а ну повтори адрес сыктывкар улица папанина дом номер 6 это мой адрес глаза накрылись пеленой сердце застучало быстрее цилиндров в моторе грузовика но при этом я совершенно не понимал как и откуда он мог знать мой адрес неужели это правда следующие 4 часа прошли очень быстро я буквально летел домой и был там уже на рассвете попутчик заснул и после многократных попыток его разбудить я плюнул и побежал в квартиру открыл ее я ошалел все было прямо так как во сне рвота слизь выделения и жуткий запах тамары дома не было я побежал в ванную и увидел там скелет младенца судя по всему окончательно сварившегося в ванне мой разум отделился от тела мне очень сильно поплохело я упал в обморок проснулся от крика моей жены сереженька что с тобой кричала она на повышенном тонне будто бы случилось что-то только со мной тамара что произошло что за младенец что за вонь что случилось сбиваясь будто бы сумасшедший спросил я о чем ты с тобой все в порядке испугалась тамара я смотрелся на полу были следы крови сильно болела голова но ни запаха ни младенца ни ободранных обоев не было я вскочил и побежал в машину но в ней никого не было я залез в кабину и на полу увидел пустую пачку примы след который оставил мне мой таинственный попутчик подсадной в 1995 году я устроился на работу в одну транспортную компанию которая базировалась в Сибири там мне дали новый грузовик чему я был бесконечно счастлив потому что получил возможность больше зарабатывать для своей семьи во времена долгих поездок я имел возможность встречаться с очень интересными коллегами они рассказывали разные истории страшные пережитые за долгие годы работы дальнобоями тот вечер был совершенно обычным я притормозил возле какого-то придорожнего бара чтобы купить еды и немного поспать на стоянке место было тихое открыв печку я спокойно сидел в кабине попивал кофе из своего термоса и читал карту дабы понимать сколько мне еще осталось часов пути в кабину доносилась еле слышная музыка с улицы а также редкие разговоры официантов что вышли покурить на крыльцо мои веки становились все тяжелее гравитация не щадила уставшее тело после тяжелого дня а мозг а мозг не работал как вдруг в мое окно неслабо так постучали открыв дверь я увидел мужчину в большом бушлате с густой бородой но почему-то без шапки привет друг ты прости что я вот так понимаешь обогреватель сдох в кабине блять а кроме тебя тут никого больше не оказалось я уже дня три как еду с настоящим живым человеком поговорить хочется может внутрь зайдем посидим а ну что же делать было нечего конечно я согласился не кидать же человека в одиночестве каким был бар на богом забытой трассе думаю догадаться сможете играла нелепая музыка с заказа и кухни следила полная женщина лет шестидесяти а на груди немного затертое красовалось имя Люба официантом была молодая мило улыбающаяся девушка которая сразу же нам предложила столик и принесла меню заказал мой новый друг как он представился Михалыч милочка нам водочки двести и что-нибудь закусить через полчаса мы уже чувствовали себя как родные и затем Михалыч спросил меня что я везу и куда направляюсь градус в моей крови был немного приподнят поэтому выложил незнакомому человеку всю правду а вез я тогда дорогостоящие запчасти для буровой установки милочка а можно кофе сказал Михалыч пока официантка наливала кофе и улыбалась мне мой собеседник притих видимо ждал полной тишины а затем закурил сигарету и начал своим грубым томным немного пяным голосом 15 лет назад я только начинал узнавать все тонкости профессии дальнобоя и вот в один из дней притормозил на стоянке дабы немного отдохнуть заправиться и покушать где познакомился с местными ребятами немало мы тогда выпили они меня все расспрашивали о моей профессии что я в основном перевожу куда направляюсь пытались разговорить меня так сказать но я тогда этого не понял за что и поплатился на следующий день я двинулся в путь ничего не подозревая проехал километров тридцать от стоянки как вдруг увидел в зеркале странную машину которая быстро меня догоняла сначала я думал что может просто хочет обогнать но Михалыч взял длинную паузу видимо вспоминал все события того страшного дня в момент когда машина была на одном уровне со мной приоткрылось окно и из него показался обрезной ствол я впервые с таким столкнулся и конечно же испугался поэтому остановился в общем надавали они мне по почкам и забрали весь товар а тогда в моем кузове было японской бытовой техникой на несколько тысяч долларов долго меня таскали по судам все-таки удалось доказать свою невиновность но даже после такого тяга к этой профессии у меня не пропала я слушал Михалыча и не мог поверить что так бывает и это не байка и не вымысел допив кофе мы расплатились поблагодарили официантку и вышли на крыльцо на улице было холодно ветрено темно ноги немного подкашивались мой новый приятель опять закурил папиросу выпустил густую тучу дыма на морозный воздух и произнес спасибо за компанию Толик было приятно иметь с тобой дело и скрылся за углом бара сел в легковую машину и торопливо уехал вдруг за спиной послышался мужской голос который поздоровался со мной со словами привет коллега я здорово удивился в тот момент ведь на парковке было лишь две фуры в этот момент удивленно постояв еще несколько секунд тело как-то начало трясти подойдя к своему грузовику и обойдя его сзади я обнаружил абсолютно пустой кузов ночные бродяги я был дальнобойщиком в середине нулевых у меня было много странного опыта в дороге я почти уверен что наткнулся на пару и на ло когда ехал поздно ночью и время от времени встречал много странных и подозрительных водителей однако встреча о которой я собираюсь рассказать сегодня безусловно является самым ужасающим и страшным опытом который когда-либо случался в моей жизни это случилось когда мне было 37 на трассе между Кемерово и Красноярском на дворе был 2009 год был обычный рутинный вечер и как обычно я ехал и слушал музыку по радио пил крепкий черный чай чтобы хоть как-то избавить себя от сильного желания поспать пока я ехал ночью по пустой дороге я заметил что начинает сгущаться туман со временем туман стал очень густым и про себя я начал думать стоит ли мне останавливаться и пережидать так как я едва видел дорогу или же продолжать свой путь после недолгих размышлений решил продолжить до сих пор не было других автомобилей которые бы ехали по центру страны поэтому решил что ехать как ежик в тумане не так опасно но все же решил принять меры предосторожности и ехал медленно вдруг с леса выскочит олень или леса убивать животных мне точно не хотелось пока я ехала начал улавливать запах это был самый отвратительный запах который я когда-либо чувствовал и вскоре он полностью заполнил салон моего грузовика я быстро закрыл окна но это не помогло этот ужасный запах уже был внутри и я чувствовал что меня вот-вот вырвет запах в сочетании с туманом начали сводить меня с ума помню как думал про себя что в мире может быть причиной такой ужасной вони казалось что сотни разлагающихся трупов смердят у меня в прицепе в тот момент ощутил то неприятное чувство когда знаешь что тебя вот-вот вырвет у меня не было выбора кроме как быстро остановить грузовик открыть дверь чтобы опорожнить желудок когда я закончил быстро закрыл лицо так как этот ужасный запах все еще витал в воздухе закрыл дверь и приготовился снова начать движение и тут и тут я заметил что впереди что-то переходит дорогу силуэт без каких-либо сомнений был мужчина и казалось хромал помимо его хромоты я также заметил что мужчина был одет в старую белую рубашку с полуоторванными пуговицами какой бред подумал я что человек может делать посреди дороги вдали от поселка в столь позднее время решил спросить все ли с ним в порядке и нужна ли ему какая-нибудь помощь не успел я к нему подъехать как вскоре заметил что со стороны дороги вышли еще четыре человека все шли в том же направлении что и первый мужчина которого я увидел они шли одной и той же странной хромающей и жуткой походкой и были одеты в устаревшую сельскую одежду что мне показалось еще более странным так это то что они будто бы даже не заметили огромный грузовик стоявший на другой стороне дороги если им нужна помощь сказал я про себя тогда они подойдут сами однако все они продолжали хромать через дорогу исчезая в темноте и тумане я должен напомнить вам что я был между Кемерово и Красноярском и до ближайшей деревни было 300 километров из темноты выплыла еще одна фигура и начала переходить дорогу однако эта фигура была гораздо меньше остальных вскоре я понял что это ребенок я не выходил из своего грузовика и просто смотрел пока он продолжал переходить дорогу этот ребенок тоже ходил странным образом и тоже был одет в эту старую одежду как раз когда он собирался перейти на другую сторону я сказал вслух эй кому-нибудь из вас нужна помощь ребенок повернул голову ко мне мое сердце упало до самых ног как только я увидел его лицо я смотрел не на лицо обычного ребенка я смотрел на лицо мертвеца глазницы были пустыми кожа сползала с черепа в открытом рту было три гнилых сломанных зуба я выругался про себя и замер затем это создание издало самый ужасный пронзительный крик который я когда-либо слышал и начала хромать ко мне но с большей скоростью чем раньше я быстро вернулся в грузовик и захлопнул дверцу в тот самый момент я услышал еще больше ужасающих криков и увидел как из темноты начинают появляться новые существа я быстро объехал ребенка нажал педаль в пол и уехал оттуда так быстро как только мог пока я ехал видел лица других и у всех них были лица разложившихся трупов в страшном ужасе я наконец доехал до населенного пункта деревни Белякова я остановился на заправке я просто сидел в своем грузовике мое сердце все еще колотилось и я совершенно не понимал произошедшего этот опыт открыл мне многое мне кажется я понял что этот мир действительно таинственный и неизведанный и всегда можно встретить то что мы никогда не поймем женщина в белом платье я вожу грузовики последние 12 лет я проехал по всей центральной России ЕС Кавказа Украине Беларуси думал я много чего повидал но и были в моей жизни два события которые я так и не смог себе объяснить когда я только начинал свою карьеру я работал в крупной спасательной компании занимаясь ремонтом всяческих поломок грузовиков застрявших на дорогах однажды ночью меня вызвали к машине примерно в часе езды как только я закончил с ремонтом этой машины ехал обратно и решил заехать в магазин и примерно тогда начал чувствовать себя сонным я ехал неподалеку от Смолова когда вдруг заметил женщину в белом струящемся платье идущую прямо перед моим грузовиком я ударил по тормозами когда наконец остановился в ужасе вышел из машины думая что только что сбил ее но когда я посмотрел на переднюю часть грузовика и под него я не увидел ни крови ни женщины никаких либо следов столкновения перед моими глазами был лишь дыревый асфальт столь типичный для нашего региона думаю не стоит говорить что я порядочно испугался и больше не хотел спать вернувшись домой я решил попробовать уснуть и около часа ворочался эта женщина в белом будто бы застряла в моем сознании и не давала мне уснуть через некоторое время я решил что из-за усталости мой разум сам нарисовал эту женщину в белом платье и на самом деле ее не было позже когда я рассказывал о произошедшем своему другу который жил в этом районе он сильно удивился он рассказал мне что несколько лет назад в этом районе была зверски убита женщина с тех пор разные люди утверждали что видели женщину в белом струящемся платье моя вторая короткая история связана с моими кошмарными снами кошмарами в которых еду по дороге и из ниоткуда появляются машины остановившись посреди дороги без всякой причины и как раз перед тем как я в панике нажимаю на тормоза просыпаюсь весь в поту этот кошмар мне снился так часто что я даже не могу сосчитать неважно где и когда я сплю в грузовике или дома ночью или днем этот кошмар всегда меня посещает и посещал однажды когда я ехал в команде с другими мужиками мне начал сниться тот же кошмар и моему водителю Диме который в то время был за рулем действительно пришлось нажать на тормоза я проснулся чувствуя что мое сердце вот-вот выпрыгнет из груди я думал что кошмары были только тем что видел только я но после разговора с моим дядей и его друзьями которые были дальнобойщиками старой школы все они говорили мне что каждому дальнобойщику снятся кошмары после того как он достаточно долго проработает на этой работе я пришел к выводу что нужно принять это как нечто связанное с работой ужасающая встреча с чем-то это случилось 15 лет назад когда мне было 8 мой папа был дальнобойщиком и как и следовало ожидать много времени проводил в дороге когда у меня были школьные каникулы мой отец часто брал меня с собой в поездки по разным местам мне нравилось ездить с отцом главным образом потому что открытая дорога казалась мне увлекательным приключениями еще мы останавливались во многих местах чтобы поесть по пути эти страшные события случились летом 2005 года примерно через неделю после окончания учебного года мой папа сказал мне взять с собой намного больше вещей потому что он едет дальше чем обычно в тот же вечер я начал собирать свою одежду и всевозможные побрякушки ранним утром следующего дня мы с папой выехали к тому месту где стоял грузовик пересели в него и отчалили в долгий путь первые пару часов мы ехали без остановок время от времени я играл в свой геймбой и смотрел на окружающий цветущий мир через окно примерно часа через три мы с папой решили поесть и пошли в чебуречную дороги закончив с едой мы вернулись в грузовик и снова поехали прошел еще час езды по пустой дороге мы оба были внезапно поражены громким скрежетом в нижней правой части грузовика мой отец остановился и вышел из грузовика чтобы посмотреть что это за шум я остался внутри и не видел что произошло помню как мой отец разговаривал по телефону он казался очень расстроенным в конце концов папа вернулся в грузовик и сказал мне что нам нужно сначала заехать на автобазу потому что с грузовиком что-то случилось где-то через час мы прибыли в какую-то ремонтную мастерскую потом мой папа пошел поговорить с кем-то кто был внутри через пару минут он вернулся и сказал мне выйти из грузовика потому что его нужно проверить мне не сказали в чем проблема с грузовиком мы с отцом ждали часа 4 или около того пока мужчина закончит ремонт и как только он закончил мы сели в кабину и продолжили путь к тому времени было около 6 вечера и я снова начал играть на своем геймбой я попытался играть как можно больше пока не село солнце и света стало недостаточно для того чтобы играть играл я еще час или около того пока не почувствовал что засыпаю я выключил геймбой и прислонил голову к двери глядя в окно и наблюдая за мимо пролетающими деревьями а потом в конце концов уснул я резко проснулся из-за того что мой отец пчался по дороге словно за ним кто-то гонится я помню что выглянул в окно и увидел что солнце уже начало садиться и на улице было темнее чем обычно до того как я уснул помню как мой отец сказал мне не бойся сынок это смутило меня ибо я понятия не имел что происходит затем я спросил у отца почему он едет так быстро он не ответил глядя прямо на дорогу я уставился на него и тогда я увидел движение снаружи его окна сначала я увидел что-то белое подлетающее к его окну а затем отступающее я все еще был сбит с толку задаваясь вопросом что это было и почему это происходит так быстро затем объект снова появился в поле зрения на этот раз он подобрался достаточно близко чтобы разбить окно со стороны водителя когда он подлетел так близко к грузовику я смог довольно хорошо его разглядеть то что я увидел поехало меня в шок это была женщина с длинными черными волосами закрывающими большую часть ее лица и она была одета в белое платье она будто парила женщина улетала на минуту и снова возвращалась с большей скоростью чем до этого дух снова вернулся я быстро закрыл глаза когда увидел что он вот-вот прижмется лицом к окну со стороны водителя я слышал как мой отец кричал и ругался говорил мне не смотреть я держал глаза закрытыми от страха из моих глаз сочились слезы я слышал как мой отец тоже начинает гныкать все что помню после этого это то что держал глаза закрытыми пока мы не вернулись в город все что мы увидели той ночью преследовало меня долгие годы по сей день я покрываюсь мурашками когда думаю об этом я понятия не имею что это было за существо и чего оно хотело так же точно не знаю в какой части страны это случилось случившееся не обсуждалось между моим отцом и мной к сожалению он скончался 6 лет назад из-за проблем со здоровьем до недавнего времени я думал что он никогда никому не рассказывал о том что произошло но около двух месяцев назад мы с мамой поговорили о папе и его родня случайно заговорили о моих бабушке и дедушке когда мы говорили о бабушке моя мама казалась без причины спросила меня той ночи когда мы с отцом занимались грузоперевозками я был потрясен когда узнал что мой отец рассказал об этом маме страшным оказалось то что эту тему мы никогда раньше не поднимали по крайней мере не со мной она спросила меня видел ли я лицо того существа которое было снаружи грузовика я сказал что нет она помолчала пару секунд а затем спросила меня замечал ли я что мой отец вел себя странно после этого я сказал ей что единственное что мне показалось странным это то что он никогда не говорил об этом моя мать раскрыла тайну поведала мне самую страшную вещь которую я когда-либо слышал она рассказала что когда существо прижалось лицом к окну с водительской стороны она что-то сказала моему отцу сказала ему голосом моей бабушки голос его матери она рассказала что когда существо приближалось лицом к окну с водительской стороны она что-то сказала моему отцу сказала ему голосом моей бабушки голосом его матери и когда он услышал это то посмотрел на лицо существа и увидел лицо своей мертвой матери по словам моей мамы этот взгляд всегда преследовал моего отца и с тех пор ему постоянно снились кошмары это существо украло часть оставшихся лет моего отца женщина на дороге я 27 летний парень водитель грузовика из Краснодара за рулем грузовиков я уже около 8 лет и обожаю каждую минуту своего пути получение денег за путешествие по юго-западу России я не мог просить ничего больше в дороге я столкнулся с множеством препятствий необъяснимых вещей с автомобильными авариями грузовиками переворачивающимися прямо передо мной странными тенями на дороге но инцидент который произошел со мной когда ехал в Ростов из Волгограда самый жуткий и странный и по сей день не смог его себе объяснить вероятное объяснение никогда и не найду потому что я пообещал себе что никогда ни за что не вернусь на эту дорогу начну с того что я вожу двухместные прицепы для мебельной компании всегда езжу ночью и заканчиваю около пяти утра той ночью я только что закончил грузиться и направился в Морозовск из Волгограда что было примерно в трех с половиной часах езды я уже много раз совершил поездки поэтому включил подкаст выпил кофе и поехал в ночь ехал около двух часов пока не добрался до объездной дороги это проселочная дорога по которой я ехала узкая и обычно я не видел там ни машин ни домов на много километров вперед частенько замечал оленей пару раз даже встретил парочку диких кабанов и конечно поразительное поглощающее взор ночное небо проехал около двадцати километров по этой дороге впереди я заметил фигуры на дороге инстинктивно я замедлился думая что это олень или какое-то другое животное понадеялся что оно уйдет с дороги но подъехав ближе заметил что это не животное а девушка среднего роста идущая спиной ко мне девушка будто бы даже и не заметила мой грузовик казалось ее даже не беспокоил тот факт что она была посреди дороги девушка будто бы даже и не заметила мой грузовик казалось ее даже не беспокоит тот факт что она была посреди дороги я сбросил скорость примерно до 25 километров в час и попытался безопасно объехать ее по другой полосе так как на дороге не было обочины проходя мимо нее я заметил что она была одета в спортивные штаны и белую рубашку, но почему-то без обуви. Ее волосы были светлыми, но лица разглядеть я не мог. Я волновался и собирался опустить окно, чтобы спросить, не нужна ли ей помощь. Но она повернула голову и сделала это настолько быстро, что мне даже показалось, что она сломала себе шею. Когда мы на мгновение встретились взглядами, я смог хорошо рассмотреть ее лицо и, клянусь богом, я чуть не наложил в штаны. Лицо женщины было бледным, с пустым выражением лица. Смотрела она на меня так, словно смотрела в самую мою душу, а может и куда дальше. Ее подводка для глаз капала на все лицо и глаза, казалось, были полны слез. У нее был невероятно длинный рот, который выглядел так, будто она использовала тушь, чтобы сделать рот больше и придать ему форму постоянной улыбки. Увидев это лицо, я надавил на педаль изо всех сил. В фуре требуется больше времени, чтобы разогнаться, особенно с двумя загруженными прицепами. Отъехав от нее на сотню метров, она решила побежать за грузовиком. «Сука, бежит за мной!» Сказал я про себя. Я набрал скорость и посмотрел в зеркало. Исчезла. «Может быть, ушла в кусты?» Подумал я. Но, скорее всего, она не могла сделать это так быстро. Примерно через 60 километров я добрался до конца проселочной дороги. Когда я повернул направо на знаке «Стоп», там стояли две машины. «Тойота» и «Хонда». За ними на правой стороне дороги в траве стояла та же жуткая женщина и, улыбаясь, смотрела на меня. Переехав к месту назначения, я все думал о том, кто или что это было, но так и не смог понять, было ли это на самом деле или мне все причудилось из-за усталости. Дорогие мои слушатели! Ссылка на канал в описании, а мы начинаем. «Мне скоро стукнет 30. Мой внешний вид, как и внутренний, соответствует кличке Угрюмый. Я неразговорчив, работаю водителем. В основном мотаюсь по Москве и Московской области. Но бывает заносит и подальше». 30-е, 12-е, 12-е, 22-30. Звонок. Звонит диспетчер Игорь. «Привет! Слушай, есть срочный заказ в Казань. Никто не подписывается под него. Клиент платит двойную ставку». «Ах, неудивительно», – отвечал я. «Кому охота встречать Новый год за 800 километров от дома, да еще собирать все пробки на протяжении всего пути?» «Мне, слушай, срочно надо. Ты последняя надежда. Транспортные компании доставят только к пятому числу. Груз должен быть там до Нового года». «Слушай, старик, чего такая срочность? Да и кто там встречать будет? Все, небось, Новый год встречают». «Это подарки в детский дом. Клиент там воспитывался». «Хммм, понятно. Ладно, беру. Хмм, тоже мне Деда Мороза нашли, бля. Должен будешь, как земля, колхозу. Итак, 31-е, 12-е, 12-е. Час ночи. Я, груженый, рвусь в Казань. Утренник детишкам перенесли на вечер. Я в 20-30 был на месте. В разгрузке участвовала большая часть сотрудников, в том числе и Дед Мороз в лице одного из сотрудников детского дома. Имею в виду в костюме. В 21-00 я благополучно покинул вышеуказанное учреждение. После часа пути у меня накрылся генератор. Думаю, он накрылся раньше, но только через час я об этом узнал. Что такое мертвый генератор на бензиновом двигателе, думаю, объяснять не надо. На улице минус 15. С учетом бешеного ветра все минус 20, а то и больше. Посадка вдоль дороги от него не сильно спасала. Мелькали мысли, мол, что делать. На улице холод собачий, машина через 30 минут, максимум через час, остынет. Машин нет. Понятное дело, кто в Новый год будет по федеральным трассам шляться. Решил снимать генератор, пока двигатель не остыл. Мысленно пожелал отечественному автопрому есть побольше сладкого, чтобы у них попа слиплась. Откуда руки растут? Взялся за дело, выбор невелик. Куда-то идти не было смысла. До ближайшего населенного пункта километров 10-15, это где-то 2-3 часа пешком. После процедуры с генератором я промерз до костей. Я чувствовал, как у меня остывают внутренности. Прыгать и бегать в таких случаях тоже никому не советую. Спотеешь, потом еще больше замерзнешь. В машине было так же холодно, как и снаружи. В таких случаях и дьяволу в ад покреться попросишься. Сколько времени прошло, не знаю. Я с надеждой смотрел в покрытое инеем лобовое стекло и зеркало заднего вида, которое приходилось чистить каждые 10 минут. И вот спасительный свет в конце тоннеля. Нет, я не помер. Это были фары грузовика. Но когда я увидел, что это за машина, моему удивлению не было предела. Это была Ифа. Эти машины выпускались в 1960 году. Я такие только в детстве видел лет 20 назад. Так мало того. Она была новая. Привет из прошлого, подумал я. Ко мне из нее вышел дядька. Лет 40, 50. Седые волосы. Ростом с меня. В клетчатой байковой рубашке и трениках с обвисшими коленками. Я такие только у дедушки видел. Создавалось впечатление, что и водитель, и машина ошиблись годом. Но меня на тот момент это мало волновало. Я был уставшим, не спал почти сутки и жутко замерз. Еще пару часов и меня нашли бы уже совсем замороженного. Взял генератор и сел в допотопную лохань. В машине мне теплее не стало. В ней так же было холодно, как и в моей. Водитель шел довольно быстро и уверенно. 90-80 км в час. Я даже удивился. Что этот таз можно так разогнать. Хотя дальность обзора не больше 30-40 метров. Да и дорога очень скользкая. Накат плюс выпавший сверху снег. Гремучая смесь. Самое странное. Несмотря на неотапливаемую кабину, стекла не потели. И у дяди даже пар изо рта не шел. Хотя я дышал как паровоз. И с паром у меня было все в порядке. Он говорил какие-то странные вещи. Будто едет выгружаться в третий холодильник в Москву. Хотя он уже лет 5-7, как не существует. Третий холодильник находился в Москве. Сейчас он тоже там, но от него остались только стены. И продукты туда уже давно не возят. Минут за 10-15 доехали до какой-то забегаловки. Дядя говорит. Приехали. И сует мне 10 рублей советских. На, мол, долг хозяину кафе отдашь. Скажи, старый лис возвращает долг. Я, говорит, сильно спешу. Скажи, что заеду на обратном пути. Я взял эту реликвию. Без лишних вопросов. И вышел из машины в надежде, что в кафе будет теплее. К моему счастью, мои ожидания оправдались. При входе на меня накатила волна тепла. Которую я ощущал пока что только лицом. Хозяин кафе старый дедушка на вид лет шестидесяти. Внешность кавказца, невысокого роста, черные глаза, в которых отражалась вся печаль кавказского народа. Встретил меня вопросительным взглядом. Пытался что-то говорить. Было бесполезно. Подбородок замерз. Речь попуталась. Стало невнятной. Посему я молча прошел и сел за стол. Минут через 10-15 я почувствовал, как начинаю оттаивать. Еще через 5 минут резкая боль ударила в нос. И потекла кровь. Все-таки отморозил нос, подумал я. Замерзли сосуды и полопались, а теперь оттаяли. Хозяин молча принес мокрое полотенце, и совместными усилиями мы привели меня в порядок. Обретя возможность говорить, я достаю из кармана этот червонец и протягиваю ашоту. Так звали хозяина кафе, как выяснилось позже. Со словами, мол, старый лист долг просил передать. На этот раз в глазах дедушки можно было увидеть одновременно несколько чувств. Страх, изумление, которые постепенно перетекали в радость. Забавно смотреть на человека, который умудряется так быстро переживать несколько разных противоречивых чувств за столь короткий срок. От дедушки ашота я узнал, что старый лис – это его хороший друг, который жил лет 30 назад. Он мне долго рассказывал о своем друге. Видать, дедушке было одиноко, и ему нужен был собеседник. Собеседник из меня плохой, зато слушатель отличный. Тем более спешить мне было некуда, да и до рассвета далеко. Итак, история старого лиса ашота. Хех, прозвище он получил из-за седых волос и хитрых глаз. В 1982 году этот самый старый лис работал так же, как и ты, водителем. Возил продукты, питание из Казани в Москву. Эх, на тот самый третий холодильник. Ему на тот момент выдали новую машину, чему он был очень рад. Обмыл в этом кафе обновку с друзьями, которых он по пути взялся подвезти и обещал мне на обратном пути вернуть долг. Но вернуть долг он так и не смог. На обратном пути он встретил автобус, который вез детей из детского дома. Ах, дорога была скользкой в тот день, и автобус вылетел на встречную. Старый лис решил, что жизнь пассажира автобуса важнее, чем его собственное. Итог. Водитель автобуса и пассажиры отделались испугами и ссадинами. Нас же старый лис обнял дерево в придорожной посадке и навсегда. Растворился в трассе, став легендой. Эта история пробрала меня до слез. Я попрощался с дедушкой. На прощание он сказал, что я сильно похож на его друга, поймал попутку до ближайшего магазина автозапчастей, поменял щетки на генератор и поехал в сторону дома. На обратном пути я хотел заехать к дедушке, но удивительная вещь, я забегаловки так и не нашел. Хотя склерозом не страдаю и кретинизмом тоже, да и ничего не употребляю в принципе. Парень на дороге. Я всегда думал, что сверхъестественное обходит меня и мою семью стороной. Даже думал, что все страшилки всего лишь плод фантазий. А недавно приезжал к отцу в гости. Он в Кирове живет, я в Москве. Засиделись допоздна, разговорились. Полтора года не виделись все-таки. Начали вспоминать девяностые, когда еще всей семьей в Перми жили. Мы с матерью в ДС в девяносто восьмом переехали, а он в девяносто девятом в Киров. Но у них там не сложилось, и мы слиняли. Я еще удивлен был, чего он в Перми не остался. Ведь там у него и связи были, и квартира четырехкомнатная. Столько лет об этом думал и спросить не решался. Ну мало ли, какие личные мотивы могут быть. А в этот раз решил, что в вопросе-то в принципе нет ничего страшного. Да и мы, два взрослых человека. Я все пойму, но ответа, который я услышал, я вообще не ожидал. В общем, вот то, что он мне рассказал. Он тогда дальнобойщиком работал и возил товары в основном по Уралу. А в тот раз принял заказ на доставку в Омск. Тем более оплата была неплохой. Ехал, говорит, как обычно. Зимой потихонечку по сторонам посматривал пейзажем, любовался. Да спокойно, разгрузил, поехал обратно. Правда, вот по другой дороге обратно поехал. Та, по которой он приехал, была завалена снегом, и там неплохой затор образовался. Едет он обратно, значит, пустой уже. Деревенька какие-то проезжает. Ну и начинается лесополоса. Едет он по ней. Километров двадцать-тридцать после его начала проехал. А ни навстречу, ни сзади, ни одной машины. Вглядывается вдаль дороги и видит, стоит на обочине человек. Сначала, говорит, не разглядел. Думал, что пень большой такой. Ну, думает, мало ли, заблудился товарищ зимой в лесу. Хотя какого хрена по лесам зимой ходить? Останавливается потихоньку, а фуру-то по скользкой дороге дальше тянет. Проехал он человека этого метров на пятьдесят, смотрит в зеркало заднего вида. Стоит, не шелохнется. Но он, значит, из окна высунулся и кричит. «Эй, парень! Садись, подвезу!» А парень-то этот поворачивается медленно так. Смотрит пару секунд и медленно подходит. Отец говорит, что сначала скорее почувствовал, чем увидел, что с парнем что-то не так. С виду обычный такой паренек, вот только одет не по-зимнему. Кофта серая, кепка, джинсы. И это в девяностые. В общем, приближается парень, а отец-то и видит. Глаза у него нечеловеческие. Крупные. Раза в три больше обычных. А зубы верхние острые и выпирают над губой. Отец ясное дело кирпичей там отложил. Окно закрыл и по газам, насколько возможно. Смотрит парень, хотя какой это парень, за ним бежит. Он быстрее, тот не отстает. Ехал, говорит, километров 60-70 в час. Сам, говорит, не знает, как не перевернулся, а тот хрен не отстает. Чуть позже из леса еще один выбежал и тоже за отцом. А потом еще трое. Ну, отец тут не на шутку струхнул. Слезы, говорит, из глаз полились. Все думает, или перевернусь, или сейчас эти твари меня догонят и сами прикончат. Или еще чего сделают. В общем, сам не помнит, как до конца лесополосы добрался. Там-то они от него и отстали. Отец до ближайшей заправки доехал. Ну, те, которые с паршивыми забегаловками и ночлежками. Сразу водки и хозяину этой всей хрени рассказал все. А тот, говорит, только посмеивается. Да и говорит, чтобы отец, мол, больше не пил за рулем, а то и не такое привидится. Плюнул отец на все это. Ну, не верит мужик и не верит. Заплатил за стоянку и спать в машину пошел. Просыпается, говорит, от того, что в сортир нужно. Вокруг темно, ничего не видно. Но отец и решил фары включить, чтобы хоть как-то до гадюшника добраться. Включает. Дворниками стекло чистит и видит те существа, что за ним всю лесополосу бежали. Штук десять, говорит. Все полукругом перед кабиной выстрелись и смотрят на него своими глазищами. Отцу показалось, что одного из уголка губ даже кровь стекала. Единственное, говорит, что тогда в голове промелькнуло, это пиздец. Он со всей дури по сигнальнику ударил, фура заревела. И эти твари хаотично разбежались. А отец так быстро, насколько это возможно, выехал со двора этой заправки-забегаловки и опять погнал. Самое страшное, говорит, было то, что вокруг темно и в зеркала ничего не видно. А-а-а, непонятно, где эти твари и бегут ли они за ним вообще. После этого, говорит, нигде не останавливался и ехал до переменей, сомкнув глаз. После этого случая отец начал частенько вставать по ночам и выглядывать в окно. Говорит, что боялся до жути, что эти твари его до города сопровождали и где он живет, вычислили. А под Новый год в девяносто девятом вышел на балкон покурить ближе к вечеру и увидел их. Они стояли в свете фонаря втроем и смотрели. Опять смотрели своими ужасающими глазами. Отец заперся в квартире, закрыл все окна шторами и всю ночь проговорил по телефону с другом, тоже полуночником, чтобы создавалось ощущение того, что он не один. На следующий день отец бросил все, купил билет на поезд и уехал в Киров к родственникам. Уже оттуда продал свою квартиру в Перми, купил какую-то задрыпанную двушку в центре Кирова и живет теперь там. Зато говорит, за все это время он никого из тех тварей больше не видел. Ночной кошмар У водителя есть примета, что если им вдруг видится на дороге черный пес, то надо остановиться и хорошенько отдохнуть. Это как бы последнее предупреждение. Если не остановишься, беды не миновать. Черным псом, к счастью, мне встречаться не приходилось. Но мне повезло увидеть кое-что более интересное. В свое время я поработал водителем грузового буса. Работы было много. Платили неплохо. По принципу, чем больше проедешь, тем больше получишь. Спал я по 3-4 часа в сутки. С машины практически не вылезал. Мелкую нужду справлял в пластиковые баночки, которые я сразу же выкидывал в окно. Я приспособился и есть на ходу, и смотреть телесериалы. Я много курил и выпивал не меньше 8 чашек горячего кофе, который постоянно возил с собой в термосе. Знакомые и близкие стали мне говорить о том, что мое лицо опухло, как у неизлечимого алкоголика. Что выгляжу я совсем не важно. Хуже всякого наркомана. Что мне можно сниматься в фильмах про зомби без грима. Но я никого не слушал. Я настолько привык к перенагрузкам, что просто их не ощущал. Я зарабатывал больше других водителей, и мой мозг с наслаждением подсчитывал денежки, которые накапливались из-за того, что у меня не было времени их тратить. В тот день я почувствовал очень неприятную слабость. Не такую, как обычно, я решил так. Сегодня еще съезжу в рейс, а завтра обязательно возьму отгул. Мне очень тяжело далась дорога в одну сторону, а надо было еще ехать и назад. И я тронулся в пути. Время приближало к семи вечера. Асфальтированная дорога плавно плыла передо мной. По бокам мелькали высокие стройные сосны. И в какой-то момент я почувствовал, что усталость от меня отцепилась. На душе стало приятно, и хорошие мысли полезли в мою голову. Я подумал, что обязательно завтра погуляю по городу и зайду к двоюродной сестре в гости. Она моя ровесница, и мы вечно здорово проводим время. Я вспомнил, что когда в последний раз был у нее, то ухитрился переспать со случайно нагрянувшей к ней в гости ее одноклассницей. Какой же я тогда был пьяный. В один момент я почувствовал, как красная краска разлилась по всему лицу. Я обратил внимание на лыжников, одетых в светоодражающие куртки. Они передвигались с двух сторон моей машины. Их было довольно много. Я улыбнулся ими, помахал рукой. Молодцы ребята, ведут здоровый образ жизни. И тут же до меня дошла ужасная и неприятная мысль. Она в буквальном смысле ворвалась в мое сознание. Какие еще летом лыжники? Первым делом я резко нажал на торум, а с машину хорошенько развернула, и она замерла на одном месте. Я осторожно вышел из нее и уставился на край обрыва, с которого, благодаря лыжникам, мне не было суждено слететь. Спасибо вам, лыжники. Я до него не доехал всего пару метров. До сих пор не могу вычислить, сколько километров я проехал, отключившись от реальности. Помню, что после того, как пришел в себя и огляделся по сторонам, я не увидел ни асфальтированной дороги, ни высоких сосен, ни лыжников. Конечно же. Трасса. Жизнь после апокалипсиса. Эй, Дэн, поднимайся. Немилосердный пинок в плечо заставил его открыть глаза. Еще не отошедший от сна, Дэниел Ветров удивленно озернулся, словно не соображая, как он сюда попал, громко зевнул и сполз с лежанки. Скорее продирай глаза, твоя смена. Дэн молча кивнул своему напарнику, еще раз зевнул и направился к умывалке. Маленькой кабинке для душа и толчка. Включив попеременно холодную и горячую воду, он с наслаждением почувствовал, что просыпается окончательно, а тело его наливается силой. Минуты три, постояв под душем, Дэн вылез обратно, отчаянно вытираясь. Как ночь прошла? Подозрительно тихо, ответил напарник старый мулат Корнхаббера. Один раз нарвались на стайку байкеров, видимо, из клана Хью, но те пукнули пистолетиками и исчезли. А с остальными машинами все в порядке? Спросил Ветров, натягивая джинсы. Да вроде как. Ну ты оделся, принимай баранку. Хаббера щелкнул автопилотом и вылез из водительского кресла. Кабина трансконтинентального грузовика была не слишком просторной. Два сидения, панель управления, двухэтажная лежанка да умывалка занимали все место. Даже развернуться было негде. В кряхтях Хаббера прошел мимо Дэна и упал на спальник, не разуваясь. Вот культура. Ругаться на Корна не было смысла. Он и так просидел за рулем полных двенадцать часов. Одев футболку, Ветров залез в водительское кресло и жесткое сидение мигом приняло форму его тела. Автопилот исправно вел машину. Трасса прямая, как стрела и широкая, словно река лилась под колеса. Еще холодный после ночи асфальт был пуст, лишь изредка пронося на себе встречные грузовики. Потом к середине дня он раскалится от жаркого солнца и бесконечного автопотока. Дэн отключил автопилот и сжал руками баранку, напоминающую скорее штурвал самолета. Автопилот для дальнобойщиков дело, конечно, хорошее, но ненадежное. Он способен вести машину прямо, вписываясь в повороты и держать скорость относительно других машин. Но на мелкие препятствия, вроде неосторожных пешеходов, он обычно внимания не обращает. Впрочем, трасса в столь ранний час была пуста. За лобовым стеклом раскинулся предрассветный туман, и первые солнечные лучи уже позолотили кромку высоких облаков. Начался очередной день. Смачно потянувшись, Дэн включил рацию. Волна 305, говорит ведущий, борт 78, прием. Ведущий, вас слышу, говорит, борт 65, прием. Борт 74 на связи, ведущий, прием. В боковое сферическое стекло Дэн увидел огни 65-го борта, идущего за ним в 500 метрах. Это был огромный тяжелый Вольво 7000, напоминающий скорее гигантский броневик, чем восьмиосный триллер. Парни, вы растянулись. Подтягивайтесь быстрее, как ночь. Прием. Ночь прошла спокойно, как никогда. Ни одной дыры в корпусе. Прием. Вас понял, говорит ведущий. Конец связи. Ветров облегченно откинулся в кресле. Ночь вправду прошла удачно. Все машины целы, груз тоже на месте. Такое случалось редко. Полуприкрыв глаза, Дэн наблюдал за дорогой. То тут, то там, на обочине попадались следы ночного бесчинства, сожженные легковушки, разграбленные триллеры. Дэн присвистнул, когда увидел разбитый остов боевой машины федерального патруля. Совсем эти вампиры обнаглели. Произнес он вслух, высказывая свои мысли. Что ты говоришь? Послышался сзади сонный голос. Ты не спишь, Корн? Еще нет. Тогда раздуйся от твоих ботинок, весь спальник будет грязный. За спиной Дэна послышалось ворчание и шевеление. Так что ты там увидел? Патрульную машину? Раздолбанную нахрен без колес и брони? Тюх. Проворчал Корн. Допрыгались федералы. Да, видимо, там был некислый бой. Ну и бес с ними. Хабара уткнулся носом в подушку. Я попробую уснуть. Ну и спи, старая обезьяна. Хабара был не очень приятен Дэниелу, вернее, был очень неприятен. Пожилой темнокожий Корн считал себя опытным дальнобойщиком, причем профессионалом высшего класса, пытаясь показать это на каждом шагу. Когда год назад Дэниел пришел в компанию и получил в напарнике Хабару, последний гнул перед новичком пальцы, доказывая свое превосходство. Сейчас же отношение Корна к Ветрову сменилось с высокомерно надменного на пренебрежительное. В это задание они тоже выехали вместе. Их колонна всего из трех машин была в пути уже вторые сутки. Каждый триллер, насколько знал Дэниел, был гружен 40 тоннами полиметаллов и оставался еще два дня пути, чтобы доставить груз из Аршерона в Мориан. Эти города разделяло 5000 километров прямой, как по длинейку трассы, 5000 километров таящих опасности. И порой бывало, что гораздо большие конвои не возвращались из рейса. Днем на трассе было спокойно. Солнечный свет означал безопасность для тех, кто решился куда-либо ехать. А таких решительных набиралось, ой, как много. Ночью же их число резко уменьшалось, ибо мало кто решится мчать по дороге в темное время без крайней необходимости. Но что удивительно, Аден удивлялся этому все больше и больше. То, что дорога, несмотря на сырящие на ней грабежи и разбои, была как новенькая. Словно вчера асфальт положили. Видимо, у многочисленных группировок и вампирских кланов есть негласный закон. Что-то вроде «не плюй в колодец, из которого пьешь». Ведь если трасса будет разбита, кто станет по ней ездить? Дэниел включил автопилот и достал электробритву. Глядя одним глазом на дорогу, а другим в зеркало, он неторопливо побрился. Затем, запустив руку в холодильник, извлек оттуда запечатанный бутерброд и кинул его в микроволновку. Вся эта кухня прекрасно размещалась под приборной панелью. Не прошло десяти секунд, как горячий гамбургер вылетел из микроволновки и ловко был пойман на лету. Дэниел разорвал зубами полиэтилен и принялся завтракать. Солнце, поднявшись над горизонтом, било прямо в глаза. В ответ на его яркий свет лобовое фотохромное стекло постепенно темнело. Уже третий бутерброд подходил к концу, когда ветров увидел вдалеке, на краю дорожного полотна одинокого человека. Тот стоял, вытянув руку и явно голосовал именно ему. На плече висела объемная сумка, а лица Дэниела пока не различал. Инстинктивно сбросив скорость, ветра свернул на крайний правый ряд. Почему бы и нет? Подумал он. Все лучше, чем с этой обезьяной ехать. «Корн, ты спишь?» «Я останавливаюсь», — сказал Дэниел. «Кордан тебе в задницу, нахрена?» «Возьму попутчика». «Ты больной, Дэн? Может, тебе следовало идти работать гинекологом?» «Помолчи». Ветров постепенно притормаживал, но тяжелый груз за спиной давал о себе знать. «Бандюги по утрам не промышляют». Хабара нащупал под подушкой УЗИ и снял предохранитель. «Если парень мне не понравится, я его пристрелю». «Только не стреляй в голову, мозги сам потом оттирать будешь». Мимо их грузовика промчались борт 65 и борт 74. Ожила рация. «Ветра, что у вас происходит?» «Прием». «Все в порядке». «Продолжайте движение, мы вас догоним. Прием». «Понял, конец связи». Подъехав к парню, Дэниел резко ударил по тормозам. «Твою мать, чтоб тебя проразорвало тысяча чертей, ублюдок, твою мать!» Рональд ругался еще долго и грязно, когда понял, что эта железка больше никогда не двинется с места. Со злости он пнул ногой колесо и плюнул на раскаленный двигатель. Горячий генератор отозвался противным шипением. Рональд сел на обрубок ржавой трубы, что в изобилии валялись вокруг места его вынужденной остановки. «Приехали, называется!» Вокруг рос негустой лес чахлых, словно отравленных чем-то деревьев. Наверное, так оно и было. Ведь всего в километре отсюда простирались феноловые озера. Все, что осталось от некогда крупного центра биохимической промышленности. Даже название города забылось. В другое время Рональд ни за что не остановился бы возле этого гиблого места. Люди боялись подходить к маслянистой поверхности озер без спецкостюмов, не опасаясь сжечь себе легкое при вдохе. На сотне метров от берега фенол убил все живое, превратив землю в черный пепел. Здесь, в придорожной рощице, стоял въевшийся запах химикатов. Благо, хоть утренний ветер дул в сторону мертвых озер, а не наоборот. Рональд отчаянно прокашлялся, а осмотовал о себе знать и принялся собирать сумку. К сожалению, починить свой байк он уже не мог. Для этого потребовалась бы мастерская. Черный с синими язычками пламени трехколесный чоппер был его лучшим другом за последние несколько лет. Голден гейт американского производства. Рон тяжело вздохнул, глядя на раскореженный двигатель. Вчера ночью ему не повезло, когда он летел по ночной трассе с выключенными фарами и потушенными габаритными огнями. Полагаюсь только на свое острое зрение. К нему хвост пристроилась толпа ублюдков на каких-то допотопных мопедах. Рон без проблем ушел бы от них, если бы у главного ублюдка не было с собой гранатомета. И он мог бы не дожить до рассвета, если бы этот ублюдок не промахнулся. А так зацепило осколками. Рону еще повезло, а вот его байку нет. Чудо, что дорожные бандиты оставили его в живых. Пролетели мимо, не обращая внимания на догорающий байк. Рон свернул в сторону и укрылся в роще, дожидаясь утра. С восходом солнца трасса становилась безопасной. Как ни странно, но разбой прекращался, уступая место суетливой мирной жизни. С точкой. Рональд бросил прощальный взгляд на свой чоппер и медленно пошел к трассе. Он хрустел сухими ветками, в обилии устилающими землю и на ходу приглаживал густую испаньолу. За спиной висела огромная сумка, прожженная от взрыва гранаты в нескольких местах, на поясе старый добрый Парабеллум МК-13. Последний друг. Наконец, выбравшись из придорожной рощи, Рон вышел на трассу. В столь ранний час она была пуста. Солнце едва взошло над горизонтом, ветер здесь был крепче и феноловый запах уже не так драл ноздри. Рональд поставил на землю сумку и принялся ждать. Как когда-то давно он снова был на трассе, будто вернулось время, когда десять лет назад Рон любил щекотать себе нервы, путешествуя в одиночку автостопом. Дома его ждал Голден Гейт и братья Байкеры. И хоть дом этот был бронированным гаражом, а братья такими же авантюристами он все равно возвращался в Бристолл целый невредимый, как ни странно. Первые полчаса дорога ничего не родила. По встречной полосе один раз пролетела колонна дальнобойщиков из двенадцати машин. Несмотря на все свое спокойствие, Рон продолжал тихо ругаться. Вскоре появился первый автомобиль. Далекая точка на горизонте постепенно выросла в массивный шестиколесный броневик с эмблемой федерации. Гудя мощным дизелем, он пролетел мимо Рона и, не думая притормозить на протянутую руку. Солнце медленно карабкалось по чистому небосводу. Ветер сметал пыль с далеких городов и гнал ее над мертвыми лесами. Рональд, подставив им спину, ставился взглядом вдаль, туда, где дорога уходила за горизонт. Время шло. Прошло около часа полного бездействия, пока на трассе не появилась очередная точка. Беспощадный байкер тяжело поднялся на ноги, повесил сумку на плечо и вытянул руку. Эх, была не была. Сощурившись, Рон увидел, что на него едет целая автоколона. Солнце отсвечивало от лобового стекла ведущей машины и слепило глаза. Ммм, воволь восемь тысяч, безошибочно определил он. Нет смысла останавливать у дальнобойщиков свои пути. Тяжелый грузовик был уже рядом. Не успел Рональд опустить руку, как на трейлере зажглись огни поворота. Он свернул левее и резко затормозил. Гул тормозов заглушил шелест асфальта. На стирающихся протекторах машина прокатилась еще метров пятьдесят, пока ее кабина не остановилась возле Рона. Сквозь тонированное лицо ничего не было видно. Рональд даже не успел удивиться всему происходящему. Неужели дальнобойщики остановились? Дверь раскрылась и сверху раздался чей-то молодой голос. Полезай быстрее. Первое, что увидел Рон, поднимаясь в кабину трейлера, было дуло пистолета автомата УЗИ, наставленное ему прямо в лоб. Спокойно, парень. Произнес он медленно, но твердо, убирая рукой дуло от своего лица. Я к вам не драться пришел. А кто тебя знает? Тот, кого Рональд назвал парнем, сделал шаг назад. Это оказался не молодой мулат. На вид ему было лет сорок. Темное лицо, испещрено глубокими морщинами, на голове копна сидеющих кучерявых волос. Глубоко посаженные в водянистые глаза смотрели холодно и уверенно. Из-под крючковатого носа выглядывали густые усы. Ты присаживайся, не бойся, сказал молодой мужчина, сидящий на месте водителя, указывая Рона на соседнее кресло. Куда едешь? Да, пока в море, ответил он, присаживаясь и внимательно глядывая водилу. Тогда тебе повезло, нам по пути. Водителем оказался высокий худощавый парень с короткими светлыми волосами и упрямыми глазами, всматривающимися вдаль на дорогу. Трейлер тронулся еще когда Рональд усаживался и теперь догонял две другие машины, ушедшие вперед. Водитель щелкнул каким-то тумблером и взял в руки рацию, отпустив руль. Говорит, борт 78, у нас все в норме, прием. Борт 78, вас слышим, ждем на месте ведущего. Сейчас будем, конец связи. Водитель потянулся и подал газу, обернувшись к нему, Рональд спросил, ты это, не мог бы попросить своего напарника убрать пушку? Ха, нервничаешь? Вроде того, не люблю, когда на меня смотрят сквозь прицел. А ты сам не его попроси. Водитель кивнул в сторону сидящего на лежанке напарника. Рон повернулся и обнаружил, что УЗИ куда-то исчез, но старый негр, для Рона все темные были неграми, все еще пристально рассматривает его затылок. Не переживай, бородатый. Если ты сделаешь хоть одну ошибку, я даже во сне вышиб у тебя мозги. Ты наш гость благодаря тупости моего напарника, так что не забывай этого. Дань тебя подобрал, пусть он с тобой разбирается. Мулат отвернулся и, казалось, потерял к попутчику всякий интерес. Меня зовут Корнхабр. Произнес он, глядя совсем в другую сторону. Я ведущий этого каравана. Так что ни шагу без моего ведома. Даже в толчок. Ясно, бородатый? Да, вроде ясно. Тебя как звать? Рональд Тигр? Ха-ха. Тигр? Переспросил водитель. Интересное имя. Родители постарались. Нет, меня так прозвали мои друзья много лет назад. Водитель кивнул. Я Дэниел. Дэниел Ветров. Будем знакомы. И он протянул руку. Недолго думая, Рон пожал ее своей лопищей. До моря она далеко ехать? Да нет, Тигр. Остались сутки. Если ты будешь подбирать всяких каждого, сказал откуда-то сзади Корн, то и за неделю не доберемся. Так что давай, веди машину. До ночи еще много времени. А что ночью? Невинным голосом спросил Рон, делая вид, будто не знает, что такое ночная трасса. Ночью мы меняемся, ответил Хаббер. Я не доверяю этому мальчишке везти машину в ночное время. Дэниел презрительно фыркнул и произнес одними губами. Обезьяна. Интересно. Откинулся в удобном кресле Рональд, уставившись на серое полотно перед лобовым стеклом. Эти двое между собой не слишком ладят. Я доеду живым до моря она или нет? Никто не ответил на его мысленный вопрос. Старый мулат Корнхаббера завалился на лежанку и сделал вид, что собирается спать. Но от меткого взгляда Рона не ускользнул тот факт, что под подушкой он сжимал УЗИ. Хм, по-моему, он просто понтуется. Подумал Рон, глядя на негра. Некоторое время они ехали молча. Хаббер и вправду поддался Морфею. Сзади уже раздавался его мерный храп. Рональд Тигр затолкал ногами объемную сумку под сиденье и, расслабившись, отпустил маленький ножик, что незаметно держал в руке. — Повезло. — подумал он, мысленно сплевывая через плечо. В кои-то веки остановились дальнобойщики. Это Дветров или очень смелый парень, или очень безбашенный. Кто ж еще осмелится остановиться перед автостопщиком на трассе? — Я, конечно, не грабить пришел, но они же этого не знают. Дветров беспечно насвистывал ненавязчивую мелодию. Песенка была очень знакомой, но ее название куда-то ускользнуло. — Что ты напиваешь? Мне кажется, я это уже где-то слышал. — Леонид Качалов. Дорожный романс. — Точно вспомнил. — Ты слушаешь электроромансы? — удивился Дэн. — Скорее предпочитаю хард и хэви. — ответил Рон, извлекая микрочип из кармана куртки. — Но глянь, что у меня есть. Ветро взглянул на пластиковую карточку, к которой был прикреплен чип и ахнул. — Воланд. Неоновый дождь. — Хм. Сколько времени я искал этот альбом. Рональд добродушно улыбнулся. — Включай. Уже протянувшись к проигрывателю Санью, Дэниел резко обернулся. — Ну, в общем-то, он уже спит. — И нажал плей. — Хабара не любит музыку? — Хм. — А ты присмотришь к его морде. Эта обезьяна ничего не слушает, кроме старого гнилого рэпа. Из щип проигрывателя полилась медленная мелодия, смесь электроники и легкой гитары. Корни ухом не повел. — Спит. — Константировал Ветров и принялся подпевать Воланту. Почесав бороды и мысленно перекрестившись, Рон задал вопрос, интересующий его с первой минуты нахождения в этой машине. — Скажи, Дэниел, ничего, если мы будем на «ты»? — Да, конечно. Так вот, он осторожно подбирал слова. — Я вижу, у тебя с напарником не очень хорошие отношения. — У меня с ним вообще никаких отношений, кроме того, что мы напарники. И будь проклято руководство компании, которая поставила нас вместе. — В этот рейс? Ветров отрицательно покачал головой. — Не только в этот рейс, но и вообще в одну команду. — А не попросить ли тебе другого напарника, если Хабары тебя не устраивают? — Скорее, я его не устраиваю, а не он меня. — Фыркнул Дэн. — Да и бесполезно все это. Если обращусь с таким вопросом в руководство компании, меня пошлют не просто, а долго, красиво и витьевато. Скорее выгонят, чем дадут нового напарника. А ты наверняка знаешь, как сейчас трудно найти работу в городе. Согласившись, Рон кивнул. Оказавшись без работы, любой человек в любом городе был обречен на мгновенную нищету и быструю смерть в грязи. Условия жизни воистину были ужасными. — А ты откуда? — Издалека, — ответил тигр. — Есть на западе такой город, Бристол. — Постой, разве этот город не смыло во время катастрофы? — Хм, пока нет. За последние 25 лет ближайшее море Ниманский залив продвинулось на юг километров эдак на 150. Рон задумчиво уставился в потолок. — Да, на 150. — Но до Бристола осталось еще около сотни вдоль и метров шестьдесят вверх. — Метров шестьдесят? — повторил Дэниел. — А до катастрофы? — Не помню, трудно вспомнить то, чего никогда не знал, но гораздо больше. — Хм, нам с этим проще. Арширон вряд ли когда-нибудь затопит подымающимся морем. — Был я в Аршироне совсем недавно. — Мрачно откинулся Рональд. — Если город не исчезнет под водой, то точно вымрет от смога. — Ветров поперхнулся горьким смехом. — Ха-ха. Вот тут ты прав, тигр. Выйти из дома без большой надобности не рискнет никто. А знаешь, сколько стоит у нас чистый воздух? Почти московские цены. Фрэш Эйр Компани недавно выкрала судебный иск, что подала на них федеральное сообщество профсоюзов и взвинтила наценки просто до небес. — У нас с этим проблем нет, — проворчал тигр. — В Бристоле дышать еще можно. Только представь, зеленые деревья вдоль проспектов, тропические парки под куполами. Иногда в особо удачные дни ветер приносит не гарь за воду, а чистый степной воздух. И словно в противовес его собственным словам, Рональда схватил приступ жестокого кашля. Кое-как отойдя, он смахнул проступившие слезы и кинул в рот ярко-алую капсулу. — Что с тобой? — Астма хроническая. Ветров сочувственно оглядел Рона на секунду, оторвавшись от дороги. — Давно уже? — Да, с детства. Лет, наверное, с десяти. Отдышавшись, он запустил руку в карман куртки и достал мятую пачку сигарет. — Можно закурить? — У тебя же астма. — Недоверчиво напомнил водитель. — Это помогает. — Ладно, кури. Щелчок зажигалки к потолку взвился сладковатый табачный дымок. Сизые струи медленно потекли вверх. Рональд протянул сигарету Ветрову. — Спасибо, но я не курю. — Как хочешь. И сигарета исчезла в пачке. Крепко затянувшись, Рональд встряхнул пепел в раскрытое боковое окно. Видно было, что кашель его быстро отпускает. — Ты это, совсем не куришь? — Совсем. Здоровье пригодится. Рональд усмехнулся, пуская кольца дыма. — Глупо. Воздух варшироня на порядок вреднее, а табак еще и приятней. — Эх, ну нахрен, я не употребляю наркотики даже ЛСД. Это я увидел сразу, — сказал Ветров. — На наркомана ты похож меньше всего. Действительно, медвежья внешность Рональда никак не могла бы ввязаться с любителем быстрой смерти. Он выглядел более чем здоровым и крепким. — Хм, не хватало, — ответил Рон. — Я не из тех мальчишек с трясущимися руками и тупым выражением лица, что готовы с зубами загрызть любого за дозу порошка и выпустил струйку сизого дыма. Дэниел как-то сразу сник, потускнел и уставился в лобовое стекло. Словно состарился лет на пятнадцать. Выкуренная сигарета полетела в открытое окно, и Рональд, нажав кнопку, вернул стекло на место. Дэн молчал. — Что случилось? Я что-то не то сказал? — Да нет, просто нехорошие воспоминания. — Извини, — произнес Рон. — Тем более, если это серьезно. — Я сам виноват. Первый начал эту тему. Не обращай внимания. Сквозь хриплое дыхание ветру продолжил. Хотя Рональд и не ожидал этого. Было видно, что говорить тяжело. Два года назад моя девушка, любимая, умерла от передозировки героином. Не уберег. Дальше они ехали молча. Жаркий день плыл в воздухе и дрожал от раскаленных лучей. Посреди широкой, даже бескрайней долины, пролегала ровная, как стрела, и словно река широкая дорога. Нигде на дне ни алло, ни облачко. Люди в этих местах давно забыли, что такое летний дождь. Засуха, начавшаяся после катастрофы и продолжающаяся каждый год с завидной периодичностью, засуха, которая зимой вместо привычных морозов сменялась ядовитыми ливнями, каждое лето начиналась дикая жара, что несла с собой сухие горячие ветра с юго-востока. Жара высушила казавшиеся вечными болота этих краев. Вода в реках падала и становилась дефицитом. А следом за жарой и засухой шли лесные пожары. В тени многие массивы тайги, что не были вырублены топором и не успели погибнуть от кислотных дождей, сгорали, как бумажки от малейшей искры. Потом вспихивала нефть. Жесточайшие пожары стали привычными в этих местах. Люди во всем винили катастрофу, словно она произошла сама собой, независимо от них. Люди готовы взвалить вину на любые плечи, лишь бы обелить себя. Катастрофа. Она стала всеобщей контрой и козлом отпущения в одном лице. Гораздо проще было винить ее во всех бедах, чем расписаться в собственном бессилии. Но если копнуть глубже, сразу станет ясно разницы никакой. Катастрофа. Природа отомстила человеку, отомстила жестоко и безжалостно. Жаркое небо серо-голубым куполом накрывало трассу. Асфальт на ней уже стал горяч от непрекращающегося потока машин. Легкие малолитражки и многоярусные автобусы, трейлеры дальнобойщиков и федеральные броневики, армированные легковушки и верткие мотоциклы дружно сменялись на дороге вереницей калейдоскопа. На трассе стоял стойкий запах резины и выхлопных газов. Впрочем, Дэниел, сидя за баранкой Volvo 7000, не чувствовал этой гари. Исправно работающий кондиционер создавал в кабине вполне уютную атмосферу, позволяющую забыть об упорядоченном хаосе, царящем на дороге. Volvo 7000 ехал на автопилоте, твердо держа скорость в 110 км в час. Перед носом трейлера маячил зад какого-то строительного тягача. Грязные борта его давно не сверкали свежей краской, а заляпанный землей номер едва читался. Сквозь полуприкрытые веки ветром наблюдал за дорогой. Ничего интересного. Каждый день трасса одинаково беспечна, так же, как каждую ночь одинаково опасна. Так постоянно, из месяца в месяц. Из чьи проигрывателя летела космогоническая мелодия одной из групп так называемой «Новой волны». Дэн протянул руку за пластиковой карточкой и прочел название «Арниел». Любят эти молодые называться как-то непонятно, замудренно, чтоб если не язык можно было сломать, то мозги свернуть уж точно. У тигра оказалась потрясающая подборка музыкальных чипов. Зачем он таскает их с собой? Ведь далеко не всегда автостопщику удается послушать любимая песня. Сам Рональд Тигр, откинув кресло, спал. Спросив у Дэна разрешение, он заснул почти мгновенно. Будто был на ногах трое суток. Может, так оно и было. «Эх, не похоже на простого стопщика», – подумал Дэн. Что-то в нем не так. Что-то в нем не так. Откуда пришла эта мысль, он не знал. Из любопытства Дэниел уставился на Рона, пытаясь понять, что же в нем не то. Медвежья внешность, густая испаньолка на правой щеке, старый шрам, плечи солидного размера, ко всему небольшое пузо, явно пивного происхождения. Хм, что еще? Одет в классическую байкерскую косуху, сплошная кожа и заклепки, и в черные джинсы. А белие этого цвета совсем не свойственно автостопщикам. Да, далеко не каждый водитель остановился бы перед таким мужиком. Почему же я остановился? Подумал Дэниел и сожалел, что у него нет бороды хотя бы такой, как у Рона. Почему-то захотелось ее почесать. Не зная отчего, Ветрову понравился этот джаз Тигра, когда он приглаживал свою испаньолку. Из отдельных фраз, что проскакивали в словах Рональда во время их разговора, Дэниел понял, что он выехал из своего далекого Бристола совсем не автостопом. А как? Видимо на своей машине, но о ней Рональд ничего не сказал. Сломалась в дороге, попала в аварию. Все возможно. Интересно, продолжал размышлять Ветров. Он из Бристола. Что же ему не имется сидеть дома? Понимаю, мы дальнобойщики, нам по работе положено по всей Федерации мотаться. А ему зачем? Бристол в четырех тысячах километров на запад отсюда. Ха, вот занесло, парня. По словам Рона, он ехал в море. Но, может быть, что путь лежит еще дальше. Например, в Корморан или еще куда-нибудь. Черт побери. Почему я сразу не спросил? Нужно не забыть. Ветрову действительно стало любопытно, как никак эта личность была интереснее, чем старый пердун Корнхаббера, чей храп доносился из-за спины. Оборвав мысли, ожила рация. Эй, пипл, слышит ли меня кто-нибудь? Дэниел Ветров взял передатчик и произнес в ответ. Кто на связи, представься. Это Борт 40, корпорация Дороль Дороги. А, конкуренты. Ну, добрый день. Добрый, добрый, а ты кто? Голос на волне. Борт 78, транскомпания. Ха, точно конкуренты? Дэни пошли стандартные обмены комплиментами. Среди дальнобойщиков, колесивших в просторе Федерации, существовала своя волна, позволяющая пообщаться, развеять скуку, поторговать или даже позвать на помощь. И, наверное, не было бы среди водителей тех, кто периодически не подключался бы к волне, чтобы перекинуться парой слов с кем-то невидимым. Но так же, как и ты, сидящим в кабине. Разумеется, Дэниел не был исключением. Что нового на трассе, Сороковой? Не поверишь, 78-й, толпа женщин голых. Ха-ха-ха. Ветров клякнул. И что они делают? Торгуют семечками? Ну, в общем, нет. На другой стороне волны Сороковой вроде смутился, но потом раскатился смехом. Но если тебя интересуют только семечки, то пожалуйста. Хм, я предпочитаю женщин несколько с другой стороны. И в ту же секунду раздался третий голос. Это Борг-65. Транс-компания. Где бабы? Дэниел поморщился от голоса Чанга Луи, одного из водителей их каравана. Нет, Чанг. Закончились бабы? Ха-ха. Закончились? Молчи, мальчик. Не тебе это знать. Вот дали бы мне сейчас женщину. Резиновую. Злорадно вставил Дэн. Я бы Моровина сразу из машины бы выкинул, чтоб не мешал. Ха-ха. Ты бы без Алекса не справился. Ползал бы по ней полчаса, пока не нашел чего интересного. Заткнись, Дэниел. Не тебе это знать. Вспоминая Роз Чанга, метр с кепкой ветров прикинул, что полчаса ему не хватит. Братва, не ссорься. Подал голос молчавший сороковой борт. Баб на всех хватит. Где ты находишься? Спросил Луи. Пятьсот тридцать второй километр, забегаловка гавань. Знаю, знаю, хорошее место. Однажды я там три дня простоял, прежде чем нашел, чем пробитый радиатор заменить. Как тебя опознать? Ты что, Чанг? Спросил Ветров. В серьезе решил купить себе живую игрушку? Меня легко найти. Сказал сороковой. Ярко-белый ман СГ-5. Подъезжай. А бабы хоть живые? Ха-ха-ха. Да в общем-то нет. Резиновые. Дэнион расхохотался, словно в ответ храпкорно сменился нервным бормотанием, и он повернулся на другой бок. Но работают не хуже живых и дешевле. А главное, они молчат и кормить не надо. Но где же еще возьмешь молчащую бабу? Продолжал расхваливать свой товар сороковой. Нет, спасибо. Чанг наверняка поморщился. В другой раз. Конец связи. Отключил свою рацию и ветров. Он любил поболтать на волне, но если там не было никого, кроме торговца эротикой, то это отбивало всякую охоту общаться. Дэн вздохнул и полез в холодильник. Ему страшно хотелось есть. Три бутерброда, проглоченные утром, давно растаяли без следа. Так что тут у нас? Холодильник был забит почти под завязку, и недолго, покопавшись, Дэниел выудил большой кусок синтетического бифштекса, почти не отличавшегося от настоящего. Мясо тут же исчезло в микроволновке. С самого дна холодильника водитель достал большое, сочное на вид яблоко. На нем красовался наклеенный лейбл «Генетические фрукты круглый год». Сорвав бумажку и швырнув ее в предоткрытое окно, Дэниел взялся хрустеть чудом генной инженерии. Человеку, привыкшему к нормальным фруктам, вкус этого яблока показался бы по меньшей мере странным. Но ветров, как и многие, многие другие, давно уже не видели нормального фрукта, а потому продукция «Генезис и Энси» была в самый раз. Медленно двигая челюстью, Дэниел отвлеченно рассматривал трассу. Она стала, по сути, его жизнью. К зову дороги он приобщился еще в юности, когда обкатывал ремонтируемые машины. Трасса же раскрыла перед ним горизонт, далекую, убегающую в бесконечность туманную линию самой кромки неба. Трасса тянулась к ней, и он летел по магистрали, словно пытался достичь горизонта, достичь чего-то неуловимого, несуществуемого или убегающего за пределы сознания. Дэниел и сам не знал, чего именно, но в такие минуты душа его сливалась с мощным движком бронированного триллера. И он жалел только о том, что триллер немного медлителен. А дорога звала вперед, выплывала из дрожащего воздуха, манила далеко-далеко, словно вела в иллюзорную Белую долину. Ветров, конечно, знал, что это досужий вымысел, те, кому не хочется мириться с реальностью, но вымысел был приятный и активно бродил в затуманенных химикатами сознаниях людей. Белая долина – место невероятно далекое и близкое одновременно. Место, где нет техники, где природа не отвлекала ядом, где люди живут среди чистого воздуха, где люди живут. Не так, как здесь. Дэниелу хватало рассудка признавать ее мифом, ведь трасса вела совсем не туда. Строительный тягач впереди сменился округлым минивэном матово-черного цвета. По правой полосе машины скорее тащили, с чем ехали, так казалось из-за меньшей их скорости. По левой пролетали мимо, разгоняясь до 200 километров. Автопилот трейлера, наблюдая через видеокамеры за дорогой, твердо держал скорость, не допуская и возможности аварии. Вдруг упорядоченный хаос дороги взорвался воем сирен. По левой полосе промчались след в след две ярко-оранжевые пожарные машины и полицейский патруль. Дэниел смотрелся вдаль, пытаясь увидеть что-нибудь, и вскоре обнаружил у самого горизонта легкую тень дыма, медленно ползущую вверх. «Что-то произошло?» – услышал водитель голос Рона. «Похоже, впереди авария. Попадем в пробку». Рональд молча потянулся за сигаретами, чиркнул зажигалкой. Давно проснулся тигр. Сирены разбудили. Хорошенько затянувшись, он сказал, что-то тут мясом пахнет. «Обед готовлю», – ответил Дэн. «А ты будешь?» «Не люблю скромность», – улыбнулся тигр. «Жрать охота. Если тебя не затруднит, то кинь чего-нибудь». В микроволновке исчез второй кусок, и Дэниел, отключив автопилот, взялся за баранку. И сделал это как нельзя вовремя. Минивэн под самым носом трейлера вспыхнул тормозными огнями. Плавно притормаживая, Ветров произнес. «Я был прав, черт побери. Впереди пробка». «Угу», – подтвердил Рон, выпустил сизый дымок. Впереди, метрах в семистах, как прикинул на глаз Дэн, подымались густые клубы черного дыма. Что-то хорошо горело. Через минуту их трейлер и вправда попал в дорожную пробку. «Чего мы стоим?» – раздался сзади сонный голос Хаббара. «Впереди авария». «Серьезно?» «Еще не знаю», – ответил Ветров. «Когда случится что-нибудь важное, тогда и разбудишь». Корн Хаббара пошмыгал носом, зачуял запах сладковатого табака, выругался на арабском и буркнул. «Больше в кабине не курить». Рональд и Дэниел переглянулись и вместе проговорили одними губами. «Обезьяна». Потом слегка рассмеялись. Этот парень, тигр, все больше нравился Ветрову. Авария оказалась серьезной. Посреди дороги, заняв две из трех полос, лежал на боку автопоезд «нефтевоз». Вернее, когда-то это был «нефтевоз», а сейчас четыре пожарных машины пытались потушить его обломки. Рядом догорало несколько десятков легковушек, которые цепной реакцией врезались одна в другую, пока автопоток не смог остановиться. Место аварии выглядело ужасно. Горы искореженных, чадящих останков в россыпи стекла и пластмассы, густой черный дым. Патрульные полицейские в бронекостюмах из оружия наперевес перекрыли дорогу, пропуская машины по правой полосе. За их границей стояла пара фургонов первой медицинской помощи, куда санитары сгружали разорванные обгоревшие тела и редких раненых. Над дорогой висело всеобщее ощущение нервозности. Полицейские орали, стараясь заглушить войс собственных сирен. Дэн ругались пожарные и медики. Гул тяжелого пламени бил по ушам, словно молот. «Офигеть!» – произнес Рональд тихим голосом. Ветров поежился, глядя на догорающий дорожный ад. «Сколько же человек там погибло! Сколько жизней оборвалось из-за чьей-то неосторожности!» Дэн посмотрел на Рона и сказал. «Ты неестественно спокоен, глядя на это!» Тигр пожал плечами и состроил удивленную гримасу. «Я в жизни видел куда более страшные вещи. Привык, наверное. И Рон откусил большой кусок бюштекса. А вот я еще не привык. Хотя тоже многое видел. Например?» «Да мало ли!» Ветров снова поежился, словно от мороза. «Помню первый выезд в составе компании. Мы шли колонной из семи машин и уже возвращались в Арширон. Дело было ночью на железнодорожном переезде. Вот как вчера было. Хорошо помню. Темнота, а фонари горели только на самом переезде. А переезд был закрыт. Стоим, ждем. Моя машина вместе с этим...» Он кинул в сторону спящего хабра. «Стояла второй в колонне. Горит красный сигнал. Вот-вот должен пройти экспресс. И вдруг мимо нас проезжает какой-то джип. Не помню марку, но очень навороченный. Хорошо разогнался. Хотел проскочить через переезд. Не успел? Не успел. В ту же секунду, когда его колеса встали на рельсы, из туннеля выскочил скоростной поезд. А ты знаешь их скорость? Они мчатся по 300 км в час. Джип просто смело. А взрыв был какой? До сих пор вспоминаю. Вздрагиваю. Рональд без тени усмешки произнес. Отсюда резон. Не торопись, а то не успеешь. Двигались они очень медленно. В час по чайной ложке, как выразился тигр. Пока трейлер подъехал к горловине дороги и, наконец, вырвался из пробки, прошло не менее получаса. Пожар к этому времени потушили. Подымающийся к небу стол белого пара был виден уже в зеркале заднего вида. Дэниел вывел Вольво на среднюю линию. Ты давно в компании? Неожиданно спросил Рональд. Нет, всего год. Удивленно ответил Ветров, опустив стекло и выкинув косточкой от бифштекса. А до этого где-нибудь работал? Ну, в общем-то, да, произнес он. Я работал в авторемонтной мастерской. Целых четыре года. В Аршироне? Да, в Аршироне. Меня отец туда устроил. В общем, работенка была очень даже ничего. Копаешься в моторах, обкатываешь починенные тачки. Руки каждый день по локоть в масле. Работа спорилась, а главное, платили неплохо. Частники? Ну да, частная была мастерская, выгодная. Шеф держал штат из восьми работников, что у нас считается довольно много. Ты представь. Я в неделю получал за работу 15 тысяч. Рональд присвистнул. Этого мне хватало, чтобы платить за квартиру, продолжал Дэниел. Да и на жизнь тоже оставалось немало. В конце концов, жил я не с родителями, а сам. Вернее, не сам, конечно. Он понуро опустил голову и сказал шепотом. Не уберег. А ты сам? Так же негромко спросил Тигр. Хоть раз пробовал? Ну, в общем-то, да, однажды. 18 лет. Героин. Он тряхнул головой, скидывая оцепенение. Не пошло совсем. С тех пор ни разу. Рон понял, что затронул не очень приятную тему. Он решил промолчать, однако Дэниел продолжил рассказывать, как ни в чем не бывал. Хорошая была работа. Он сделал ударение на слове «была». Не пыльная. Но ты ушел оттуда? Нет, протянул Дэн. Не ушел. Однажды случилось, представь, был обычный рабочий день, все на местах, стоит пара разобранных машин, и вдруг взрыв. Первой мыслью было, что взорвался газовый баллон, но если ты не попадал в такую переделку, то я не смогу тебе это описать. Так что это было? Облава. Толпа федералов без предупреждения просто расстреляла все, что движется, взорвала все, что не движется, а потом залила напалмом обломки и сожгла мастерскую. Офигеть, тихо произнес Рон. И ты остался жив. Повезло, вздохнул Ветров. Очень повезло. Всех остальных убили, а тела сожгли до полного пепла. А все знаешь из-за чего? Шеф в мастерской и двое из наших работников оказались вампирами. Как об этом узнали федералы, когда даже мы не догадывались? Ума не приложу. Но узнали. Тебе действительно повезло. Федералы в таких делах не разбираются. Кто прав, кто виноват. Бьют всех. Так и вышло. Они разрушили рассадник вампиров, но при этом погибло пятеро неплохих парней, которые и предположить не могли, что рядом с ними обосновались кровососы. Да и мне не так уж повезло. Меня ранили в плечо серебряной пулей. Целились в сердце. Он бережно прикоснулся к левому плечу. Федералы действовали без согласования с местными властями? Ха! А-а! А чтобы ничего нигде не просочилось. Если бы в службах Арширона знали, я бы тоже узнал наверняка. Откуда? Спросил Рон. Понимаешь, мой отец майор городского патруля. Хм-м-м. Тигр закашлял. Извини. Кхе-кхе. Сейчас. Кхе-кхе. Пройдет. Кхе-кхе. 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 Согнувшись за грудь, чуть не свалился с кресла на пол, ловя ртом в воздух. Кашель раздирало легкие. Перед глазами поплыли разноцветные круги. Голова раскалывалась от внезапной боли. Дьявол. Кхе-кхе. Прохрепел он, подымаясь. Дэниел притормозил. Он выглядел очень взволнованным. Что делать? Спросил он, оказавшись возле согнувшегося тигра. Ничего. Подай воды. Держась за грудь, он достал из кармана «Чего там только нет флакон?» Высыпал на ладонь ярко-алую капсулу и, приняв у Дэна, стакан воды проглотил ее. Ветров поднял выпавший из ослабевших рук флакон. Митафон. И ты пьешь такую гадость? Приходится. Это же старье, давно снятое с производства. Ну и что? Прохрепел Рон, усаживаясь в кресло. Зато проверено временем и без канцерогенов. Хм. Тебе виднее. Спустя минут десять Рональдс усмешки произнес. Хе-хе. Интересно, кто из нас больше испугался? Наверное, я. Он проснулся от чувства голода. Открыл глаза и сглотнул слюну. Потом провел языком по клыкам и уткнулся лицом в подушку. Тихо урча. Это не был голод в чистом виде. Проголодаться до колика в желудке он еще не успел. И вряд ли ли когда-нибудь доведет себя до такого состояния. Это был не голод в чистом виде. А скорее желание испробовать чего-то еще перенасытиться кровью. Словно сытый человек, увидевший жареную индейку, решает отломать себе кусочек. Так и он, почуя свежую кровь, захотел испить ее, хотя не был очень голоден. Он заворочился в постели, но головы не поднял. Этот человек, которого подобрал на трассе напарник, источал такой аромат. Сладковатый вкус табака. Добавлял пикантности. Словно сквозь дурмянищую пелену, он представил, как вонзит клыки в яремную вену этого человека, как брызгами разлетится густая красная кровь, толчками выплескиваясь из раны. Как льется она в глотку, утоляя жажду и голод. Мечты? Нет. Пока нельзя. Он с силой сжал рукоять УЗИ? Нельзя. Время еще не пришло, но его запах... К аромату своего напарника он привык уже давно. По закону компании он не имел права прикасаться к нему до тех пор, пока напарник не пройдет испытание. Остался еще год, и его посвятят в истинную компанию, а пока... Рано еще, рано. Даниэл ничего не знает, а значит, рано трогать тигра, но его он использует. Обязательно использует в качестве еды. Стоит лишь добраться до Мариана. Он убрал пальцы из рукояти УЗИ, еще раз облизнулся и, просыпаясь, принял полностью человеческий облик. Шум дороги был привычным звуком, ласкающим слух. Непрерывный гул торопящихся куда-то машин, ощущение свободы и щемящее чувство в груди от чего-то недостижимого. Шум дороги никогда не резал уши. Пыль щекотала ноздри, и Рональд чуть не чихнул. Пока их трейлеры стояли на приколе у заправки, а водители суетились рядом, он отошел в сторону, на самую обочину и смотрел вдаль. Туда, где исчезали машины. Нас ничто не остановит, только горизонт. Вспомнил он слова давно забытой песни. Эта песня стала гимном их братства. Под эту песню они заводили моторы и улетали вдаль. Под эту песню они сидели у костра и пили ворованное пиво. Под эту песню веселились и праздновали. Под эту песню они всем братством мочили врагов. У них не было грусти или печали. Все проблемы решались железным кулаком, а трещины стягивались стальными цепями. Это было славное время. Рон молча глядел вдаль. Где-то там лежит белая долина. Далеко-далеко отсюда, среди горных крежей и ущельей. Долго до нее ехать, и все еще неизвестно, есть ли туда дорога, а если нет, придется идти пешком. Даже горизонт не остановит его, не помешает найти это мифическое место. О чем думаешь, тигр? Спросил подошедший сзади Дэниел. О дороге, медленно ответил он. О конце пути, если он будет, конечно. Ветро внезапно вспомнил, о чем хотел спросить. А где твоя цель? Ведь не Мориан? Нет, Мориан лишь один из верениц и городов, которые попадаются на моем пути, так же, как Аршерон и многие другие. Он выдержал паузу и продолжил. Я ищу белую долину. Ветро воззарился на него удивленным взглядом. Ты серьезно, тигра? Серьезно? Ты сумасшедший? Он смехнулся. Ее нет и никогда не было. Почему же? Она есть. Тигра, это же миф. Нет. Он продолжал смотреть вдали. Подумайся, произнес Дэниел. Где ты слышал, чтобы легенда оказалась правдой? Она есть. Спокойно, сказал Рональд. Я видел человека, который был там. Он врал. Хм, однюдь, Дэн. Рон посмотрел на него, как на маленькое дитя. Этот человек – один из моего братства. Вот только он так и не объяснил, почему вернулся обратно. Тяжело вздохнув, Ветров отвернулся и со словами «Ты сумасшедший» направился к машинам. Там вовсю захозяйничал Корн Хаббара, в строе и дальнобойщиков своего каравана и работников АЗС. Отборная матерщина старого, невыспавшегося черта заставляла и тех, и других работать с удвоенным энтузиазмом. Тигр почесал испаньолку и, наклонившись, поднял к земле камешек. Серый с зелеными разводами. Понюхал, а нечего делать. Пахнет машинным маслом. А вот в Белой долине промелькнула мысль. Такого запаха нет и никогда не было. Со своей стороны Дэниел Ветров тоже был прав. Белая долина – легенда. Это миф, блуждающий по воспаленным наркотиками мозгам. В нее верят. Черт побери, людям нужно во что-то верить. Вот и выбрали Белую долину. Почти все, кто о ней слышал, были уверены, что это миф. Почти все, с кем знался Рональд, с кем разговаривал о ней, считали долину выдумкой. А те немногие, кто действительно верил в ее существование или знал, не поддержали идею Рона найти ее. Ну и без с ними. Если они не могут оторвать задницу от гнилых городов, то и пусть покрываются плесенью в этом смраде. Он снова прокашивался. А я найду ее. Мы летим по жизни снова без проблем и без забот. Нас ничто не остановит, только горизонт. Проезжающие машины исчезали в знойном Марве. Пекло стояло еще то. Вот и Дэниел туда же. Подумал, он тоже считает долину легендой. Но я ее найду. С этой мыслью он вытер пот со лба и направился к трейлерам. Караван отправлялся дальше. Что такое ночная трасса, прекрасно знал любой. Хоть раз вступивший на ее полотно. Но если ему доводилось бывать на ней не только днем, но и в темное время, он мог сам кому угодно нарассказывать десяток баек о том, что такое ночная трасса, если доживал до этого. Байка-байке рознь. Мир полнился рассказами и слухами, и сколько бы невероятными они не казались, человек опытный сказал бы сразу, что в каждом из них есть доля истины. И зачастую, чем невероятнее история, тем больше в ней правды. Что такое ночная трасса, знают дальнобойщики. Спросите их. И они расскажут, как авокнать по пустой дороге и слышать треск автоматных очередей за спиной. Что такое ночная трасса, знают федеральные патрули. И они тоже могут рассказать, что ты почувствуешь, протаранив броневиком заслон из разбитых автомобилей. Расскажут, что значит выйти на ночное дежурство, зная, что можешь не вернуться. Что такое ночная трасса, знал и Дэниел Ветров. И Рональд Тигр. Впрочем, даже в темное время на дороге остаются так называемые островки безопасности. Просто народе, именуемые отмелями. Эдакие маленькие поселения вдали от городов. Главной опорой, вокруг которой строились отмели, были боевые посты федеральных служб. Рядом с ними появились бензоколонки, потом закусочные придорожные бары и мотели. В отмелях тоже текла своя ночная жизнь. Здесь почти легально торговали белым китайцем и нюком. Дорожные проститутки висели под неоновыми вывесками целыми гроздями. Федералы закрывали на это глаза. Когда впереди появился свет фонарей одной из отмелей, Дэниел передумал ложиться спать. За рулем триллера сидел Корн Хаббера. Смена ветрова закончилась, и он собирался отдохнуть до начала нового дня. Рональд молча сидел во втором кресле, иногда зевая. Он пристально смотрел на ночную дорогу. Караван без проблем миновал контрольный пост, за которым виднелась целая крепость федеральной службы, и остановился на приколе возле двухэтажной гостиницы. Час на передышку, произнес по рации Корн. Можно перекусить и расслабиться. И кого, мать вашу, здесь через час не будет, можете забыть о работе в компании. Еще издалека Рональд заприметил у дверей забегаловки десяток хромированных чоперов. Спрыгнув на землю, он направился к ним. Эта отмель была невелика. Расставленные по периметру 12 фонарей освещали широкую площадь по обе стороны от дороги. Кроме их каравана, невдалеке стояло еще 4 триллера. Отмель составляли АЗС, дешевый отель, возле которого отшивались девушки нетяжелого поведения. Два маленьких бара и, собственно, боевой пост федералов, чьи прожектора все вокруг поверх фонарей. Отмель гудела своей жизнью. В этот поздний час никому не было никакой разницы, день сейчас или ночь. Вампирские кланы сюда нос не показывали. Вот, милю патруля, наверняка была пара инквизиторов. Вблизи бар производил не самое лучшее впечатление. Вывеска над выбитой дверью символизировала гору бутылок. Но Рональд был уверен, что это еще не все, что здесь подают. Обшарпанные стены кое-где красовались кирпичной кладкой. Пара окон давно уже лишилась стекол. Возле входа, согнувшись пополам, блевал какой-то юнец. Ему помогали две похожие, как две капли воды, девахи. Их глаза были посажены неестественно широко. «Мутанты!» – поморщился Рональд. За входом не существовало никакого фейс-контроля. Рональд переступил порог и нырнул в заполненный шумом зал. Никто не помешал ему войти и не спросил личности. Рону это не понравилось. Каждое уважающее себя заведение на отмелях старалось следить за своей клиентурой. Впрочем, всегда находились те заведения, которые себя зауважали не слишком. Людей, которых искал, он увидел сразу. За двумя сдвинутыми вместе столиками, заваленными пивными банками, расположился десяток дюжих мужиков дорожного байкерского вида. Лишь немногие из них уступали Рональду по телосложению. «Крепкого ветра!» – произнес он, подсаживаясь на единственное свободное место. Разговор стих. «И тебе ветра в лицо!» – ответил здоровяк в центре стола, что возвышался над остальными на добрые полголовы. Он был одет в кожаную жилетку, заклепанную по самое «немогу», широкие кожаные штаны, к поясу которых были прицеплены револьвер системы «Кольт» и мачете, в локоть длиной. Обнаженные плечи, переваливающиеся буграми мускулов, красовались в равной степени кельтским узором татуировок и сетью старых шрамов. Байкер, глава клана, был немолод. Его поседевшие волосы сплетались в хвост, спускающийся до середины спины. Глаза блестели из-под густых бровей. «Кто ты есть?» – спросил он. «Бристол, Эйвэй, Энджелс». «А-а-а-а, уважаю. Пиво нашему брату». Знакомство произошло. Банда оказалась стальными тенями. Где-то краем уха Рон о них слышал. «Меня зовут Рональд Тигр». «Так говоришь из Бристола». «Точно?» «М-м-м, далеко же тебя занесло». По традиции разговор ввел главарь. Легкое напряжение спало, и десяток байкеров с интересом смотрели на ангела трассы, так далеко залетевшего от родного гнезда. «Да, далеко». «И ты один?» – Рональд кивнул. «Но почему?» «Нас вот много. Неужели все ангелы погибли на дорогах?» «Э-э-э, дорога – наша жизнь. Мы не... мы не гибнем на ней. Мы ж живем». «Но я и впрямь один. Никто из моих братьев не поддержал меня». Здоровяк потянулся, хрустнул костяшками пальцев. «Значит, ты в одиночку добрался сюда из Дальнего Запада?» Снова Рональд кивнул. «Я еду в Белую долину». Он знал, с кем разговаривал. Он знал, что наверняка они верят в нее. «Но если ты едешь из Бристола, то прошел уже большую часть пути. Ты знаешь дорогу?» «Да, примерно. Один из наших был там и оставил проложенный путь. Один из ваших». Здоровяк задумчиво почесал подбородок, потом смял пустую банку. «Как его звали?» «Док-док-трэш». «Док!» – вскричал главарь. «Ты знаешь дока трэша?» «Ха-ха-ха! Друг мой док, старый лис!» «Сумел таки вернуться к своему дому!» «Ха-ха! Это с его-то колымагой!» Лицо Здоровяка осветилось искренне какой-то детской радостью. «Друг моего друга, мой друг!» «Брат моего брата!» «Мой брат!» «Меня зовут Рагнер!» Рональд слегка смущенно пожал лопищу вожака. «Вот тут уж пиво потекло рекой!» «Ха! Говоришь, дальнобойщики подобрали!» «Плюнь на них, оставить их отморозков в их бронированных раковинах!» «Поехали с нами!» «Извини, Рагнер, но я хочу отправиться в долину сейчас!» «Ну, а я поведу свою стаю через три месяца!» «Значит, ты был там?» «Конечно, был, брат!» «О чем разговор? Вот уже пятнадцать лет мы каждую зиму приезжаем туда!» «Но ведь в Белой долине нет дорог!» «Нет, конечно, ты прав!» «Мы оставляем чоперы в предгорьях!» «В специально приготовленных местах, где их никто не найдет!» «А дальше пешком переваливаем через горы!» «Скажи, Рагнер, там красиво?» «Хо-хо! Да, Рональд, брат мой! Там красиво!» «Черт возьми, еще банку!» «У меня там свой дом!» «Э-э-э... бревенчатый, широкий, но всех хватит!» «И кладовая, забитая бочками с самодельным ореховым пивом!» «У-у-у-у!» «Тигр зачарованно смотрел на вожака, человека, пятнадцать раз бывавшего в Белой долине!» «Там хорошо, Рональд! Там тихо и спокойно!» «Мы всей стаей проводим там каждую зиму, отдыхаем от всего этого!» «Он обвел руками зал Бара, как бы захватывая гораздо значительно больше!» «А потом вы возвращаетесь?» «Конечно! Каждую весну мы возвращаемся сюда!» «Но зачем?» «Что зачем?» «Не понял Рагнару, удивленно уставились на Рона все сидящие за столом!» «Э-э-э... почему вы возвращаетесь?» «Хм! Ты поймешь это, когда окажешься в Белой долине!» Рональд был в шоке. С одной стороны, он всегда верил в то, что долина – место чистое, спокойное, незамутненная цивилизация и, наверное, последнее на Земле. То же самое подтвердил и Рагнар. Но с другой стороны, эти парни утверждают, что там невозможно остаться надолго. «Почему?» «А ты не спрашивал это у Дока?» «Спрашивал, но он... он не ответил. Он вообще молчаливый стал, когда вернулся из долины. У нас в Бристоле ему не поверили». «Единственный на все отмель-отель имел вид ненамного лучше, чем забегаловка, в которой исчез тигр». Памятуя о поддном часе, установленном хабарой, Ветров серьезно сомневался, успеет ли Рональд. Его чернокожий напарник еще подождет. Запоздавшие экипажи, но не тигра. С налетом непонятной тоски Дэн взглянул на обшарпанный бар. Взгляд его задержался на цепочке хромированных байков. Вот оно. Рональд наверняка... Рональд наверняка выехал из Бристола на своем мотоцикле, но не доехал. Мало ли что могло на дороге случиться. А сейчас он встретит своих. Чем больше шансов, что тигр не вернется вовремя. А значит, не вернется вообще. Подняв пыль, из кабины своего триллера спрыгнул Алекс Моровин. Невысокий худощавый парень с длинными прямыми волосами до плеч. Почти одногодка Дэна. Как всегда, его лицо было печально, а сам Моровин молчалив. Дэниел никогда не видел его другим, но чувствовал, что это неестественное его состояние. Гори и Шикалов, экипаж третьей машины караванос, смолили толстые папиросы у борта своего триллера и чего-то обсуждали с Хабарой. Морщинистое лицо Мулата еще больше съешилось от густого дыма. Ветров хотел было последовать за Рональдом, но почувствовал, что кто-то коснулся его плеча. «Пойдем, выпьем пиво», – предложил Алекс и, не дожидаясь ответной реакции, обернулся и неторопливо зашагал в сторону гостиницы. «Вот такой он, этот Алекс. Он напомнил Ветрову Перо. Вечно грустный, печальный, задумчивый. Ну, Перо, хоть причина была. Он был безответно влюблен в Мальвину. А Алекс что? Может, тоже давным-давно нашел прелестное создание, давшее ему отворот-поворот, и бедолагу до сих пор плющит. Составить компанию Моровину Дэна не отказался. В гостинице тоже имелся свой бар. Маленький, уютный, не в пример дорожной забегаловки. Над входом висел большой, намалеванный от руки и подсвеченный неоном плакат. На нем изображался большущий комар с клыками вместо хоботка, перечеркнутый запрещающим знаком рядом головка чеснока, а большая подпись гласила. «Здесь вампиров не любят». «Еще бы!» – ухмельнулся Дэн. «Где же их любят?» «Вот только всем известно, что чеснока вампиры не боятся, а знающие люди говорят, что даже жрут его пачками. А оттого серьезный по задумке плакат принимал комичное выражение. У стоянки суетливо отшивался Чанг Луи, заигрываясь с сексапильной девахой раза в полтора выше его самого. Русского китайца, потомка первых переселенцев, это ничуть не смущало. И вот рука девахи уже двусмысленно лезла ему в карман. То ли за бумажником, то ли за тем, что рядом. При появлении Дэна и Алекса, коротышка-китаец и глазом не моргнул. «Хочу эту!» – громогласно объявил он дородной женщине за стойкой. Кроме бармена, она, видимо, была еще и сутенером. «Хочу ее немедленно!» «Так это, плати, и она немедленно будет твоей!» Чанг Луи затряс парой хрустящих бумажек, после чего красотка так же громогласно, как и он, до этого объявила. «Он меня хочет! Вы слышали меня?» Остальные девушки, которых было около десятка, дружно зааплодировали. Бар тонул в неоновом сумраке под нескладный ритм трип-хопа. Одна из бабочек устроила на столике бесплатный стриптиз, медленно обнажая вполне неплохое тело. Глаза ее давно заволокла пелена тумана, но она автоматически продолжала двигаться под музыку. Вокруг столика, подбадривая танцовщицу, хлопала и веселилась толпа мужиков в спецовках и клетчистых футболках. Наверняка водила каравана, что стоит сейчас в этой отмеле. За столиком у стенки подтягивали пиво два офицера из числа патрульных. Они были в черно-сером камуфляже, судя по блестящим нашивкам. Капитан из Торлей. Несколько знал ветра. Подобная вольность у федерального патруля строго запрещалась. Насколько он знал. Вокруг патрульных вились три девушки с обслуживающего персонала и, видимо, обслуживали офицеров неплохо. Во всяком случае, они выглядели довольными, давая волю рукам. В маленьком баре было тесно. Кое-как протолкавшись, Алекс и Дэн добрались до стойки. Нам пиво, сказал Моровин. Мне бокал шафрана. А тебе? Мне янтарная дорожная. Один бокал. Морфий? Экстази? Спросила барменша. Или девушку на послепива? Нет. Ответил Ветров. Просто пиво. Есть гладарки и сорванел. Великолепные наркотические добавки специально к пиву. Нет, спасибо. Уже жестче произнес Даниал. Нам только по бокалу пива. Необятная барменша пожала плечами и посмотрела вслед двум дальнобойщикам. Ее девочки продолжат начатые. Свободный столик для них нашелся. Вместо привычных пластиковых табуретов там стояло некое подобие мягких кресел. Сервис, блин. Проворчал Дэн. Опускаясь на одно из них. Пиво приятно холодило нутро. Имитация комфорта. С такого быстро не вскочишь. Верно. Согласился Ветров. Зато сидеть приятно. По старой традиции они сделали поглотку из бокалов друг друга. Это был знак доверия. Совершенно символический возможность испробовать и оценить другой сорт пива. Шафран, например. Дэниал никогда не пил. Что ж, вкус у Алекса неплохо, хотя пиво показалось слегка терпким. Ну и как ты смотришь на этих девушек? Косо. Отрезал Моровин. Чанг уже исчез. Так же быстро и вернется. Поползает по этому зализанному сотнями мужиков. Телу удовлетворит похоть и прикатится обратно. А вот, кажется, и к нам гости. Скосил глаза Дэн, покачивая бедрами. К ним шла шлюха. Иного слова у дальнобойщика просто не нашлось. Намазанная дешевой, растекшейся по лицу косметикой. Накачанная какой-то гадостью и едва одетая. Не спрашивая разрешения, она опустилась на свободное кресло. «Мальчики меня желают». «Мальчики заняты», – буркнул в ответ Дэниел. «Ничего примечательного в этой персоне он не находил. Пусть уж лучше она сочтет их голубыми». «Настолько сильно?» «Я сумею разнообразить вашу компанию?» «Внесу в нее новые краски, новые ощущения». Ее рука уже тянулась к бедрам Алекса. Тот застыл, поднял на проститутку полные грусти глаза и сказал холодно и резко. «Послушай, Скво, если ты сейчас не уберешься, я размажу твои кишки по всему бару». В его руке неожиданно появился парабеллум 45-го калибра. Ствол упирался проститутке в живот. «Вон!» – с напором произнес Алекс. «Иди приставай к другим ребятам. Они хотят тебя гораздо сильнее». Со шлюхой что-то произошло. Она отстранилась от Моровина. Глаза ее стали безумные серы. «Иди, они тебя хотят». Она молча встала и пошла прочь от их. Столика в воздухе остался шлейф из запахов спирта и дешевых духов. «Хм, как ты это сделал?» – с удивлением произнес Дэн. «Хм, я немного владею приемами». «Что это такое?» «Нейролингвистическое программирование». «Проще говоря, я сказала, она сделала». «Хм, не слабо». «Мелочь». «Специалисты по НЛП могут намного больше». Эта скво была просто настроена на прием. Наркотики с легкостью открывают ворота в мозг для тех, кто умеет через них пройти. И хотя говорил он о своих победах, голос его оставался так же тих, как и прежде. Как ни странно, но к ним никто больше не подсел. Наглотавшуюся наркоты танцовщицу сменила другая. Толпа обрадованно взвыла. Алекс и Дэниел болтали о пустяках. Больше всего о дороге Дэн искоса поглядывал на часы. Минуты тянулись медленно, услужливо. Когда второй бокал был наполовину опустошен, Ветров спросил, чуть склонившись над столом. «Эта, скажи, Алекс, а ты веришь в Белую долину?» Алекс едва не поперхнулся пивом. «Во что?» «В Белую долину. Только не говори, что ты о ней ничего не слышал». «Тьфу ты! Ты бы еще спросил, верю ли я в Санта-Клауса». Он сделал объемистый глоток. «Ну, о долине я слышал». «И что скажешь?» «А что тут сказать? Это же миф, верно? Не бывает таких мест». «Верно», – нехотя согласился Дэниел. «Но почему-то мне так уже не кажется. Мы искали силе полфедерации. Ты где-нибудь видел подобные места или хотя бы людей в них побывавших?» «Наверное, они остались на другой, еще необъезженной половине», – усмехнулся Ветров. «Чего ты это спросил?» «Хочу разобраться, что в нашем мире реальность, а что вымысел». «И не найдется найти?» Ответ на этот вопрос отрезал Алекс как-то уж резко. «Почему?» «Эх, я искал. Нашел совсем другое». Они залпом осушили бокалы и направились к выходу. Времени до отъезда оставалось немного. Дэн бросил взгляд на вывеску над входом, изображающую огромного комара. Несколько лет назад он считал вампиров мифом. Теперь для него это реальность. Интересно, какие еще открытия несут повороты трассы. В лицо ударил прохладный ночной воздух, свет прожектора резанул по глазам. После укуренного, насыщенного потом и алкоголем воздуха бара здесь дышалось легко и свободно. Дэн поймал на себе взгляд Алекса с затаенными искорками тоски в глазах и услышал его голос. «Ищи, пусть тебе повезет». Он отвернулся, подняв ворот куртки. «Ищи». Словно каленое железо. Это слово обожгло мозг. И в эту секунду мир остановился. Вспышка. Грома. Дэниела окатила волной горячего воздуха. Ударная волна прокинула на землю и проволокла еще несколько метров. Твою мать. На месте одной из машин чужого каравана вверх рванулся. В стол пламени и дыма расплавленные осколки осыпали все отмель. Секундная тишина. Шок. А потом одиноко застрекотал пулемет на вышке федерального блокпоста. Ему вторил второй, третий. Откуда-то из темноты раздались первые крики, удивленные, обезумевшие. И начался хаос. Второй взрыв накрыл бензоколонку. Ветра успел увидеть стреляющего. Силуэт человека с базукой верхом на допотопном джипе. Увидел, как пронзает в воздух раскаленный снаряд. Увидел, как рядом вырвалась на волю мощь десятков тонн топлива. Вздрогнула сама земля. Дэн неуклюже вскочил на ноги и бросился к бару, в котором был Рон. Почему именно туда, а не к трейлерам, он не мог объяснить, по крайней мере, сейчас. Из бара выскакивали люди. Многие из них были вооружены не ножами, а хорошими стволами заводского производства. Рассыпавшись в стороны, они принялись палить в темноту. Рев пламени заглушал все звуки. Остатки тел заправки разнесло взрывом по всей отмели. Воздух наполнился гарью. Дэн растерялся. Не зная, что делать, он просто бежал. В центре площади уже догорал подстреленный федералами джип. Но еще пятеро въезжали в освещенный круг. Из них десятками выпрыгивали люди. Люди? Они тут же вскакивали на ходу, расстреливая все, что движется. Твою мать! Острая боль пронзила бедро, и Дэн рухнул на кипящий асфальт. Сознание помутилось. Он прополз несколько метров и завалился на спину. Перед глазами было небо. Черное небо, расцвеченное огнями пожара. Чертовщина какая-то за десять секунд отмель превратилась в настоящий ад. Звуки затухли. Взлетели искрами вверх. Треск хеклеров, стук тяжелого пулемета, крики, крики, крики. Все смешалось. Дэн лежал на спине, не понимая еще толком, что его подстрелили. Может, шальная пуля, а может, нападавшие стреляли прицельно. Только вот кто эти нападавшие? Дорожные банды. Но они никогда не нападают на отмели. Безумные браконьеры, не убоявшиеся даже федерального блокпоста. Ответа Дэн не знал. Его сознание постепенно отключалось от внешнего мира. Из-за болевого шока он не чувствовал самой боли. Внезапно большая тень нависла над ним. Тут же кто-то схватил его за плечи. Дэн открыл глаза. Когда только успел закрыть. И увидел лицо склоненного над ним Рональда Тигра. Ты жив? Ну, слава ветру. Быстрее бежим. Лиса его превратилась в маску сосредоточенности. Дэниел хотел сказать, что он не может никуда бежать, да и идти ему вряд ли удастся. Но вместо слов вышел глухой хрип. Рон и слушать ничего не желал. С легкостью подхватив Дэниела на плечо, он зигзагами побежал к трейлерам. Лишь удача позволила пробежать им сквозь свистящие пули. Привалившись спиной к борту грузовика, он осторожно поставил Дэна на землю. Если это... базукой... Проговорил Дэн. Шок прошел. И боль стала стремительно возвращаться. Нет базуки, этого парня же сразу же пришили. Он был первой волной. Второго такого же у них нет. Кто это? Пуля со свистом отскочила от борта в двадцати сантиметрах от головы Тигра. Вампир, ответил он. Что? Что слышал, брат? Ревнул Рональд. Это дикари, понимаешь? Дикий клан. Им все равно, на кого нападать. Им все равно, кого убивать. Им нужен лишь пир на кровавых телах. Но их же перебьют. Уверена. Посмотри. Дэниел привалился на одно колено и выглянул из-за колеса. На отмель въезжали все новые и новые джипы с нападавшими. Ветра всходу насчитала одиннадцать. Еще четыре догорало. Догорали и чоперы у бара. Догорали тела их защитников, тех, кто с оружием в руках первыми выбежали встречать опасность. Они скоро потеряют над собой контроль, произнес Рон. Взгляни. Они уже не столько стреляют, сколько пытаются загрызть жертву. Скоро начнут пить кровь. Но ведь федералы их растаскают. Хотелось бы верить. Проворчал Рональд, перезаряжая МК-13. Скатившись под трейлер, он дважды выстрелил. Попал Тигр или нет? Дэни не видел. Он уже лез в кабину. Скорее, Тигр, здесь безопаснее. В эту секунду он увидел бегущего Хабру. Старый негр вырулил из-за угла гостиницы и голопом несся к грузовику. «Заводите моторы!» Крикнул он на бегу. Но Ветров таки остался стоять на стальной подножке, ведущей в кабину, дожидаясь напарника. За спиной Корна появились двое из нападавших. Пули прошили негра насквозь, чавканьем вырвались снаружи и забарабанили о кузово. Рявкнув в ответ МК-13 Тигра, Корн остановился, недоуменно глядя на кровь, вытекающую из груди. Парочка нападавших рванулась к нему. Сейчас Дэн успел их как следует рассмотреть. Грязные одежды, камуфляж и джинсы, почти звериное выражение лиц. Корн Хаббара резко обернулся. Кровь, что хлестнула из его раны, внезапно остановилась. Она скалился. И в свете взрывов блеснули два длинных клыка. Холод пробрал Ветрова до костей. Что это значит? Хаббара бросился на нападающих. Они закружились клубком из плоти и злости. Не раздумывая более, Дэниел выхватил из-под куртки девять миллиметров Аламар и выпустил в них всю обойму. Тут же спешно перезарядил и стал стрелять снова. Ему было уже все равно, кому достанутся свинцовые посланники, диким вампирам и ликорну. Как же так? Хаббара из их племени? Тигр вкатился из-под трейлера. Не прекращая стрельбы в шевелящую массу, магазин быстро опустил. «Скорее!» Потолкнул он Дэна. «В машину!» Ветро вскорчился от боли, едва сев в кресло водителя. «Э, нет, брат, так дело не пойдет, я поведу». Дэн Бледный, как смерть, с трудом уступил место. Только сейчас он заметил, что вся его левая штанина пропитанная кровью. И кровь продолжает выливаться мелкими толчками. Он едва не потерял сознание от боли, прикоснувшись к ране. Благо, пуля прошла насквозь. «Черт, как заводится эта штука!» Воскликнул Рон. «Мой палец идентификатор». Дэниел подтащил себя к приборной панели и включил зажигание. Машина запрограммирована только на хозяина. «Как будто ее могут угнать!» Зло прошипел Тигр, выруливая на дорогу из адского оазиса. Остальные машины их каравана тоже начали смертельно опасный маневр. Толстое стекло и крепкая сталь в равной степени защищали их от сырящего снаружи грохота и от звенящих оборта пули. Зато от зрелища кровавой разрухи защитить не могли. Треллер уже почти покинул отмель, как вдруг прямо на дороге в свете фар появилась девушка. Она стояла, раскинув руки в просьбе остановиться. В ней Рональд узнал одну из безухих девиц-мутантов, что встретил возле бара. Сзади по машине стрекотали хеклеры. «Прости, скво!» Сквозь зубы сказал Тигр, надавив на газ. Караван медленно, но верно выбирался из охваченного огнем и ужасом оазиса. Но дикари не собирались позволять кому-либо сбежать. Первый юркий джип, что возник у них на пути, третий сам не справился с управлением и скатился в придорожную канаву. Сколько людей, нелюдей было в этих джипах, ни Ветрову, ни Тигру было уже неинтересно. Рональд молча жал вперед. Им удалось вырваться, им и борту 65. 74-й борт оказался блокирован. Он ехал последним, на разбитом заднем мосте. Когда перед ним возникла баррикада из джипов, разбитых предыдущими трейлерами и новых, мгновенно прикативших со всех сторон, Шиколов, водитель машины, понял, что не прорвется, но все равно поддал газу. От удара грузовик развернул, и он упал на бок и загорелся. А это означало лишь одно – им уже не выбраться. Сиснув зубы, Рональд молча гнал машину дальше. Чернила ночь. Очередная безумная ночь трассы. Дикой, бездушной, непредсказуемой и неизвестно, какие еще сюрпризы и открытия таит она за очередным своим поворотом. Караван из двух трейлеров гнал прочь, а то отмели более часа. Потом они остановились на короткий перевал, не для того, чтобы почтить погибших, это будет после, а для того, чтобы помочь выжить раненым. Рональд, как умел, еще раньше перевязал рану Ветрова. У парня началась горячка. Он то и дело терял сознание. Недолго думая, Рон вколол ему двойную дозу обезболивающего и миосимуляторы. Так быстрее заживет, хотя и сожрет все ресурсы организма. Во втором экипаже потерь не было, но им срочно пришлось чинить радиатор, пробитый осколком. А потом они мчались дальше. Фары вырывали из темноты дорогу, одинокие голые деревья по обочинам следы былого мира. Вел караван Чанг Луи, и Тигр был этому благодарен. Ему оставалось лишь везти машину за бортом 65. Дэниел лежал без сознания, пристегнутый на всякий случай к лежанке. Ему было хорошо. Тигр вел машину и то громко, то про себя матерился. Он ругал все. Проклятую дорогу, что порождает дикарей, проклятую идею, что погнало его в путь проклятые банды, что убили стальных теней. Братья-байкеры не привыкли убегать и прятаться. Когда раздался первый взрыв, они похватали оружие и выбежали из бара, чтобы поучаствовать в заварушке. Они не знали, что произошло. Они тоже ненавидели дикарей, и все полегли. Рональд покрепче стиснул зубы, но руки на руле все равно дрогнули. Что за дьявол правит этим миром? И что за груз у них за плечами? Полиметаллы? А стоят ли они тех человеческих жизней, что платят за них? Пусть Мулат Хабара и не был человеком. А кем был? Вампиром? Или чем-то иным? Да и те, кого называют нынче вампирами, вовсе не имеют отношения к старым персонажам баек, к ужастикам. Мутация, катастрофа породила их всего лишь уроды, совсем не бессмертные, не боящиеся света. Просто метаболизм их неотвратимо перевернулся, и кровь стала необходимой для пропитания. Чужая кровь. Мысли путались, разбегались, сталкивались, разбивались, исчезали, и появлялись снова. Они мчались все дальше и дальше. Тигера, раздался голос сзади. Да, Дэн, Дэма, мы едем на восток, в море. Я долго был без сознания? Несколько часов, ответил Рональд. Как ты себя чувствуешь? Хреново. Все горит, не только рано, а я весь словно сгораю изнутри. Это хорошо, Дэн, значит, работает миостимулятор. Они убьют меня, Рональд. Да, они сожрут годы твоей жизни, но ты же не хочешь потерять ее сейчас. В ответ раздалось лишь кряхтение. Ты лучше отдохни. До рассвета всего ничего, часа два-три. Чан Глуи по рации говорил, что с рассветом мы прибудем на место. Ты слышишь меня? Я тебя слушаю, но заснуть уже, наверное, не смогу. Это зря. Вот я бы сейчас все отдал за возможность поспать. Рональд трудом подавил зевок. Там, в холодильнике, с трудом произнес Дэн. Есть пара баночек Гураны. Вот черт. Как я сам не догадался посмотреть. Он распаковал одну баночку и переложился к бодрящему энергетическому напитку. Тебе не дам, тебе нельзя сейчас. А то вкупе с обезболивающим даст не тот аффект. Я знаю, Рон. Сколько ты уже без нормального сна? Ну, по меркам трассы всего ничего, трое или четверо суток. Он на одну секунду замолчал, а после задал неожиданный вопрос. Ты хотел бы узнать, как я здесь оказался? Почему я здесь? Ответа не последовало, но Тигр словно почувствовал, как Дэниел кивнул. Мое настоящее имя Роман Теров. Меня так называли родители. Только толку от этих родителей было. У них не было денег даже на начальную школу. Хотя я их не виню. Во всем виновата катастрофа. Она лишила отца рук, а мать красоты. И для них я был лишним ртом в доме, где краюха хлеба на вес золота. Хотя они, конечно, никогда бы так не сказали. А в те годы я был маленьким и глупым, и не понимал еще и десятой долей происходящего. В итоге все больше и больше времени проводил на улице с приятелем. Все реже приходил домой. И однажды, когда мне было уже девять лет, я туда не вернулся. Долго шлялся по трущобам и подвалам, саравой таких же нищих кресенышей. Научился бить, а потом убивать. Было все. Грабежи магазинов, родная полиция, голод и драки, первая девушка, водка и кока. Мы росли быстро. Но в 15 лет все закончилось. Была такая же ночь. Еще одна дикая, горящая ночь Бристола. Несколько ста объединились тогда с единственной целью навешать банде малолеток трущобных вампиров. Славная была потеха. Но в ту ночь меня укусил оборотень. А в трущобах еще и не такой гадости можно было встретить. Как это вышло, я до сих пор не знаю. Меня спасли полным переливанием крови. Дэниел тихонько присвистнул. Рональд рассказывал легко, глядя в темное лобовое стекло. Он словно говорил сам собой. Так действительно было легче. Потом все изменилось. Знаешь, Дэн, я перегорел, мне надоело полуголодное существование в подворотнях. Маленькие шлюхи, ложащиеся под тебя. За половину ворованной шоколадки, наркота кругом. Я ведь чуть не умер из-за проклятого оборотня. А в такие минуты человек начинает ценить жизнь. И я ее оценил. И хотелось просто жить. Попробовал найти дом, где раньше жил бесполезно. Дом отдали под снос. Родители переехали черт знает куда. Так я их и не нашел. Моей новой семьей стали ангелы автострады. Клан байкеров. В какой-то момент я понял, что все они, как и я, бывшие оборванцы и бизнесмены, бедные и богатые, в общем, тоже отреклись от мира, который был выжат досуха, который разучился дарить тепло. Они тоже захотели просто жить. Они стали для меня братьями. Там я и получил имя Тигр. Они благородные люди, Дэн, не чита уличным бандам. Они не грабят на дорогах, а зарабатывают честным трудом. А главное, они всегда вместе и всегда готовы прийти на помощь друг другу. Мы колесили вместе по дорогам 15 лет. Ты представляешь себе этот срок, Дэн? 15 лет. Ну, а почему ты оказался один? Все просто, Дэн. Миф. Миф всему виной. Все тот же миф о Белой долине. Даже среди ангелов были особо неспокойные люди, а таких, говорят, шило в заднице застряло. Пожалуй, я один из них. Раньше мне бывало захочется себе нервы пощекотать. Так я путешествовал в одиночку автостопом. Ну, не совсем в одиночку. Со мной всегда был верный МК-13. Ты скажешь, псих, да? Конечно. Кто, как не псих, может еще поверить в Белую долину? Ну, вот, что я тебе скажу, Дэнниел? Был среди ангелов такой парень, Док Трэш. Еще больший псих, чем я. Он и стал подбивать ангелов на то, чтобы сняться с места и махнуть в Белую долину. Его никто не поддерживал. Он уехал сам и спустя год вернулся. С его слов я узнал, как туда попасть. С его слов я узнал, что там ожидает и пожалел, что не поехал с ним. Док отказался ехать туда еще раз. Ему уже за пятьдесят. Какая там дорога? И тогда я стал на его место, убеждая хоть кого-нибудь отправиться со мной. В итоге я отправился один. Как некогда это сделал Док. А сегодня ночью я получил еще один камень и фундамент своей веры. Стальные тени тоже были в Белой долине. Рональд замолчал. Дэниел Ветров понял, что речь шла о тех ребятах, что полегли у бара того отмели. Тянулись священные минуты молчания. Расскажи о Белой долине, наконец попросил он. Расскажи не легенду, а то, что говорят люди, побывавшие там. Боюсь, что мой рассказ не будет долгим. Люди, побывавшие там, рассказывали одновременно много и ничего. Они рассказывали чувства, они старались облекать в слова свои эмоции, наверное, про Белую долину, иначе и не расскажешь. Ее и воспринять-то можно только душой. Сначала поверить, а потом принять. Наверное, весь наш мир был когда-то такой же эмоциональный, живой, чувственный, в чем-то даже нелогичный. Он был таким не до катастрофы, нет, он был таким до эры технологии. Белая долина затеряна в горах. Туда нет дорог. До ближайшего крупного города 2000 километров, кстати, это именно Мориан. Дальше не будет федеральной трассы, дальше будут узкие местные дороги. В Белой долине нет технологий. В ней осталась чистая, живая природа. Кто-то побывал в ней первым после катастрофы, рассказал остальным, и зерна упали на благодатную почву. А дальше пошло-поехало. Байки, сплетни, мифы, сказки. Я понимаю, что этими словами не рассказал тебе ничего нового, но здесь трудно что-либо добавить. Белая долина существовала всегда и всегда оставалась загадкой. Док Трэш, когда вернулся, сказал, что там рождается рассвет. Но почему уехал оттуда обратно? Не сказал. Быть может, он хотел рассказать вам... Быть может, он хотел рассказать вам об этом. Позвать вас за собой, произнес Дэн. Может быть... Тихо согласился Тигр. Может быть... Медленно приближался рассвет. Черный барых от неба над горизонтом начал тихо выцветать. Тигр таращился красными глазами в лобовое стекло. Дэниел спал. Меостимуляторы хорошо делали свое дело. Еще пара часов и Дэн сможет ходить. А через сутки рана полностью затянется. Хорошо, что пуля прошла насквозь. В эту ночь больше ничего не случилось. Попались однажды остатки баррикады и с остальных грузовиков. Но они были раскиданы задолго до их приезда. Небо серело. До моря она оставалась меньше часа. Борж 65-й на связи. Раздался голод Чангалуи. Говорит ведущий, доложите обстановку. Прием. Ну чего тебе? Усталым голосом спросил Тигр. Вы там еще не уснули? Прием. Ветров спит. Если тебе это интересно. Я пока еду. Можешь глянуть в зеркало заднего вида и убедиться. Прием. Для человека, впервые севшего за штурвал трейлера, ты неплохо едешь, Тигр. А что делать? Жить-то хочется. Ответил Рон. У тебя есть что дельного сказать? Прием. Мы скоро будем в городе. Двигайся за мной и старайся не отстать. Едем прямо на разгрузку. Потом ты сможешь идти хоть на все четыре стороны приема. Сизвила. Сизвил Тигр. Конец связи. Он отключил рацию и сплюнул. Пошел ты узкоглазый. Дэниел беспокойно заворочился, но не проснулся. Что будет с этим рейсом дальше? Подумал Рональд. Две машины и всего три пилота. Неужели они в море не получат новый заказ и двинутся дальше? Да, скорее всего так. Это же транскомпания. Не будто не порожняком трейлеры гнать обратно в Арширон. Сразу по приезду обратятся в здешнее правительство. Узнают, ездили груз из Мориана. День отдохнут и вновь на трассу. Ну и работа. Когда впереди появились шпили высотных труб, первые предвестники большого города, Тигр допивал уже вторую банку энергетического напитка. Небо превратилось в застывшую бликлую тряпку. Через несколько минут их кортеж въехал на улицы города. Когда-то до катастрофы Мориан назывался иначе, впрочем, как и Бристол и сотни других городов. Зачем их переименовали? Мориан не оказался ни чище, ни грязнее Арширона. Тот же марсианский пейзаж. Одинаковые дома, пустыри, ни единого деревца. Сплошь асфальт и бетон, песок дворов, да облезлая краска стен. Рональд даже не смотрел по сторонам, он знал, что увидит. Они петляли по городу довольно долго, пока не остановились у низко, распластанного по земле склада где-то в глубине заводских районов. Тигр разбудил Ветрова. Я знаю, что ты сейчас недвижимость, но мы приехали. Молча Дэниел встал с лежанки и вслед за ним, с его помощью, вылез из кабины. Стояло хмурое холодное утро. На запах гари царящей в воздухе никто уже не обращал внимания. Из склада появился десяток крепких парней в спецовках. Они вскрыли контейнер трейлера, что проделал столько тысяч километров и принялись его разгружать. Рональд с криктением выволок из кабины свою сумку. На душе было погано, непонятно от чего. Рядом стоял Дэн, опершийся колесо. Погоди засыпать, пилот, еще только утро. Ага, бесцветно, сказал Ветров. В эту секунду один из рабочих оступился и уронил на землю большую коробку. Одновременно щей-то матерью раздался приглушенный звон. Через секунду рабочий схватил коробку и бегом занес ее на склад. На асфальте осталось что-то едва различимое. Рональд застыл, всматриваясь. «Что случилось?» – спросил Ветров, глядя на сосредоточенное лицо тигра. «Идем», – коротко ответил он. «Идем медленно и тихо, как будто туалет ищем». Он повесил на одно плечо сумку, другой рукой помог сделать Дэну первые шаги. «Так что случилось?» Когда они оказались по другую сторону решетчатого забора, КПП, груды покрышек и лабиринта гаражей, тигр произнес. «Вашим грузом были вовсе не полиметаллы. Их в коробках не таскают. Там не было ничего, даже близко с этим связанного». Одновременно с этими словами Рональд подтолкнул Дэниела в плечо и они поковыляли дальше по захламленной улочке. «Что же там, по-твоему, было?» «Кровь», – резко ответил Рон. «Только сейчас для меня все детали мозаики стали на место. Вы везли кровь, брат. Чистейшую стерильную кровь, понимаешь? Это объясняет все. Как иначе вампир Хаббара мог протиснуться в транскомпании? Он ведь не первый рейс в дороге. Значит, он не инспектировал ценный груз. Он постоянный служак вампирского клана. А я не поверю, что если бы компания принадлежала нормальным людям, они не смогли бы вычислить кровососа. Смогли бы. С легкостью. Значит, здесь дело было нечисто. Не удивлюсь, если все капитаны, экипажи из их числа. Это уже должно быть просто логично. Логично. А вообще возможно? Ответ на этот вопрос ты мне дал, когда рассказал о своей прошлой работе. Что случилось однажды, может повториться и дважды, и при том в иных масштабах. Природа мстит человеку. Это ведь новые генетические мутации, когда люди исчерпали все природные богатства, стало нечего есть, и люди начинают паразитировать внутри собственного общества. Есть самих себя. Ты хочешь сказать, что транс-компании управляются чем-то из вампирских кланов? Да, удивленно произнес Тигр. И к тому же кланам не цивилизованным, диким. Но информация о вашем караване как-то просочилась за пределы клана. И это единственное объяснение ночного нападения. Поверь, брат, дикие банды очень редко нападают на Одмели. У них должна быть очень веская причина, чтобы кинуться на штурм. Да еще такими войсками. А вот караван, груженный кровью, очень веская причина. Вот дьявол. Откликнулся Ветров, вступая на раненую ногу. Все сходится. О чем и речь, брат Дэниел. Что ж теперь? Тигр резко остановился, держа Ветрова за плечи. Посмотрел ему в глаза. Уставшие, безразличные, серые глаза. Пойдем со мной. Пойдем в Белую долину. Они стояли в незаметном переулке. Улица рядом постепенно наполнялась людьми и машинами. Назад дороги уже нет. Тихо сказал Дэн. Дорога назад – это дорога в ад. А вперед – в неизвестность. У нас нет ни машины, ни карты, ни денег. Деньги у меня есть, хоть и немного, а с машиной проблем не будет. Тигр усмехнулся. Даром, что ли я старый разбойник, а ты автослесарь? Дэниел слабо улыбнулся в ответ. Вот черт ни вещей, ни документов. Он замолчал, глядя на узкую прослойку неба между домами. Знаешь, тигра, идем. Пусть все катится к черту. Я хочу увидеть место, где рождается... Привет, мои любители страшных историй. Перед началом рассказа я хочу лишь поблагодарить вас за каждую подписку и комментарий. Это дает мне силы читать истории чаще, а также учиться, чтобы делать их более качественными. Обязательно надевайте наушники, а мы начинаем. Жуткие истории дальнобойщиков. Основано на реальных событиях. Необычный случай на ночной трассе. За свою долгую жизнь я немало поездил по федеральным трассам и проселочным дорогам. В большинстве регионов нашей страны побывал. Много чего странного повидал. Потому и верю в необычные истории, приключившиеся на трассе. В так называемую дорожнюю мистику. Убежденно, в жизни всякое может случиться. Расскажу про одно необычное явление, которое я однажды испытал на зимней дороге недалеко от Ахтубинска. Случилось это в ноябре 1994 года. Мы с напарником возвращались на Камазе из Подмосковья домой. Благополучно доставили из Астрахани в электросталь несколько тонн отличной свежемороженой рыбы. А вот назад уже порожняком шли. Помню, рейс тогда был очень непростой. Не все складывалось, как планировали изначально. Были временные задержки в пути, два раза произошли небольшие поломки. Маршрут в оба конца 3000 верст. На колесах почти неделю провели. Устали порядком. В момент, когда все случилось, за рулем находился я. К той минуте я почти 8 часов крутил баранку. Наш экипаж выбился из графика, поэтому, где обстановка позволяла, двигались на максимально возможной скорости. А я очень спешил вернуться домой. Мы с женой должны были попасть на свадьбу к близким друзьям. Темная ночь. Небо затянуто серой мглой. Иногда сквозь нее прорывается серебристая луна, и тогда видимость нормальная. Трасса, заснеженная степь, все как на ладони. Время далеко за полночь. Негромко музыка играет. Мой напарник умаялся и спит в люле, посапывая. Дорожное покрытие ровное, не трясет, не болтает. На дороге пустынно, ни единой души. Только я с напарником в одиноком Камазе движемся в направлении Каспийского моря. Серая мгла в очередной раз поглотила луну, и ночная темнота загустела. Видимость снизилась, поэтому сбавил скорость. И как оказалось вовремя. Вдруг в дальнем свете фар вижу, посреди дороги всадник горцует на лошади. За ним поперек магистрали стада коров в клубах пара движется. Я жму по тормозам. Многотонная машина постановая остановилась, чуть не врезавшись в это внезапное препятствие. Замерла буквально в нескольких метров от накормождения рогов и копыт. Изрек в сердцах забористыми словами многозначительную фразу. В ответ слышу возбужденное мучание коров. И недоумеваю, что здесь посреди зимы коровы делают. Куда их гонят, да еще глубокой ночью. А стадо огромное движется за лобовым стеклом пестрым потоком. Уже минут пять прошло, а оно все никак не заканчивается. Решил покидывать кабину, ноги размять, морозным воздухом подышать. Только за ручку дверцы взялся, а живность вся вмиг исчезла. Я аж замер от неожиданности. Глаза протер, пялись на трассу. Нет ни коров, ни их погонщиков. Осторожно спускаюсь на дорожное полотно, оклядываюсь по сторонам. Справа и слева от дороги в степи пусто. Следов на обочине нет. Меня даже озноб передернул. Думаю, чудеса. Такое померещилось. Да так реально. Переработался, однако. Где-то впереди по трассе городок должен быть. Километров двадцать осталось. Ставлю себе установку. Все. Как доберусь туда, загоню машину в какой-нибудь стояночный карман и отдыхать. Забрался в кабины и в путь. И вдруг резко на центральную улицу какого-то незнакомого мне городка въехал. Двигаюсь по ней, смотрю по сторонам, ничего не понимаю. Вся улица и здание на ней светятся ярко, как новогодняя елка. Повсюду множество необычной рекламы. Я до того момента такой даже в Москве не видел. Вижу электронное табло. Показывает три часа ночи. В девяностых годах в это время улицы городов были пустынные. А здесь я наблюдаю очень много праздных людей. Довольно оживленно для зимней ночи девяносто четвертого года в небольшом городке. Впереди на перекрестке светофор красным горит. Останавливаю КамАЗ. Смотрю по сторонам, по сторонам. Пытаюсь осознать происходящее. Нет, это не городишко, а какой-то большой город. Неужели я в Ахтубинске оказался? Не может быть. Ведь до него еще по всем прикидам ехать порядком. Да и поворот перед ним должен быть. Вот то, что я не входил в поворот, а сразу въехал в город. Меня это очень удивило. Я занервничал. Прошло уже много времени. И тут соображаю, а ведь у светофора очень долго красный свет горит. Может сломался? Стал смотреть вправо, влево. И здесь в окружающей обстановке что-то меня озадачило. Я головой тряхнул, и улицы городка исчезли. Растворились. Темень кругом, а я в степи стою. Получается, я только что был неизвестно где. В каком-то городе-призраке. Фух. Проветрился немного. Решаю ехать дальше. И, видимо, усталость срубила меня, и я уснул за рулем. Разбудил меня сильный удар. Проснулся в самый критический момент. Вижу, машина на скорости в кювет летит. Повезло, смог выровнять и остановиться. Удар мне пришелся в грудь. Большой синяк остался. Что или кто меня тогда разбудил толчком, до сих пор остается загадкой. Напарник спал, как потом не примирялся. Получается, что и руль отпадает. Также неизвестно по улицам какого призрачного города я проехал той ночью. Там ездил неоднократно и до, и после. Но никогда на этом месте трассы не было города. Берегите себя и своих напарников. Ведь в ваших руках их здоровье и жизнь. Рассказ дальнобойщика. Бандита. В свое время мне довелось довольно много путешествовать автостопом. Огромное расстояние от десятки, а то и сотни городов. И столько же людей повстречал я на своем пути. Пожалуй, самыми интересными из них были обычные работяги дальнобоя. Порой обычный улыбчивый толстячок оказывался настоящим сборником интересных историй и житейской мудрости. Чего совсем не ожидаешь от такого человека. Поэтому сегодня хотелось бы рассказать вам историю, которую я услышал от одного из водителей, подвозивших меня где-то на просторах бывшего Советского Союза. Конечно, каждый слышал про невесту-призрака, появляющуюся на дороге, или про попутчика с дьявольскими глазами, который забирает невольно остановившегося водителя прямой вод. Причем иногда вместе с автомобилем. Слышал эти байки и мой тогдашний водитель. Назовем его Николай. Но как ни парадоксально, ни с чем подобным он за почти 30 лет своей тяжелой работы не сталкивался. Однако в первые годы карьеры он столкнулся с другими, куда более пугающими случаями. Об этом случае я и расскажу. Дело было еще в 90-е года. Тогда Николай только-только сел за руль своего первого грузовика. Вернее, даже машина была не его, а компания, на которую он тогда работал. Естественно, ему, как молодому и неопытному шикарный новый грузовик был не положен, поэтому довольствоваться приходилось маленьким, вечно ломающимся грузовичком, на котором дальше двух сотен километров от города не отъедешь. Вот в таких стесненных условиях мой водитель работал уже несколько месяцев, за которые сумел практически досконально изучить веренный ему автомобиль. И как ему тогда казалось, любую неполадку мог исправить с закрытыми глазами. Но однажды на одном из сложных участков привычного маршрута автомобиль Николая вновь стал выдавать подозрительные звуки, а вскоре и вовсе отказался ехать дальше. Перед тем, как машина полностью заглохла, мой собеседник успел съехать с основной дороги на узкую песчаную дорожку, уходящую куда-то в густой ельник. Сам Николай признавался потом, что уже не помнил, то дал ему этот совет. В любом случае, этот человек спас водителю жизни. За окном стояла темная ночь. Дорога была пустая, а до ближайшего населенного пункта оставалось порядка 20 километров. Счастью для водителя, на улице была ранняя осень, поэтому в кабине было комфортно и можно было без особых усилий поспать, чтобы утром с новыми силами взяться за ремонт. А если повезет, то и поймать помощь с дороги. С этими мыслями Николай и заснул. Проснулся водитель от нужды. Выбравшись из машины и чуть поразмявшись, он принялся спускаться в лес. Как тут его внимание привлекла какая-то возня на дороге. Подойдя ближе, стараясь не шуметь, Николай стал вглядываться в темноту, где, как оказалось, стояла черная немецкая иномарка, вокруг которой кружило несколько молодых человек. Казалось, у них также какие-то неполадки с автомобилем. Однако вскоре один из них открыл багажник, из которого небрежно вытолкал на асфальт связанного человека. Тот, извиваясь на земле, старался мысчать через закрытый каким-то предметом рот. В ответ на это человек, вытащивший пленника, несколько раз пнул связанного, после чего закрыл багажник и громко кого-то позвал. Пассажирская дверь на марке открылась, и на дороге показался настоящий великан. Такой же человек в какой-то темной одежде, ростом явно не менее двух метров и имевший, наверное, столько же в плечах. Он уверенно подошел к пленнику, одной рукой поднял того на ноги и, придерживая, чтобы тот не упал, отвесил громкую оплевуху, после чего поднял его и положил на плечо. Вслед за этим показалось еще два человека, которые отправились с великаном куда-то в лесную чащу по ту сторону дороги, оставив одного из членов своей банды караулить машину. Конечно, увиденное потрясло Николая. Тогда он еще ни разу не сталкивался с подобным, хоть и слышал, что такое бывает. Но не судьба пленника волновала его в этот момент. С ней все было ясно. Водитель понимал, что это непростые люди и они совсем не рады тому, что расправу над пленником может кто-то увидеть. Поэтому боялся Николай именно за свою шкуру, как бы цинично это ни звучало. Так и просидел в ельнике какое-то время, боясь каждого звука и стараясь лишний раз не шевелиться, Николай дождался возвращения банды. Члены, которые громко ругались и недовольно переговаривались, они явно были на взводе. Причем вскоре они уехали, так и не заклинув в неприметный съезд, где стоял грузовичок. Сам водитель так и сидел в леске еще около часа после отъезда бандитов и лишь потом, когда холод стал сковывать его тело, осмелился вернуться в машину, где и просидел, не смыкая глаз до утра. Утром грузовичок внезапно завелся и протерпел вплоть до ближайшего городка, где Николай и нашел помощь. А еще через неделю он услышал из новостей, что в этих местах была задержана местная банда, за которыми числилось два десятка преступлений, в том числе и убийств. Конечно, СМИ не сообщили, что милиции удалось отыскать место, куда банда отвозила своих жертв, и об этом водитель узнал намного позже от одного из своих коллег по цеху. Как вы понимаете, это было как раз то место, где по несчастливому стечению обстоятельств и заглохла машина Николая. Такая вот история. Черное существо. Скажу сразу, до последнего времени я не задумывался о чем-то неведомом, да и не верил во что-то сверхъестественное. Но получилось так, что я по неволе очутился объектом невероятного случая. Это произошло, когда мой путь пролегал через Алтай. Полная луна висела на чистом небе. Ночь была такой светлой, что были хорошо видны прилегающие территории. Да и темных ночей я никогда не боялся. Ведь у моего грузовика идеален как ближний, так и дальний свет фар. Беспокоило меня в ту ночь лишь одно. Я сидел за баранкой уже третий сутки. А те несколько баночек энергетического напитка, что я выпил с вечера, уже начали попускать. Спать хотелось просто невероятно. В голове то и дело всплывали мысли о том, что осталось уже совсем немного. Скоро я приеду, посплю, а утром схожу в сауну и выпью пиво с рыбкой. Но беспокоила меня одна на первый взгляд пустяковая деталь. На протяжении трех часов мне не попалось ни одной машины. Не было ни встречных, ни попутных машин. Как сейчас помню, что я сам себя тогда успокаивал. Что, мол, ночь на дворе все нормальные люди или дома спят или в пледорожных гостиницах ночуют. Включил радио и заметил боковым зрением, что-то мелькнуло в зеркале. Опустив стекло и выглянув наружу, я сильно испугался, так как в нескольких метрах от моего грузовика бежало черное существо, похожее на собаку. Но размеры явно превышали размеры обычной собаки. Это существо было просто гигантское, прямо как лошадь. И тут я начал понимать еще одну невероятную деталь. Что существо двигалось со скоростью 60 км в час. Этого просто не могло быть. Я подумал, что уснул, но сразу понял, что это не сон. Надавил на педаль газ, скорость достигла 80 км в час, но существо не отставало и все так же бежало рядом. В тот момент в моем теле бурлили невиданные ранее дозы адреналина. Я не мог поверить в то, что это не сон. Темная, как сама смерть, собака невероятных размеров, обладающая невероятной быстротой. Поравнялась с грузовиком и не отставая, бежала. Как такое могло быть возможным? И тут случилось то, чего я так ждал. За поворотом начал мелькать свет городка, в который я и направлялся. Небольшой городок, который тогда я хотел увидеть больше всего на свете. Но обрадовался я очень рано, так как далее случилось то, чего я никак не ожидал. Это существо подбежало к кабине грузовика, находясь буквально в метре от меня. Я с ужасом поднял стекло и добавил газа. Скорость перевалила за 90 км. Но было видно, что для этого животного такая большая скорость была не проблемой. Потом внутри меня все похолодело. Существо повернуло свою черную голову ко мне, как будто заглянуло в самые далекие уголки моей души. Я понял, что оно видит все мои страхи. Я видел эти большие глаза, в которых можно было разглядеть то, что обладает ими разумное существо, все понимающее и знающее многие вещи. И тогда я не понимал, как могут быть такие глаза у животного. Даже при скорости 100 км в час собака все так же бежала рядом. Я отстала лишь тогда, когда я приехал указатель, уведомляющий меня о том, что начинается город. Въезжаю в город, останавливаю свою фуру возле круглосуточного магазина. Вываливаюсь из кабины с сигаретой в зубах. Пытаюсь осмыслить все то, что видел буквально несколько минут назад. И списываю все на свою усталость. Ведь это просто безумие. Да, просто безумие. Пора поспать. Вон уже и глаза видят то, чего нет и не было. Докуриваю сигарету, улыбаюсь мыслям, что пора посетить психиатра или не насиловать так свой организм. Вхожу в магазин, в котором сразу же вижу симпатичную девушку продавца. Она стоит, улыбается, но не двигается. Тут замечаю, что в магазине тоже никого нет. Даже охранника. А девушка стоит, как стол вкопанная. И тут я понял еще одно. Я ничего не слышу. Абсолютно ничего. Толкнул дверь, она не издала никаких звуков. Мое тело охватило дрожь. Я стоял на одном месте, оглядывался вокруг, пока что-то не перемкнуло и я не услышал голос девушки. Она спрашивала, все ли со мной в порядке. Через несколько минут в магазин ворвались пьяные подростки. Видимо, за добавкой. А из подсобки вышел охранник. Еще спустя несколько минут в супермаркет вошло еще несколько человек. И тогда я понял, что со мной наконец-то все в порядке. Что со мной было, я так и не понял. Но я понял тогда одно, что когда человек полностью истощен и падает с ног, он пребывает на грани двух миров. Как только я тогда добрался до постели, сразу же свалился в нее. А наутро осознал, что одной ногой был на том свете. Что-то помогло мне тогда без происшествий доехать до пункта назначения. Сейчас я считаю, что то существо, что сопровождало меня до городка, было посланником смерти, который ожидал, когда я совершу какую-то ошибку за рулем и разобьюсь насмерть. Ведь я был тогда в таком состоянии, что это могло случиться в любую секунду. Спасибо вам большое за внимание. Обязательно оставляйте комментарий, высказывайте свою критику, свои мысли насчет этих историй. Ну и вообще все, что пожелаете. Всего вам хорошего. До свидания.